Начнем, то вы сделаете, Саша. Все нормально, значит, я вчера... У нас нормально с поправкой, что Егора сейчас нету, и я пытаюсь за него все сделать. В результате мой звук у вас может быть пока похуже, но есть проблемы. Ничего, нормально. Нет, нет, вас прекрасно слышно. Ну и вас всех прекрасно слышно, уважаемые. В конференц-зале огромный клор, Вадим, я. Но, как я понимаю, вчера появилось больше народу, да, где-то в середине? В зале до 10 доходило, и несколько человек лично докладывалось. А число участников заочных вчера доходило до 61, накануне до 65. Сейчас 31 человек. Ну, вчера в этот момент времени за 3 минуты до начала тоже было примерно столько же, а потом возросло до 60 народ. Астрономы, как известно, мыслят большими числами. Солнечники рано встают, а звездники любят во второй половине дня работать. Маша, это как? Я хотя и солнечник, я сова глубокая. Коля, у меня такая идея. Вариант зум-конференций гибридных, мне кажется, чрезвычайно эффективным, и не в зависимости от эпидемии коронавируса, было бы здорово сохранить его для главных конференций и семинаров ГАИШа. Это планируете? Замечательно. Только что я получил приглашение на будущей неделе на научный комитет, перенесенный на этот год Всероссийского астрономического совещания. И, насколько мне известно, планируется гибридный флаг. Это Всероссийская астрономическая конференция? Да, да. 18 числа заседание оргкомитета, кстати. Да, да, да. А где она планируется? В МГУ, в ГАИШ. Нет, а когда? С 16 по 20 августа. Замечательно. Только в зуме. Это время отпуска. Ребята, и вот с 16 по 20, по-моему, чисто накладываетесь на Одессу. Да, и Одесса тоже. Это будет восприниматься как оскорбление. Ей не надо. Вы уже наложились на ГАИШ. В прошлый раз наложились на конференцию памяти Гинзбурга. Я думаю, что это действительно политика такая. Нет, 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 это не политика. Это случайность. Нет, нет, нет. Коллеги, в МГУ существует свободное общежитие только в этом интервале. А в остальных свои планы международных конференций и общежитий все забиты. И вот только в этом интервале международная конференция не проводится. И можно вот наших коллег в дешевые апартаменты в МГУ, так сказать, поселить. Поэтому вот это главное соображение. Я понимаю, но в любом варианте Zoom в будущем, не только когда коронавирус, а в любом варианте, через год, два, три, четыре, это гениально. Я хочу обратить на это еще внимание, что Zoom позволяет проводить одновременно две, а то и три конференции. В конце концов, на сайте ВКИ и на сайте ВГАИШе висят адреса нескольких Zoom. И человек с легкостью переключается, участвует сразу и там, и там. Так, коллеги, за минуту до начала я повторяю объявление о том, что желающие публиковаться в астрономическом журнале должны обращаться в комитет, чтобы от комитета получить рекомендацию, которая приравнивается к одной рецензии. Я сегодня не успел просмотреть всю свою почту, но две таких заявки уже есть. Так что люди начали заявлять. Разрешите мне тоже повторить объявление о справочнике «Астрономы России». Значит, мы разослали объявление о том, что вот в конце этого года будет издано второе издание этого справочника на английском языке. И просьба до конца февраля прислать английские биографии каждого коллеги, обновленные, или старые, которые были. Вот, это значит, одновременно английскую и русскую версии пришлите, потому что мы будем усовершенствовать английский язык, его отшлифовать и так далее. Большая работа предстоит. Есть люди, которые этим будут заниматься. Вот, и до сентября месяца мы обязаны представить рукопись готовую. Поэтому вот такая срочность. Нужно до конца февраля. И дополнительно, если кто-то хочет поменять фотокарточки, потому что фотографии в русской версии справочника в первом издании иногда бывают не очень хорошего качества, пожалуйста, присылайте фотографии. Я думаю, что в академическом издании, может быть, качество будет лучше. Так, коллеги, нам нужно посовещаться. Во-первых, Владимир Анатольевич. Да, я здесь. Кто будет вести заседание? Я? Я готов. Ну, вы готовы? Давайте начну я, а потом вы подхватите. Давайте начинайте. Вы это, в конце концов, опыт вчерашнего дня показал, что фактически мы с вами ввели вместе. Ну, да. Да, я буду все время здесь, и в случае чего я подключаюсь. Так, коллеги, значит, во имени... Так, опять кто-то меня. Да? А я извиняюсь, а можно спросить, кому посылать вот эти вот заявки на статьи? На какие статьи? Для сборника «Астронома России»? Нет, нет, вот астрономический журнал, который... Воркомитет, насколько я понимаю. Просто Воркомитет, да? Который вот куда мы посылали? Ну, Воркомитет туда же, куда вы посылали раньше. Можете посылать непосредственно Николаю Николаевичу Самуси, можете прислать мне. Я тут же перешлю это тем, кто этим будет заниматься. Хорошо, хорошо. Хорошо, спасибо. Так, коллеги, прежде чем начать, мне позвонил сейчас наш веб-администратор и обратил внимание участников, которые находятся в онлайне, что записывается все. Вчера одна дама стала под камеру переодеваться. Это не совсем правильная идея. Маленький стриптиз. Да, так что вот просят этого не делать, вот, поскольку это будет все выложено на YouTube. Еще одна дама там тоже сделала кое-что неудачное в первый день, но я уже не буду говорить, что. Так, у нас сейчас 48 человек, времени у нас 10.02. И я думаю, что мы, наверное, попросим Александра Георгиевича начинать свое выступление. Спасибо. Я хочу благодарить организаторов, прежде всего, за приглашение участвовать в этой конференции, юбилейной конференции. К сожалению, мне не удалось познакомиться с Иваном Борисовичем Пикельнером. Я встречался с Иваном Борисовичем Капланом на конференции в Крыму в 1976 году. Была конференция «Проблем магнитных полей в космосе». Я туда приезжал еще, когда был студентом из Новосибирска. Потом я был в МГУ, в основном работал в ВПМ, на профсоюзе на 1984, занимался расчетами МГД, токовых слоев, устойчивостью токовых слоев. И часто ездил в Измеран, в том же 1976 году познакомился с М. Могилевским. Он меня приглашал в Измеран. И часто мы беседовали по проблемам физики Солнца. Я был на предзащите Владимира Рухимовича. И примерно в 1978 году он познакомил меня с, или в 1977 году, М. Лившицем. И Михаил Аркадьевич предложил рассмотреть задачи Пикельнера. Он сказал, что вышла статья «Пикельнер-Костюк» и было бы хорошо продолжить изучение этой проблемы. Эта статья публикована в 1974 году. И до сих пор эта идея, эта статья до сих пор преследует мои исследования. До сих пор эта задача вызывает большой интерес во всем мире. Проблема в том, что в этой задаче рассмотрена впервые газодинамика вспышечной области, прогрессивая потоком ускоренных электронов. В то время уже появились данные о рентгеновских наблюдениях вспышек. Было известно, что вспышки сопровождаются всплесками рентгеновского излучения. И была предложена, Хью Хадсон предложил модель толстой мишени. Модель заключалась в том, что потоки ускоренных электронов ускоряются в короне, распространяются вдоль силовых линий магнитного поля, достигают хромосферных слоев и вызывают... Тормозное излучение дает рентгеновское излучение. В то время уже появились первые измерения даже поляризации рентгеновского излучения. И эта модель развивалась. В работе Пиккельмера Костюк было обращено внимание, что необходимо учесть динамические процессы во вспышках. В частности, было указано, что... Было указано, что этот процесс нагрева хромосферы будет сопровождаться процессом испарения хромосферной плазмы. И в то же самое время будет в глубине атмосферы распространяться ударная волна и образуется область высокого давления, которая расширяется. И поэтому необходимо рассчитывать для объяснения оптического излучения. Хюхадсон пытался объяснить это без учета газодинамики, оптического излучения вспышек в этой модели. Необходимо учитывать газодинамические процессы. В этой работе... Эта модель была подтверждена позднее. И в измерении непосредственно изображения на ЙОКО в 92-м году наблюдается три источника жесткого рентгена, источник в вершине петли и два источника в основании петли. И поэтому модель хорошо согласуется, по крайней мере, качественно с наблюдениями вспышек. В работе пикного наркоплана газодинамическая задача решалась численно. И учитывался нагрев. Функция нагрева тогда была рассчитана Шмелевой-Саровацким. Учитывались потерянные излучения. Довольно... Фактически постановка задачи сохранилась до настоящее времени. Сейчас программы РАДИН, современные программы, фактически решаются. Те же уравнения, только используются другие координаты вместо... Используются гранжевые координаты, которые более выгодны в этом расчете. Сейчас РАДИН использует эллировые координаты. У них большие проблемы с расчетами. Интересно, что в этой статье, прежде чем приводить результаты расчетов, приведен качественный анализ. Это довольно необычно. Обычно делается наоборот. Сначала решается дать отчисленно, потом дается интерпретация расчетам. И здесь интересно, что обращается внимание, что картина газодинамического отклика похожа в целом на инновационный разрыв в межзвездном газе. В то время я не обратил внимания на это замечание, указанное на второй странице, подчеркнуло это. На самом деле в этом есть глубокий смысл для понимания физики процессов солнечных вспышек. В целом, численное решение, оно фактически то, что мы знаем и сейчас, это в этой задаче хромосфера нагревается до высоких температур, коронарных температур, очень быстро, и плазма истекает в корону, горячая плазма, и образуется ударная волна, которая распространяется вглубь солнечной атмосферы. И при этом образуется очень сильное сжатие за фронтом ударной волны, так называемая хромосферная конденсация. Эта задача была решена на низких потоках электронов, в 14,9 на квадратный метр в секунду и в 10,10. И Михаил Аркадьевич предложил рассмотреть более сильные потоки. Ну вот мы подготовили новую программу и заново решили эту задачу фактически в той же постановке с некоторыми уточнениями. И решение, оно похоже на решение, то, что было получено Костюк и Пикельнер. И действительно оказалось, что образуется очень сильно образуется хромосферное испарение, хромосферная конденсация, очень сильное сжатие за фронтом ударной волны, которая распространяется вглубь атмосферы. И тогда Михаил Аркадьевич предложил, что возможно, что это сжатие хромосферной конденсации является источником свечения, источником белого свечения о вспышках. И параллельно Мария Михайловна применила эту задачу, мы провели дополнительные расчеты для моделей красных карликов, для более высоких потоков электронов, к объяснению звездных вспышек. В своей диссертации рассмотрел более подробно газонимические процессы и оказалось, что хромосферная конденсация, которая образуется, за фронтом ударной волны. На самом деле, это представляет собой ударную волну с высвечиванием. Если посчитать с более высоким разрешением, здесь на рисунке показано, что это профиль температуры. И видно, что сначала дистанционный фронт, так же, как было описано в работе Пикнера Костюк. Потом идет фронт ударной волны, где плазма сжимается в 4 раза, как и должно быть. И затем идет зона релаксации. Зона релаксации, зона релаксации, сжатие примерно 100 раз плазмы. То есть происходит сжатие в 4 раза, и потом в зоне релаксации происходит сжатие в 100 раз. Это в то время я уже знал, что это описано в книжке Каплана и Каплана Пикнера. Это описано как ударные волны с высвечиванием. То есть это классическое ударное волны с высвечиванием. И после этого я уже понял это замечание в работе Пикнера Костюк, что процессы похожи на процессы межзвездной среды. То есть в целом в принципе физика довольно понятна процессов, которые происходят в газонимической модели солнечных вспышек. И эта работа получила после этого, примерно с 1979 года прекратил заниматься этой задачей, потому что Михаил Аркадьевич сказал, что меня разыскивает Андрей Борисович Северный, что мне нужно встретиться северным. И когда я пошел к Северному, он сказал, что появилась новая наука, геолесомология, нам нужно заниматься геолесомологией. И после этого я благополучно забыл о вспышках. Даже статья была последняя по диссертации напечатана, только когда появилось время в 1986 году и занимался геолесомологией. И задачу получил неожиданное продолжение, когда я работал уже в Кембридже, примерно в 1974 году, написала Валентина Жаркова, которая в то время работала с Джоном Брауном в Глазге. Она проводила тоже геолесомологические расчеты. Она использовала модифицированную программу самого спектра. и посчитала газонимические процессы для потоков 10-12. И у нее получилась довольно сильная ударная волна, сильнее, чем получалось у нас. Здесь на этом рисунке, который она прислала, видно, что довольно сильная ударная волна, несколько километров в секунду, распространяется в глубокие слои атмосферы. И в том же 1994 году происходило событие, это падение кометы Шумахера на Юпитер. И проводились расчеты тогда, какой сигнал произведет эта комета на Юпитер. И тогда этот рисунок показался мне, как эта комета падает на Солнце. И я посчитал отклик, что вызовет, что произойдет, если эта ударная волна действительно достигнет поверхности Солнца, какой она произведет сигнал. Оказалось, что этот сигнал будет в виде расходящихся колец на Солнце. Амплития получилась довольно низкая, несколько метров в секунду. Но тем не менее, оказалось, что кто знает, какой сигнал получается во вспышках. Когда в 1996 году наблюдали первую вспышку на аппарате СОХА, это инструмент МДАЙ, то неожиданно этот сигнал проявился. Я рассматривал до программы и неожиданно заметил в то время вспышки эти расходящиеся кольца. И оказалось, сигнал оказался на два порядка сильнее, несколько сот метров в секунду. И вот это явление, оно было названо Sunquake, это назвали редакторы, редактор Nature назвали, придумали это название. И оказалось, что действительно видно в первоначале видно сильное возмущение в фотосфере, которое как будто вызвано ударной волной, и затем спустя некоторое время видны расходящиеся кольца. И очень хорошее согласие с моделью, толстой модель, мишенью, модель пикерный рикостюк. Почему это называется сейсмические волны? Сейчас, если получится, проиграю муви. Здесь сигнал усилен, в четыре раза усилен сигнал. Вот от этой вспышки. Потому что он довольно слабый, его без фильтрации довольно трудно заметить. Почему называется? Он выглядит, как эти волны, выглядят, как будто волны на воде. На самом деле, это принципиальное отличие от волн на воде. Отличие заключается в том, что волны на воде распространяются с постоянной скоростью, а скорость этих волн, сейсмических волн, увеличивается состоянием. В самом начале, в момент, вскоре после вспышки, скорость волны примерно 10 км в секунду, и затем она увеличивается до 100 км в секунду. Если построить диаграмму, пространство временную диаграмму, то видно, что траектория этой волны искривлена. Это соответствует увеличению скорости волны с расстоянием. Это объясняется тем, что на самом деле волны не распространяются с поверхности, а распространяются внутри Солнца. И то, что мы видим, этот цук волн, который распространяется с поверхности, на самом деле, это волны, которые выходят из более глубоких слоев Солнца. И поскольку скорость звука увеличится с глубиной, то фронт волны распространяется быстрее с расстоянием. Это объясняет, почему мы уверены, что это именно сейсмические волны, которые мы видим в результате вспышечного воздействия на нижние слои атмосферы. Почему важно изучать эти явления? Во-первых, это относится непосредственно к задаче гидридномического отклика в Солнечной атмосфере, как необходимо объяснить взаимодействие с агнерологичных частиц с Солнечной плазмой, изучение формирования ударных волн, хромосферного испарения. Кроме того, это представляет интерес для гиелесмологии, поскольку можем изучить взаимодействие акустических волн с магнитным полем и течениями плазмы, используя эти данные. Потом, после 1996 года долгое время не было этих событий, но в то же самое время наблюдения проводились непостоянно, с высоким разрешением, насохом. Но, тем не менее, было зарегистрировано довольно много событий, и в основном эти события были связаны с сильными вспышками. Считалось, что вспышки класса Х, они преимущественно дают эти сигналы, поскольку сильные вспышки, выделяется много энергии, и дают эти сигналы сейхмические волны. Вот, например, вспышка Х-17 20 октября 2003 года, там было три источника. И эти источники, волн, они довольно близко от источников жесткого рентгена и дамоизлучения. То есть, по-видимому, источником являются ускоренные частицы, как тогда мы считали. Интересно, что потом я долго не занимался этой задачей, потому что мы готовили заявку на SDO, Solar Dynamics Observatory. Но потом был запущен еще аппарат Кеплер для поиска экзопланет, и в то же самое время там удалось наблюдать осцилляции звезд, и были зафиксированы суперспышки, намного более мощные, чем вспышки на Солнце. Я сделал оценки, получилось, что в принципе можем наблюдать осцилляции всей звезды после суперзвездных вспышек. Луис Баллона, Игорь Луис Баллона, он проводил анализ вспышек, и он подключил также другую группу на Коряково, у которых была интерпретация противоположная, считали, что-то осцилляции в петлях во время вспышек. То есть пытались сравнить две модели. И результаты анализа показали, что возможно, что видно, что кривые блеска, вспышные кривые блеска показывают своего рода осцилляции, вариации кривых блеска. Возможно, эти вариации связаны с осцилляциями в корональных петлях, но старквейки не были обнаружены. Эти данные не подходили под интерпретацию сейсмического возбуждения в звездах. Возможно, что звездные вспышки, они суперспышки, имеют немного другую природу, чем солнечные вспышки. Примерно в то же время Иван Шарыкин решил проверить, что действительно ли только сильные вспышки вызывают такие сильные возмущения. И неожиданно нашел вспышку 2013 года класса С, это на два порядка мощной вспышки ниже, чем вспышка Х-класса. И неожиданно эта вспышка класса С-класса дала довольно сильное возмущение, довольно сильное возмущение. Эти возмущения всегда сопровождаются локальными возмущениями докторских двигов. Это область первоначального возмущения. И очень часто в этих местах наблюдается инверсия магнитного поля, которое наблюдается. Здесь на рисунке как раз показано, это занимает всего несколько пикселей в изображениях HMI. То есть это очень маленький размер. этих возмущений и очень импульсные возмущения. Но тем не менее оказалось, что и слабые вспышки тоже могут давать сигнал. И при этом оказалось, что если проанализировать рентгеновское излучение, то уже нельзя объяснить это возмущение вхождение потока частиц. И он проанализировал электрические токи в этой вспышке и оказалось, что в момент возбуждения возмущения в нижних слоях фотосферы произошло сильное возмущение электрических токов. Тогда появилась идея, что может быть это связано с тела Лоренца не связано с пучками в солнечной атмосфере. В 2013 году был запущен также аппарат IRIS ультрафиолетов спектрограф. Этот спектрограф позволял изучить докторовские сдвиги в верхней хромосфере Солнца в переходной зоне. И тогда появилось много работ, которые пытались найти хромосферное испарение. которое тоже предсказано моделью Пикельнер-Костюк. И во многих работах было найдено хромосферное испарение и в импульсной фазе солнечных вспышек. Слава Садыков провел, когда накопился существенно наблюдательный материал, статистические исследования и сравнил с моделями, газодинамическими моделями солнечных вспышек. В то время появились модели программы РОДИН, которые фактически усовершенствованы, написаны Матом Карлсеном, это программа для моделирования хромосферы. Она использует более точный перенос излучения всех эффектов на ОТИ, ионизации многих элементов, очень сложная программа и расчет очень длительный, но результаты примерно такие же, как первоначальная модель эпиклинара Костюк. В то время была рассчитана целая сетка моделей, был европейский проект Хрома, специально рассчитывает сетку газодинамических моделей вспышек, и мы сравнили с этой сеткой моделей. Оказалось, что сравнение с наблюдением показалось, что согласие не настолько хорошее, как предполагалось, что можно объяснить, доплеровский сдвиг наблюдается в некоторых ионах углерод-2, довольно хорошее совпадение с моделью, но в других линиях и в более горячих линиях такого совпадения нет. Оказалось, что во многих вспышках возмущение намного сильнее, чем предсказано газодинамической моделью. И особенно отсутствует в линии углерода голубое освещение, которое предсказано было моделью. Кроме того, тогда возник вопрос, насколько точно соответствует возмущение фотосферное возмущение, которое вызывает сейсмические волны соответствует с рентгеном. Была интересная вспышка в 17-м году, 6 сентября 17-го года, проанализированная Иваном Шарыкиным. Тогда мы решили, поскольку ЧМА измеряет доптерские сдвиги с разрешением 45 секунд, тоже магнитограмма с разрешением 45 секунд, мы использовали непосредственно данные измерения отдельных фильтрограмм. Фильтрограмма измеряется в двух камерах с разрешением 2,5 секунды. И тогда мы взяли эти данные непосредственно, которые получаются телеметрические данные без обработки до того, как рассчитано доплерское смещение, и сравнили с рентгеновским излучением на аппарате ВИНД, аппарат прибор Конус на аппарате ВИНД. И оказалось, что довольно точное соответствие, то есть согласно газонимической моделью, мы ожидали, что возмущение в фотосфере наступит позже, чем всплеск рентгеновского излучения. Оказалось, что они практически одновременны, и в некоторых случаях мы видим даже опережение с началом развития жесткого рентгена, уже появляются возмущения в фотосфере. Параллельно Слава Садыков проанализировал данные ЧМАЙ, поскольку доптеровские сдвиги получаются путем комбинации различных фильтрограмм, он скомбинировал, полностью промоделировал измерение прибора, и оказалось, что и применил это газонимическим моделям этого процедура оказалось, что не удается объяснить наблюдаемое возмущение в фотосфере с помощью газонимических моделей. Тыван Шарыкин проанализировал вообще все вспышки класса больше, чем М1, наблюдаемые в 24-м цикле, нашел большое количество, использовал несколько методов для определения сейсмического взмущения, все они были проанализированы, но оказалось, что лучше всего амплитуда этих возмущений, сейсмических возмущений лучше всего коррелирует с производной мягкого рентгена, то есть опять это связано с частицами, то есть опять мы оказались в дилемме, какой механизм вызывают эти возмущения. Тогда мы решили посмотреть с другой стороны, один из моих аспирантов Джон Стефан рассмотрел ту же задачу, что мы рассматривали с Жарковой, но более детально с учетом атмосферы, всех эффектов диссипации волн, решалась задача для различных возмущений. Идея была в том, чтобы посмотреть возмущения, которые вызываются пучком электронов и которые могут вызываться силой Лоренса и сравнить. В этом случае есть двиг по фазе в этих возмущениях и путем сравнивания с наблюдениями надеялись, что удастся определить, в чем же источник возмущения в нижних слоях солнечной атмосферы, которая вызывает эти сеймические волны. И когда сравнивали с наблюдением, показалось, что половина случаев работает один механизм, в другом половине случаев другой механизм, и поэтому проблема до сих пор остается открытой. То есть заключение мне хотелось бы сказать, что решение проблемы в гоночных процессах в солнечных вспышках, инициированные почти полвека назад в работах Пиклинер-Костюк, все еще далеко от завершения. Объяснение механизмов воздействия вспышек на нижние слои солнечной атмосферы, возбуждение эстемических волн, солнцетрясений, выросло в одной из основных проблем физики солнечных вспышек. И решение этой проблемы необходимо для понимания основных механизмов выделения и переноса энергии вспышек. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Александр Георгиевич. У нас есть время на вопросы. Задавайте, пожалуйста. Можно задать вопрос? Можно. Вот вопрос в следующем, значит... Представь, пожалуйста. Ташков из Фиан. Энергия солнечных вспышек, максимальная энергия там несколько единиц на 10-32 эрго. В частицы идет примерно 10%. Половина частиц уходит в межпланетную среду, половина идет вниз на Солнце. И вот эта вот часть вызывает солнечное землетрясение. Правильно я понял это дело? Да, да. Примерно 1% энергии идет. Меньше, чем 1% полной энергии вспышек. Солнечные звездные вспышки, то там энергия примерно на 5 порядков, но на 5 порядков больше, там 10-37 эрго во время мощной звездной вспышки. И точно такой же механизм, как на Солнце действует. Правильно эта картина? Ну, мы не знаем, да, это вот оно на самом деле объяснить энергию в звездных вспышках не так просто. Возможно, и другой какой-то механизм там. Но если действует механизм, как на Солнце, то вот, как я сказал, мы ожидали, что возможно, что тоже возбуждаются колебания всего Солнца, всей звезды, когда выделяют такое количество энергии. Но это еще не найдено. Вот эти осцилляции, возбуждение звездными вспышками осцилляции звезды еще не наблюдались. Спасибо. У меня вопрос. Давайте. Лет 10 назад аналогичная задача, но для Земли. Землетрясение, волна в атмосфере идет в попадающей плотности, усиливается до ударной и так далее. И это в свое время Леня Леперой сделал с японцами. Увидели замечательные такие же, как у вас, кольца возбуждения в эносфере. В этом смысле удар по фотосфере, создающий там избыточное давление, скорее всего, должен распространяться не вниз, где плотность нарастает, а вверх, где плотность падает. И проявляться сильнее всего в хромосфере и каких-то других корональных линиях. Вы не пробовали использовать именно хромосферные линии и нижние короны, чтобы увидеть отклик на вот этот удар. Да, это на самом деле мы использовали и другие авторы тоже. И действительно эти сигналы наблюдаются. Оно действительно это очень интересно, это как взрыв в атмосфере. Это вот как раз последняя работа показала, которую мы делили Джоном Стефаном. Эти расчеты, когда он включил всю атмосферу в эти расчеты наряду с внутренними слоями Солнца, как раз действительно возбуждается целый спектр атмосферных волн. Но подробно они еще не изучались, хотя здесь есть корональная сейсмология и предполагалось, что возможно, что осцилляции корональных петель вызваны тоже вспышками. Скорее всего, они вызваны вспышками похожий механизм, который вы описали, как возбуждение в ионосфере. Это была статья Карл Шрайвер со студентом. Мы напечатали вскоре после того, как мы наблюдали первые события. То есть такие рассматриваются. Но задача все равно до конца не решена, остается открытой. Поэтому было бы интересно. Спасибо за замечание. Обязательно посмотрите работу в ионосфере. по ионосфере. Можно тоже вопрос? Да, последний вопрос. Значит, вот вы обсуждаете какое-то сейсмическое воздействие от вспышек, а вообще какую-то иерархию можно построить? Какой механизм и какую энергия примерно дает больше всего в сейсмическую активность? Какой следующий? Какая-нибудь иерархия есть по тому, насколько сильную энергию вкладывается в сейсмическую активность от каких-то механизмов? Пока нет такой. Пока мы даже точно не знаем, какой механизм преобладает. Мы пытались с помощью численного моделирования определить, сравнивая уже сами фазовые соотношения этих волн с различными источниками возбуждения и определенного ответа еще не получили. Оказалось, что в половине случаев лучше всего подходит механизм возбуждения пучком, когда ударная волна достигает, когда фотосферы. В других случаях казалось, что лучше подходит возбуждение силовое воздействие. По-любому в случае на главном месте, получается. возбуждение возбуждения этих волн. Мы пытались определить, на какой глубине, на какой высоте преимущественно возбуждается. Оказалось, что довольно широкий интервал высот, в котором возможно этот источник находится. В настоящее время вопрос открытым. Проблема стоит в том, газодинамические модели вспышек, главная проблема сейчас в том, что газодинамические модели, модели рассчитаны программой 1, самая современная программа, они не могут объяснить этот эффект, они не дают сильного возмущения в нижних слоях атмосферы. В связи с этим возникает идея, что возможно мы не понимаем, как пучки взаимодействуют с атмосферой Солнца. Возможно, что... Давайте мы переведем переписку, вступайте, очень интересный вопрос, но, к сожалению, мы припевли во времени. Мы еще раз от души благодарим Александра Георгиевича за совершенно замечательный доклад и переходим дальше. Так, Илья Германович, вы на связи? Да. Давайте грузите презентацию. Сейчас грузу, наверное. Видно, да? Видно, видно. Давайте полный экран и вперед. А она уже полный. Да, она полный экран должна быть. Да, ну давайте, она, правда, мелковата, но... Начали. Хорошо. Доброе утро, уважаемые коллеги, благодарю организаторов за приглашение и я попробую представить краткий обзор про солнечные супервспышки. Что мы точно знаем и о чем мы можем догадываться и предполагать. Солнечные супервспышки, я сразу скажу, это вспышки, которых мы никогда не наблюдали за последние десятилетия, но которые происходят и могут происходить на Солнце на достаточно большой шкале времени. Сначала скажу, что как мы отождествляем солнечные вспышки, сами вспышки до образования оптических наблюдений мы, конечно, видеть не можем, но мы можем хорошо регистрировать вторичный эффект этих вспышек, а именно ускоренные частицы. Здесь показаны два примера, оба за июльское событие 2000 года, так называемый день взятия Бастилии события, которое показывает на левой картинке вспышку, а справа корональный выброс массы. Нам сейчас интересно не собственно сама вспышка и корональный выброс массы, а так называемый снег или белый шум, белые точки, видимые на изображении, это солнечно-заряженные частицы попадают в матрицу CCD и производят засветку элемента матрицы. То есть вот этот шум это собственно то, что нас интересует в данном событии. Именно большое количество заряженных частиц, которых обычно практически нету в межпланетной среде, но во время вспышек корональных выбросов массы они могут попадать ускоряться в короне или межпланетной среде уже и регистрироваться в частности вот таким прибором, который для этого совершенно не предназначен. Одно слово об энергиях, которые мы рассматриваем. Здесь показан типичный спектр галактических космических лучей черные и белые точки, которые имеют максимум в районе одного гигаэлектронвольта и потом и падает в более низких энергиях за счет модуляции в гелиосфере и он варьируется в пределах солнечного цикла. в более низких энергиях порядка десятков мегаэлектронвольт в среднем доминируют солнечноэнергичные частицы и здесь показано несколько типичных спектров мегаэлектронвольт что-то вот такое средненькое. Видно, что в энергиях выше нескольких десятков мегаэлектронвольт во время солнечного события солнечные частицы доминируют над галактическими нам много порядков. А энергия 200 мегаэлектронвольт это приблизительно то, где мы вообще можем различить солнечные и галактические частицы выше уже сложнее нужны специальные приборы. Если мы построим распределение или функцию плотности вероятности возникновения солнечных протонных событий с флюенсом флюенс это полный поток частиц за все событие превышающим величину заданную величину в энергетическом диапазоне выше 30 мэф мы за последние 50-60-70 лет где мы имеем прямые наблюдения мы получим что-то вот такое распределение сперва достаточно плоское а потом есть намек на загиб черная точка означает что за последние 70 лет ни одного события с потоком с полным флюенсом частиц выше чем 10 в 9 протонов в год обнаружено не дальше возникает вопрос хорошо а что а могут ли более сильные события происходить на солнце если мы пойдем на более длинную временную шкалу скажем в сотни или тысячи лет попытки экстраполировать данное распределение ни к чему толковому не приводят поскольку статистика очень маленькая а экстраполяция идет далеко и неопределенности получаются на много порядков величины на 3-4 порядка величины получаются неопределенности более того сама по себе функция экстраполяции тоже совершенно непонятно в данном случае вот как нынник и Мирошниченко предлагали степенную зависимость это явно не подходит Гопал с вами предлагал Вейбу тоже не очень понятно в общем данные прямые данные за последние 70 лет не позволяют ответить на вопрос могут ли быть более сильные события на солнце а если есть то насколько сильные и как часто к счастью приходят на помощь косвенные методы а именно метод космогенных изотопов которые позволяют изучать статистику экстремальных солнечных событий и вариации солнечной активности на шкале порядка 10 тысяч лет метод основан на том что Земля представляет собой естественный архив для регистрации интенсивности потоков энергичных частиц как это происходит если первичные частицы будь это частицы галактических космических путей или же протон ускоренный во время солнечной вспышки если он попадает в атмосферу атмосфера очень толстая у нас порядка килограмм воздуха на квадратный сантиметр поверхности это очень толстая мишень и первичная частица практически неизбежно вступает в ядерную реакцию с одним из ядер мишеней воздух и может производить различные реакции с различным выходом в данном случае мы интересуемся нуклонным каскадом когда ядро мишени раскалывается на фрагменты фрагменты летят дальше они могут быть достаточно энергичны чтобы испытать второе взаимодействие третье и так далее в среднем при достижении уровня Земли происходит порядка десяти взаимодействий ядерных в атмосфере каждая такая реакция может идти по своим каналам определяемым сечениями реакции и вероятностями и в частности производится довольно много нейтронов свободных нейтронов которые разумеется распадаются в течение десяти минут но это довольно большое время они термализуются это время занимает порядка миллисекунд и термализованный нейтрон может быть захвачен ядром азота которого много в атмосфере и получается углерод 14 это радиоуглерод так называемый с периодом полураспада порядка шести тысяч лет он вступает в ядерные нормальные химические реакции так же как и весь углерод принимает участие в углеродном цикле Земли и в конце концов попадает во все живые организмы в частности в деревьях и откладывается в кольцах деревьев если мы измерим содержание радиоуглерода в кольце дерева в прошлом это кольцо может быть датировано индивидуально то мы знаем приблизительно поток энергичных частиц падающих на атмосферу Земли в то время когда когда это дерево росло конечно радиоуглерод продолжает распадаться но это учитывается очень просто коррекция на распад и в итоге мы знаем в каждый конкретный год в прошлом сколько было энергичных частиц попадало в атмосферу Земли другой полезный изотоп это гирилли-10 который происходит как результат реакции скалывания кислорода и азота его полураспад порядка полутора миллионов лет дальше он осаждается в основном на аэрозолях и обычно измеряется в полярных льдах где также можно провести независимую датировку ледяных гирнов здесь я замечу что чувствительность этих космогенных изотопов низким энергиям гораздо лучше чем скажем у нейтронного монитора стандартный прибор для измерения изменения потоков энергичных частиц как показано здесь функция отклика космическим лучам разной энергии у нейтронного монитора серая хайвая имеет пик в районе одного гэва гигаэлектронвольтов что очень высокая энергия для солнечных ускоренных частиц и требует очень сильных событий для космогенных изотопов радиоуглерода и бериллия пик в районе 200 мэв это как раз то что я говорил это энергия при которой мы можем начать разделять солнечные частицы галактических и есть еще изотоп хлор 36 который имеет пик чувствительности в диапазоне энергии около 30 мегаэлектронвольт и таким образом как я покажу чуть позже по соотношению количества изотопов за тот же самый период хлора и радиоуглерода или бериллия можно очень грубо оценить спектр частиц в прошлом до 2012 года вопрос стоял вот так как я его сейчас поставил а именно что гипотетически очень экстремальные события могут быть зарегистрированы космогенными изотопами а практически результатов не было в 2012 году японская группа где первым автором была Фуза Мияки аспирантка нашли обнаружили что в 775 году нашей эры в радиоуглероде в очень точных измерениях радиоуглерода наблюдается пик то есть скачок произошел в 775 году радиоуглерода этот скачок в промилле 20 промилле это всего 2 процента но но это очень сильный скачок и потом был продолжительный спад вызванный просто уже влиянием углеродного цикла то есть было показано что в 775 году или 774 произошел резкое увеличение генерации радиоуглерода а потом все опять было на стандартном уровне это же это же возрастание было обнаружено в данных по бериллию десятому в полярных лдах как на как в антарктиде верхние панели так и в гренландии нижние панели то есть одновременно совершенно синхронно и одинаковой величины здесь красная кривая показывает данные измерения а синие модельные расчеты то есть они полностью согласованы по амплитуде и по времени что говорит о том что это действительно было некое возрастание генерации всех космогенных изотопов в атмосфере в 774 году нашей эры несколько гипотез было высказано о том что могло вызвать это возрастание первая гипотеза которая оказалась единственной выжившей после всех тестов это то что это солнечное протонное событие была еще гипотеза о том что это могло быть падение кометы на солнце что инициировало очень сильную вспышку что в общем-то является подвидом первой гипотезы что это солнечное протонное событие а чем оно инициировано это уже вопрос второй первоначальная гипотеза выдвинутая японцами которые нашли это событие было то что это близкое супер новое однако эта гипотеза была быстро закрыта поскольку во-первых нету известных остатков сверхновых соответствующих этой дате этим параметром и второе событие было полностью глобальным то есть в обоих полушариях северном и южном при вспышке суперновой такой симметрии между северным и южным полушарием получить практически невозможно то же самая гипотеза была что это не сверхновая а галактическая гамма-вспышка отвергнута по той же самой причине симметричное распределение плюс соотношение бериллия к радиоклероду должно быть совершенно другим для таких событий и оно не согласуется с наблюдаемыми данными была еще очень забавная гипотеза выделенутая китайской группой о том что это все вызвано было падением кометы на землю и что комета собственно и привнесла космогенные изотопы бериллии и радиоуглерод однако было показано что для достижения эффекта комета должна быть размером несколько то есть ядро упавшего астероида должно быть размером порядка 10 километров в поперечнике и в общем такое событие в 775 году нашей эры пропустить просто было бы невозможно оно бы было отлично в исторических хрониках и были бы известны следы падения такого события как я говорил из сравнения данных по разным изотопам радиоуглерод берилли 10 и хлор 36 можно оценить очень грубо спектр этого события и спектр частиц для события 775 года был оценен группой Михалди из Швеции и показан как розовая кривая здесь для сравнения синие и красные спектры это самые жесткие солнечные события которые мы знаем и самое сильное мягкое солнечное событие которое мы знаем здесь наблюдается интересная факт что во-первых события 775 было очень жестким сопоставимо может быть даже жуще чем самое жесткое из известных нам событий которое было 23 февраля 1956 года и события 775 года оказывается где-то в 50-100 раз сильнее чем вот события 23 февраля 1956 года которое на сегодняшний момент является самым сильным из зарегистрированных солнечных протонных событий в то же время в области низких энергий около 30 мэр события 775 года всего в три раза сильнее чем самое сильное известных мягких событий сейчас у меня нет нет времени углубляться в детали этого но это может быть объяснено механизмами распространения солнечных протонных событий в межпланетном пространстве которые ограничивают поток частиц то есть происходит обратное взаимодействие когда частицы уже влияют на параметры распространения ударной волны что снижает эффективность ускорения в этом энергетическом диапазоне после открытия детального исследования события 775 года нашей эры было найдено еще несколько событий два из которых подтверждены это события 994 года нашей эры и 660 года до нашей эры и несколько кандидатов имеется если мы сопоставим вот эти исторические события с тем что мы наблюдали за последние 70 лет то то мы увидим что ну здесь я сравниваю с событием 1956 года которое все-таки не очень хорошо изучено а с очень детально изученным событием 20-го января 2005 года которое второе по величине из известных событий которые мы мы впрямую измеряли и события 774 года оказывается ну приблизительно в 100-130 раз сильнее чем то что мы наблюдали за последние десятилетия события 660 и 993 года где-то в полтора-два раза слабее чем это но все равно в 50-100 раз больше чем то что мы наблюдали за последние десятилетия и красная кривая здесь показывает теоретический порог чувствительности метод космогенных изотопов что образует по сути инструментальный провал то есть у нас нет прямой статистики по наблюдениям событий сильнее чем 2005 или 1956 с другой стороны точность метод космогенных изотопов не позволяет изучать события слабее чем вот этот предел сейчас появилось буквально за последний год еще два кандидата на экстремальные события их величина приблизительно такая же может быть чуть-чуть меньше вот такой то есть порядка сорока по этой шкале это события 1052 года нашей эры и 1279 года нашей эры то есть большинство из этих событий произошло за последние две тысячи лет что дает надежду на то что мы найдем больше когда пойдем назад и когда мы наложим вот на предыдущую функцию плотности вероятности распределения солнечных событий здесь треугольник им показано то что мы знаем из из прямых наблюдений наложим точки которые мы получили из данных по космогенным изотопам то распределение выглядит уже более внятным и заваливается сильно вниз в отличие от чистости степенных экстраполяций как предполагалось ранее так что вероятность очень сильных событий резко уменьшается в частности можно положить вот такой предел как показано черной точкой здесь ни одного события с полным флюенсом частиц энергии выше 30 мф выше чем 10 в 11 не наблюдалось за последние 10 тысяч лет то есть можно ли это считать самым худшим сценарием которое солнце может нам предоставить по части взрывных процессов на этой картинке показано данные по измерениям радиоуглерода за последние 12 тысяч лет это относительные вариации содержания радиоуглерода в кольцах деревьях и здесь очень много вариаций в основном это вызвано солнечной активностью но есть детали по которым можно понять что мы говорим о солнечных протонных событиях и здесь показаны красненьким для примера сигнал от событий 775 года и 994 года если мы этот сигнал просто увеличим в два раза вот как показано синий кривой уже такое событие просто даже глазом трудно пропустить то есть вероятность того что будет найдено событие в два раза сильнее чем 775 год довольно мала события на порядок сильнее чем 775 год как показано здесь 10 синий кривой 10х пропустить невозможно в принципе то есть можно совершенно однозначно сказать что таких событий за последние 12 тысяч лет не было на солнце то есть события 775 года вполне может рассматриваться как наихудший сценарий по крайней мере на шкале в десятки тысяч лет кроме метода космогенных изотопов есть еще развивается за последние 10 лет тоже начиная с 2012 года применение анализа супер вспышек на солнечно подобных звездах которых большое количество и там наблюдаются супер вспышки их применение к солнцу первые работы 2012 года тоже японской группы по анализу данных Кеплера для солнечных аналогов предположили что на солнечно подобных звездах а значит на солнце могут возникать вспышки с полной энергией теперь мы переходим к полной галометрической энергии 1035 или даже 1036 эрк замечу что на солнце вспышек с энергией выше чем где-то 10 единицы на 1032 эрк не наблюдалось то есть первые выводы были что на солнце могут быть вспышки на 3-4 порядка сильнее чем все что мы наблюдали до сих пор однако с течением времени оценки съезжали в сторону более низких энергий в основном за счет того что солнцеподобные звезды да хорошо спасибо таковыми не оказались и чем больше накладывается ограничений на определение солнцеподобные звезды тем более низкими оказываются максимальными энергии вспышек и на сегодняшний момент вот статья опубликована буквально пару недель назад окамото это они теперь дают соотношение вероятности и энергии вспышек вот как показано красными звездочками то есть максимальная энергия порядка 10-34 R и вероятности раз в 10 тысяч лет и события с энергии 3 на 10 в 3-3 R раз в несколько тысяч если мы на ту же шкалу наложим события 775 года по космогенным изотопам которое клавером было оценено как X100 X200 где-то рентгеновский класс что дает где-то порядка 10-33 R полометрической энергии то оно ложится вот сюда все равно есть несогласие на порядок величины с данными по солнечным аналогам но по крайней мере это уже не 2-3 порядка как было несколько лет назад то есть если сложить вместе данные по космогенным изотопам максимальная энергия и частота лежат здесь по солнечным аналогам это красные звездочки и чисто теоретически вопрос о том может ли Солнце произвести супервспышку если производить просто экстраполяцию существующих моделей предполагая что супервспышки это тот же самый механизм что и обычные вспышки то вот такая замечательная картинка была приведена изначально предложенная Бриджит Шмидер данная картинка сделана Карелом Шрайвером которая показывает какими должны быть пятна на солнце чтобы произвести вспышку соответствующей энергии ну я за время вышло все вообще вышло все тогда я перехожу в смысле я показываю финальный слайд большое вам спасибо хотя время вышло все-таки один вопрос я пропущу давайте кто хочет задать срочный вопрос а можно мне задать вопрос давайте вы показали данные бериллия и c14 известно что вспышки продолжаются порядка ну на земле мы регистрируем самые длинные солнечные вспышки наверное неделю бериллия 10 производится тоже во время короткого интервала когда происходит вспышка на солнце год он проводит в атмосфере пока с осадками не попадает в снег а у вас там вот этот пик занимает продолжительность порядка 5-6 лет как это может быть для бериллия 10 для c14 там более хитрые вещи потому что там задержка может достигать 5-6 лет вопрос такой почему пик широкий он должен быть очень узким если это солнечная вспышка значит голубой кривой показано модельное осаждение бериллия 10 в полярных рядах от моментальной инжекции то есть инжекция происходила в в течение одного дня и и распределение после после этого занимает 2-3 на самом деле годы а не один потому что в стратосфере бериллия живет а он производится в основном в стратосфере от солнечных свежих он живет порядка 2-3 лет это не совсем правильно это правильно это правильно извините можно один вопрос дату уточнить потому что на одних слайдах 774 год на других 775 есть есть некая конфузия с этим изначально это было названо 775 год это когда мы видим возрастание в радиоуглероде сама вспышка была в 774 году и порядка года это занимает прохождение сигнала через углеродный цикл то есть 775 год это возрастание в радиоуглероде 774 год это событие Илья маленькое отмечание если можно Лев не надо сейчас у себя же время будешь брать ну я готов пожертвовать полминутой а не надо не надо не жертвуй так большое спасибо Илье Германовичу и мы переходим к повестке к следующему докладу Лев Анатольевич Пустырик открытые вопросы магнитоплазменного подхода к физике солнечных и звездных вспышек полчаса прошу сейчас я включаю тот самый включаю режим шеринга так я заширился и теперь я так и F5 и F5 есть давай полный экран да 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 я пытаюсь это сделать значит F5 есть все отлично поехали время поехали значит хотел я хотел бы в этом докладе обсудить некий момент в истории и в настоящем теории физики солнечных и звездных вспышек то о чем в общем-то иногда знают но не всегда говорят значит пару слов о себе сейчас мы работаем на проекте на высочайшей горе Израиля Хермон и здесь я хотел бы показать небольшую запись мартовскую вы видите обсерваторию внизу вверху журавлей летящих к нам в Израиль на долину реки Хула а это та же гора и место откуда мы как бы снимаем значит именно эти журвины навели меня на мысль на ответ почему чем так выделена эта точка на земле рядом с горой Хермон есть городок который назывался всегда был столицей провинции крупных империй от Скифополь от Египта Сирии Хаанана Иудеи Израиля Элины им владели Рим Византия Сирия Христоносцы Египет Турция Британия и сейчас Израиль называется он Большан спрашивается там что медом намазано чтобы его все хотели захватить и объявить своей главной провинцией и вот журавли подсказали ответ довольно простой Израиль очень узкая единственная уникальная пешеходно-перелетная полоска соединяющая Африку Азию и Европу и те кто владеют вот этой точкой владеют миграцией путями миграции владеют контрольными точками мировой торговли и владеют контрольными точками коммуникации именно это вынуждало все эти великие империи делать все чтобы захватить эти достаточно специфические места узенькие шириной 20-30 километров полоска между раскаленной пустыней Сирии Иордании и огромным Средиземным морем теперь я перейду на следующую что-то она не переходит а вот перешли так же как и у Саши Косовича начало у нас не одинаково физмат школа институт университета институт ядерной физики здесь мои учителя Ролик Сандеев Алик Галеев Алик Фридман установка ОН4 попытка создать термоядерный нагрев в схопающейся цилиндрической плазменной ударной волне бестолкновительной которая потом послужила Сашу Алтынцеву экспериментальным полигоном чтобы сделать первый в мире первый мере эксперимент по созданию токового слоя в встречных магнитных полях парадоцилиндрических но и соответственно главная книга того периода вопрос о теории плазмы 7 том нелинейной теории плазмы где впервые обращалось внимание на свойства аномальной турбулентной плазмы кинетические как основу нагрева плазмы и ускорения частиц и давались основные формулы и зависимости на следующем этапе после работы в САО я имел счастье попасть в ГАИШ и стать учеником самовоища Пикельнера и тесно взаимодействовать с его другом и коллегой Сэмилар Капланом и в список моих настольных книг вошли замечательные книжки Пикельнера его с Сатовичем и Капланом по плазменной эстрофизике и аппликации применения к солнечной атмосфере Прежде чем начать следующий этап давайте поговорим о том что такое солнечные вспышки физически это очень быстро за буквально минуту освобождения гигантской энергии 1032 до 1033 а на звездных вспышках до 1036 в среднем маленьком объеме несколько тысяч кубички несколько тысяч километров соответственно в клубе и надактивной области примечательно что вся эта гигантская энергия выделяется в три основных канала тепловой это нагрев плазмы до сотен миллионов градусов с последующей конверсией в плотную плазму до десятка миллионов выброс энергии кинетического выброса с скоростями в несколько тысяч километров в секунду и альфеновским махом от трех до в районе нескольких больших единиц и ускорение частиц до 100 мм достигерных энергий с универсальным степенным спектром при этом как показал цикл работы Швангера от вспышки в вспышки роль этих каналов энерговыделения отличается очень сильно от почти беспысочных так называемых стелс коронал массажер когда видно только выброс массы и очень плохо видно излучение и космику до чисто хромосферных вспышек без выброса корональных масс с бешеным излучением в хромосферных линиях и до протонных вспышек когда основной поток уходит в ускоренные космические лучи при этом от вспышки в вспышки соотношение в этих каналах отличается радикально но в среднем они примерно одного порядка и это очень важный фундаментальный физический факт модели которые предлагаются для объяснения освобождение и распределение вспышечной энергии должно учитывать этот эквипотишн базовые вопросы что является источником энергии вспышек что является равновесным предспышечным состоянием перед вспышкой и насколько это равновесие стабильно что приводит к катастрофической потере предспышечной равновесия на нашем языке к вспышке существенна ли роль внешних тридельных механизмов как происходит аномально быстрое и суперэффективное выделение энергии в вспышке в масштабе десятки тысяч километров выделяется за несколько минут каковы механизмы последующего переспределения выделившейся энергии тепловой кинематический и нетепловой канал и от чего это соотношение зависит вопрос на засыпку кто первый наблюдал открыл солнечную вспышку я думаю что подавляющее большинство сидячих зале дружно ответят что открыл ее Каринтон 1 сентября 859 года в течение 5 минут когда он пытался изложить это открытие своим коллегам астрономам реакция была крайне скептическая если говорить мягко и единственное что спасло это открытие это независимое наблюдение в другой обсерватории в тот же момент другим астрономам Ходсоном почему называют вспышкой Каринтона а не Каринтона Ходсона это ссылка на ремарку Шкловского не важно кто первым сказал а важно кто первым сказал я очень известная шутка но имеет очень глубокий смысл но на самом деле правильный ответ заключается в том что самое первое наблюдение солнечной вспышки в истории человечества принадлежит английскому астроному-любителю но другому Стефану Грея который за 150 лет до Каринтона в ходе визуальных наблюдений солнечных пятен 27 декабря 1705 года увидел кратковременную яркую вспышку возле пятна которую сформулировал как вспышку молнии возле пятна полтора месяца назад было 315 лет со дня первого наблюдения солнечной вспышки первым астрономом к сожалению в отличие от Каринтона у Грея не было независимых подтверждений своего открытия тогда астрономов было относительно мало и он не решился опубликовать этот результат но записал его в своем дневнике и в письме своему другу где написал соответствующее описание внизу текст его описания мораль не каждому Каринтону висет со своим Ходксоном дальше вопрос на засыпло что является энергией что является источником энергии солнечных вспышек во всем как бы в любой монографии или учебниках вы прощете что идея магнитной энергии солнечных вспышек как энергии присоединения в особых точках была предложена Роном Джиманелли в работах 46-47 года и вот я как и все другие цитировал это утверждение хотя в свое время когда я пришел с этим словом Борис он сказал мне Лёва а вы прочли саму статью Джиманелли пожалуйста читайте оригиналы а не их пересказы в обзорах и наконец я добрался до этой статьи просто я еще не была той того номера в 1937 году где была 47-го года где была статья и обнаружил что на самом деле молодой целевой аспирант из Австралии показал факт того что источником энергии вспышек являются магнитные поляна солнца впервые на 10 лет раньше в 1939 году но никому в этом не признался он опубликовал совершенно замечательную работу где показалось что частота вспышек пропорционально площади пятен вот пожалуйста первый график где это довольно однозначно заказывается более того частота вспышек пропорционально темпу роста площади пятен и магнитного потока если превышающий некое критическое значение 10-4 площади полусферы и треть чем сложнее конфигурация альфа-бета-гамма тем более тем выше вероятность выше при этом сказав а площадь пятен вероятность вспышек определяется площадью пятен б вероятность вспышек пропорциональной скорости роста магнитного потока ну а на нашем языке индуцированного и сложности и сложности магнитной конфигурации он нигде в этой статье не решил произнести естественный вывод источником вспышки является дисциплина магнитных полей что кажется совершенно безумным человек сделал гигантское открытие и молчит об этом показав все аргументы в его пользу когда я стал с этим разбираться оказалось что причина была очень простая он понимал что если он это скажет то возможность защитить диссертацию публиковать работу будет нулевой ибо главные авторитеты в физике плазмы и физике золу солнца Хойл и Коулинг категорически отрицали возможность дисциплинации магнитных полей и вспышках просто потому что гигантская температура по тем временам 10 тысяч хомосфера исключала дисципацию магнитных полей в этих объемах быстрее чем за несколько суток а видели мы несколько минут объявив о том что он видит физическую причину в магнитных полях Джованелли подставлял себя под довольно жесткую критику грубо говоря то что он изобрел гравитсапо примерно через 10 лет после второй мировой войны где Джованелли внес гигантский вклад разработав разные приборы для бомбардировщиков подводных лодок в Австралии он вернулся к этой проблеме и решил рассмотреть ее теоретически в совершенно бредовом приближении он аппроксимировал вот той самой работе на которую все ссылаются он аппроксимировал солнечную атмосферу объект у которой гигантская проводимость он аппроксимировал ее вакуум с нулевой проводимостью и рассмотрел поведение магнитных полей в такой среде в ситуации когда на фоне общего магнитного поля солнца всплывают новые поля показал что возникает нейтральная точка это картинка из его работы в которой магнитное поле может быть равно нулю нулевая точка нулевая линия я обратил внимание что тогда дрейфовые эффекты связанные с тем что в магнитном поле частица не может двигаться поперек поля исчезают нет поля и возникает возможность ускорять частицы вот в этой нейтральной сингулярной точки линии и тем самым диссипировать энергию магнитного поля что здесь не так вот это вот конфигурация с особой точкой существует нейтральность существует тогда и только тогда когда вы рассматриваете чисто двухмерную конфигурацию стоит вам добавить поперечное магнитное поле в плоскость картинки вы переходите к привычной для плазмистов токомаксиков ситуации с бессиловым полем и с широм магнитного поля когда магнитное поле разворачивается с высотой при этом в зоне бывшей нейтральной точки возникают конечные поперечные магнитные поля которые создают естественное противодавление и предотвращают коллапс неравновесие неравновесие вот этой аномалии здесь как бы таким образом магнитное так извините я вот здесь покажу магнитная конфигурация так я одну секундочку проскочу наверное значит дальше возникли задачи расчета магнитной конфигурации которые начинались с суперпозиции потенциальных полей в которых нескольких потенциальных полей между которыми возникают нейтральные линии и которые очень легко и красиво считаются включая программ по матлабе на две строчки поскольку было понятно что на самом деле не потенциальные в них нет энергии а бессиловые с с вихрем вокруг магнитного поля оно становится таким спиральным с переменной закруткой типа бикерландовского поля то и стало понятнее что базовая конфигурация это бессиловая магнитная структура со спиральностью альфа которую можно рассчитать и нужно рассчитать путем подгона теоретической модельной картинки под наблюдение дальше шло развитие методов этого расчета сначала рассматривалась альфа константа альфа зависящая от альфа такая коэффициент закрутки от координат пространства и чем ближе к реальности приближалась задача тем печальнее становились связи с теоретиками которым предлагали рассчитать эту задачу особенно когда выяснилось что в задачах с переменами альфа возможно ситуация когда неоднозначная ситуация когда одно и то же наблюдаемое распределение можно получить несколькими разными распределениями скрутки альфы прогресс идет но чем дальше мы приближаемся к реальности тем труднее это все считать но главная проблема как оказалось в последние годы заключается в том что вот это диффузное представление магнитных генерируемых токами в фотосфере или подфотосферой вошло в жесткое противоречие с наблюдениями последних лет когда обнаружилось что магнитные структуры в солнечной атмосфере на самом деле представляют собой магнитный скелет который в котором трубки основы этого скелета обладают постоянным сечением вот одно из иллюстраивающих это утверждение но за хранение магнитного тока постоянное сечение означает также и постоянное магнитное поле от пятен фотосферы до короны то есть здесь поля сотни тире тысячи гаусс в каждой из этих трубок а между ними несколько гаусс то есть картинка усложнилась несущая конструкция магнитный скелет вокруг него диффузное поле из-за того что квазипольный магнитный скелет квазипольное фоновое поле падает как единицы на р квадрате или единицы на р первой а в магнитном скелете магнитные поля вообще не меняются возникло можно показать что магнитная энергия вот в этих многочисленных пардон многочисленных структурах на уровне короны доминирует то есть она энергия сидит именно в этих в этом ансамбле тонких экранированных токомагнитных ярочно подобных жгутов или нитей постоянных сечений с очень сильными магнитными полями внутри понятно что такая структура не может быть статически равновесной и бесиловой внутри она бесиловая но на экранировке то что паркер называл тангенциальный разрыв вокруг жгута текут очень мощные токи которые сильно взаимодействуют как с фоновым полем так и с соседними жгутами таким образом равновесие такой системы может быть исключительно динамическое еще раз как бы формируется эта идеология и примеры вот таких жгутов поэтому стандартное описание магнитной структуры вот такое как фоновая квазеоднородная на базе магнитных полей магнитограмм на фотосфере использование ее это эквивалентно тому что если бы мы захотели человека его равновесие его стабильность описать с точки игнорируя его его кости его позвоночник это вариант скелета это вариант когда скелета нет это рыбокапля то есть в принципе возможно и то это но как показали наблюдения на сегодня главную функцию выполняет именно скелет магнитный скелет полей над активной областью принципиально является то что элементы в этой структуре сильно взаимодействуют ключевой процесс в этом равновесии перкаляция просачивание магнитных напряжений через сеть сочленений между элементами такой структуры и здесь есть очень прямая аналогия между поведением полупроводников сверхпроводников лесными пожарами эпидемиями слухами и так далее а прямое следствие вот такой перкаляционной природной взаимодействия является возможность фазовых переходов значит вот таким образом резюме который я хотел бы здесь сформулировать относительно равновесия предспытичного равновесия в атмосфере магнитной полеи в атмосфере над активной областью это то что оно является динамическим за счет взаимодействия токомагнитных элементов с формированием критических точек в которых происходят микроспышки вспышки а окончательно как бы большие вспышки и именно за счет процесса перкаляции и самоорганизации надкритичные мы имеем степенной спектр распределения вспышек наблюдаемые на солнце и на звездах в зависимости от амплитуды вспышки это именно следствие самоорганизации в процессе перкаляции так секундочку теперь закончив о предспытичном равновесии которое мы определили как динамическое и базирующееся на сильном взаимодействии между тонкими токомагнитными структурами вернемся к вопросу о собственно процессе диссипации энергии магнитного поля во первых давайте сразу быстро и однозначно определим что для такой для такой физики нам необходим просто необходим тонкий турбулентный токовый слой даже на базе школьного курса и закона Джоула Ленса который профессиональный квадрат тока и обратно с самим проводимости мы понимаем что для мощного энерговыделения необходимо высокая плотность тока тем самым очень тонкий слой в котором происходит переход от одного поля к другому и второй вариант нам нужна и необходима очень низкопроводимость на самом деле два этих условия очень как бы связаны потому что при превышении током критического значения скорости при которой скорость электронов тока превышает скорость волн в основном ионозвуковых вы с необходимостью приводите к турбулизации плазмы и к очень низкой аномальной проводимости плазмы за счет рассеяния электронов тока на плазменных волнах таким образом сам фактор высокой мощности энерговыделения однозначно приводит к требованию обеспечивающую это энерговыделение тонкого турбулентного токового слоя однако в процессе диссипации диффузии вы начинаете расширять этот токовый слой это естественно средство любой диффузии и для того чтобы сохранить возможность высокой мощности энерговыделения вам надо успевать опражнять этот токовый слой эвакуируя переработанную плазму с полем из слоя через торцы за счет напряжения натяжения перезамкнувшихся силовых линий это как рогатка и она позволяет вам сохранить процесс как бы такой перманентного энерговыделения отсюда возникла общепринятая на сегодня формулировка вспышки как перезамыкание тонком турбулентном токовом слое но как известно из одного автора дьявол прячется в детали как начали пытаться построить конкретные модели спышечного энерговыделения первым был печик который предложил перезамыкание в очень маленькой окрестности порядка ларморовского радиуса особой точки где магнитные поля пересекаются и показал что да в этой точке мы можем очень эффективно перезамыкнув поля с альфьяновской скоростью их выбрасывать и превращать с альфьяновским темпом диссипации энергию напряжения поля в энергию движения поля с плазмой но в этой схеме печиковской весь вся энергия выделяется исключительно в кинематическую энергию выброс нету места для нагрева сравнимой эффективности и для ускорения сравнимой эффективности альтернативная схема альтернативную схему описал паркер тут не хватало двух порядков по энергетике сарабацкий указал на специфическое свойство вот этой особой точки в чем что плохо во всем этом первое токовый слой по определению невероятно неустойчив он должен разорваться на токовые нити так называемый тиринг неустойчив или ее подвидами на временах дупли секунд второе как только вы начинаете нагревать плазму в ходе вспышки условия что скорость тока должна быть больше чем скорость звука начинает не срабатывать и за счет поглощения наемных ламеровских волнах у вас должно происходить автоматическое затухание турбулентности и самопогрешение вспышки то есть проблема оказалась не в том сколько и как организовать эту геометрию эту эвакуацию а в том насколько она стабильна не в том сколько ангелов поместится на конце углы а в том как долго они смогут продержаться в этом неустойчивом ванной весе дальше мы прорабатывали варианты что будет когда токовый слой разорвется на разные токовые нити они порвутся соответственно неустойчивостями пинчевых мод и получили вариант перкаляции тока исходного тока в хромосфере через случайную резисторную сеть содержащую как плохие домены и резисторы с очень турбулентной с очень высокой проводимостью так и нормальной с очень низкой проводимостью так и нормальной с очень высокой и в зависимости от плотности турбулентных доменов эта задача сводится к фазовному переходу с резким выделением увеличением мощности энерговыделения с самоорганизацией флуктуации и резким падением проводимости и энерговыделения это экспериментальная модуляция это такая же сеть из полимеров с дополнительными проводящими ядрами заключение наблюдаемое предспытичное равновесие магнитных полей над активной области далеко от статического потенциального бессилового с нейтральной или термогулярной точкой то есть то описание от того описания которое занимает 99% теоретических моделей публикованных сегодня в литературе современные наблюдения тонкой структуры магнитных полей над активной области вынуждает нас рассматривать в качестве базового состояния динамическое разновесие ансамбля тонких токомагнитных линий веселых внутри с сильной взаимодействием друг с другом и с окружающими фондами и стабилизированными мороженностью проводя отчет фотосферы именно эти структуры токомагнитные линии обеспечивают перкаляцию магнитных наопряжений с ансамбль перераспределяют запасенную свободную магнитную энергию сам организуют элементы ансамбля и финальная равновесие является не статичным но динамическим с постоянным перераспределением токов напряжений и рост а рост глобального тока до физического значения приводит к фазному переходу в воспоечное состояние скадно формирование ансамбля турбулентных токовых слоев второе диссипативные неустойчивости разрывают эти токовые слои и создают их наибазе резисторной сети двумя типами сопротивления такой подход двухуровневая перкаляция токов напряжений плюс неустойчивость токовых слоев с распадом на резисторные сети позволяет описать спичный феномен как фазовый переход перкалирующей сети и сам процесс спичного длинья как фазовый переход со степенным характером его амплитудных и энергетических зависимостей последнее замечание на сегодня 80 лет спустя проблема Джона Рона Жранеля когда он видел магнитную природу вспышка но не мог сказать ни слова о том как она реализуется мы пришли примерно к той же ситуации мы видим магнитный только магнитный скелет и мы видим как происходит его существование но мы не имеем сегодня сколь-нибудь приемлемой формы описания такого динамического равновесия и вспышенного наругоделения вот в этом ансамбле все спасибо я закончил алло спасибо вы перебрали минутку то есть времени на вопрос у нас минус одна минута пойму один короткий вопрос а вот вы сделали очень сильное утверждение что поперечные сечения петель уходящих высоко в корону постоянно а все таки какие-то детальные наблюдательные исследования тут были во-первых посмотрите своими глазами вот были перемерены масса жгутов на разных высотах вдоль одного этого жгута отличия толщины в пределах 30% а должно быть на порядок минимум для моделей стандартных жгутов если они создаются токами на уровне фотосферы хромосферы так что токи которые их формируют находятся в них ссылок никаких нет на эти работы такие работы были в самом начале я могу если надо дать ссылки потом была работа которая говорила что это наблюдение может быть объяснено тем что мы видим плазму а не магнитные поля а плазма при этом поле трубка широкая а плазма узкая но при этом говорила что это возможно только для определенных линий мягкого ультрафиолита и не в динамике если хотите я вам сейчас извините все 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 господа давайте очень коротко я хотел сказать что многие представления о солнечных сучках и ограничения они снимаются если рассматривать трехмерное пересоединение именно с этим связывается поиск наиболее эффективных механизмов высыпаться спасибо спасибо всем спасибо большое Леонычу за интересный содержательный забавно оформлен доклад мы много веселого узнали спасибо большое следующий докладчик Марина Михайловна Маша Кацова так Кацова у нас где Маша была только давай да спасибо значит вот видно презентацию сейчас будет видно видно давай на полный экран да да сейчас не хочет так минутку Машенька дважды F5 дважды она не хочет у тебя Windows или этот ну конечно это Windows все спасибо я прошу прощения значит я хочу начать свой доклад вспомнив Соломон Борисовича и его брата который тоже был физиком он окончил ядерное отделение физического факультета его карьера была вдвое более длинная он очень успешно заведовал лабораторией нейтронной физики в Дубне в объединенном институте ядерных исследований и всего три с половиной месяца не дожил до нашего мероприятия куда мы его собирались пригласить что касается меня я с Соломон Борисовичем познакомилась ну довольно рано я писала у него курсовую работу по подфотосферной по определению скорости подфотосферной конвекции потом я писала дипломную работу у него рассматривались вопросы нагрева хромосферы ансамблем слабых ударных волн там делалась попытка построения модели хромосферы и мы пытались оценить размер зоны ионизации вокруг звезды спектрального класса ЖКМ которая образуется жестким излучением короны и хромосферы звезды тогда данных о корон практически не существовало и собственно вот первая работа Солома Борисовича диссипации короны она указывала на то то что вот испарение стационарной ситуации является термостатирующим процессом и позволяло оценить температуру короны последующие наблюдения показали что эти оценки были не вполне справедливыми поскольку там даже в газодинамические уравнения для истечения входит свободным параметром температура и механизм нагрева остается неясен до сих пор после этого вот Солома Борисович обсуждала эти проблемы и с Свездом Самойловичем с Ральдом Генчем Гершбергом и уже вот по прошествии почти 20 лет ими была высказана идея о том что физические процессы активных активные на Солнце и звездах могут иметь общую природу здесь я буду рассматривать те наблюдательные данные которые появились за последние 50 лет которые в общем подтверждают эту идею и позволяют представить сценарий эволюции активности солнечно-звездного характера и прежде всего я буду рассматривать вспышки данные по которым наиболее были представлены вот уже в середине 80-х годов здесь то есть в первую очередь я буду рассматривать нестационарный процесс значит здесь вот представлены энергии частота появления вспышек на красных карликах которые представляют собой фактически ну единую такую последовательность начинающуюся с очень высоких энергий вспышек 10-36-й 10-37-й которые происходят на звездах типа Тетельца на звездах в очень молодых скоплениях Ориона и естественно продолжаются до звезд солнечной окрестностей это красные карлики звезды малой массы до от 0,5 до 0,1 солнечной массы и в эту же последовательность вписываются собственно солнечные вспышки частота которых вот здесь указано для максимума и минимума и можно сказать что импульсные вспышки на красных карликах имеют ту же магнитную природу что и на Солнце вот я приведу несколько примеров вспышек которые были наблюдались на кеплере для одного из красных карликов вот спектрального класса М4 и их собственно кривые блеска это временные профили вспышек вспышки в одном канале но это континуум оптический значит мышь исчез здесь быстрый рост и постепенный спад характеризуются они действительно импульсным характером и имеют при этом довольно разные временные профили здесь можно говорить о том что амплитуда и энергия и длительность они все более или менее взаимосвязаны вот свежая статистика по данным Кеплера которая упоминалась в докладе Ильи Германовича она показывает что энергетика этих вспышек она все-таки не превышает нескольких единиц на 10.35 даже для самых мощных событий на этих звездах а в среднем это вспышки порядка 10.34 я напомню что это полная энергия то есть за все время вспышки это может быть и минуты и часы тем не менее вот благодаря усилиям солнечники сделали доброе дело они посмотрели на солнечные вспышки солнца как звезды в потоке линии вернее в континууме около 1600 ангстрем около резонансной линии гелия и сделали по сотне вспышек примерно кривые блеска солнечных вспышек и сравнили их с тем что наблюдается на звезде той же звезде которую я только что показывала голубая кривая блеска и средние на всех этих картинках соответствуют звездным вспышкам и можно себе представить что примерно характер вспышечной активности одинаковый это Лариса Кошапова с авторами работа буквально месяц назад появилась в Астропе мы можем выделить три собственно что такое солнечная вспышка это нарушение устойчивости МГД конфигурации выброс коронального вещества внезапное выделение энергии формирование системы вспышечных петель заполненной горячей плазмой и по длительности это могут быть в рентгеновском диапазоне короткие вспышки 30-минутные и несколько часов и собственно вот сценарий который рассматривал с газодинамической модели это действительно отклик хромосферы на нагрев потоками тепла и ускоренных электронов происходит взрывное испарение и одновременно формируется вот низкотемпературная конденсация о которой речь шла в первом докладе Александра Косовичева действительно модель газодинамическая Костюка Пикельнер получила развитие в нашей с ним работе под руководством Лившица для солнечных и звездных вспышек и затем в 85-м году было много работ группы Фишера Джорджа Фишера которые в общем рассмотрел очень детально этот процесс и сейчас действительно существует свыше сотни работ в том числе и по программе РАДИМ которая применяется активно к звездным вспышкам хотя в общем большого успеха ну в общем там есть свои проблемы нами в 97-м году было выполнено газодинамическое моделирование для звездной вспышки с учетом двухтемпературного рассмотрения ну значит дальше я покажу несколько примеров звездных вспышек которые мы интерпретировали в рамках нашего подхода и которые представляют разные модели разные возможности которые реализуются на звездах эта вспышка на позднем карлике там Яку Пегаса наблюдалась на Росате и в оптике в полосе Б она ну довольно короткая это 5 минут и видно что вспышечные петли сформированы это вот кривая блеск Росат но рентген очень быстро затухает и фактически это ну такая каноническая вспышка можно сказать что в одной петле происходило значит вспышка на звезде ЦН лево тоже очень маленький красный карлик которая напоминает день Бастилии тем что продолжительность мягкого рентгена там ну происходит в течение там нескольких по крайней мере полутора часов и это есть собственно результат формирования очень большой системы горячих петель при этом вспышка в полосе У она довольно быстро заканчивается и дальше вот фактически наблюдение на XMM ньютоне рентгена показывали наличие очень высоко ионизованных линий высоко ионизованных ионов и это можно рассматривать как аналог большой солнечной вспышки класса X на солнце далее вот та же вспышка о которой речь сла уже которая произошла в день празднования взятия бастилии она может рассматриваться как вспышка с ускорением частиц до очень высоких энергий и здесь выделены источники жесткого рентгена и белой вспышки и есть область когда произошло произошла гамма вспышка то есть в этом смысле вот это есть явление где происходит эффективное ускорение частиц это солнечные космические лучи другие несколько примеров они уже относятся к ультрафиолетовым рентгеновским данным это длительные вспышки которые происходят тоже отчасти на красном карлике это вот две левые два левых рисунка это вспышка на звезде ау микроскопа которая в канале ультра экстрем ультравайлит эксплорер продолжалась в течение двух дней с несколькими спайками дополнительного выделения энергии и в линии ферм 18 94 ангстойма это нижняя левая картинка значит кроме того наблюдалась длительная вспышка в течение там больше чем суток на компоненте двойной системе типа РС гонщик ПСОВ это две активно звезды которые в общем тоже моделировалась и в принципе здесь можно было предложить модель когда вспышка связана не только с эволюцией локальных магнитных полей но здесь играет большую роль крупномасштабное поле то есть здесь есть дополнительное идет выделение энергии за счет пересоединения вертикальным токовым слоем который в общем подпитывает и обеспечивает длительное свечение дальше я покажу два примера вспышки которые ни на что не похожи они не как не вписываются в солнечные аналогии это вспышка на звезде ЦН-Лео которая наблюдалась на XMM-Ньютоне в рентгене и на оптическом мониторе в рентгене там было полное насыщение ее даже невозможно было наблюдать но там импульс очень короткий два импульса разделенные пятью секундами максимум длительность полная около 600 секунд и спектральные данные показывают что там абсолютно не типичные для обычных вспышек идут профили линий то есть там разлет вещества на все четыре стороны грубо говоря происходит ну вот еще причем амплитуда здесь по фотометрии превышала семь звездных величин это совершенно колоссальная величина для красного карлика хотя некоторые такие события все-таки наблюдаются дальше я еще покажу большие вспышки которые тоже не очень хорошо ну с трудом находят объяснения в рамках обычного подхода это вспышка на Аделео Хоули Петерсона которая превышала по энергетике 10.34 длилась около больше свыше четырех часов это вспышка которую мне несколько лет назад показал Бьерн Петерсон из своих архивов которая достигала тоже семи величин энергия в ней была тоже близка вспышка на Евы Лацерта 1 ноября 91 года энергетика тоже достигала 10.34 причем энерговыделение было 4 на 10.31 это очень это по энерговыделению одна из самых сильных вспышек на красном карлике что касается ну вот я перейду очень коротко к тому что на солнце происходит то что о чем говорил Илья Германович значит есть действительно некоторые аналогии классификации вот этих мощных событий если там допустим вспышка 10 сентября в смысле 6 сентября 17 года соответствовала там х 9 и 3 то в ноябре 2003 года это х 28 и в принципе мы делали оценки по рассматривая энергетические возможности магнитных полей на солнце и можем сказать с уверенностью что на современном солнце вспышки свыше чем 3 свыше 3 на 10 32 то есть х 30 примерно происходить не могут ну вот тоже упоминавшиеся вспышки которые были 774 75 годов они довольно мощные там вот оценки энергии это примерно 2 на 10 33 тоже работа недавно появившаяся так что мы можем сказать что даже если в прошлом такие вспышки происходили то сейчас нам особенно беспокоиться нечего хотя даже х10 может привести к многим проблемам на земле по части связи теперь я перейду к другим масштабам и к другим временным масштабам и к другим энергиям и хочу сказать что ну жизнь наша состоит не только из хороших моментов но из потерь так вот жизнь звезды на главной последовательности она связана в основном с потерями но это потеря углового момента и именно характером этих потерь и тем механизмом который заложен это будет определяться дальнейшая эволюция звезды и активность и активных процессов которые на них происходят значит если принять что потери углового момента связаны с потерей массы за счет замагниченного звездного ветра то во-первых можно определить задав какую-то модель или взяв наблюдение о вращении звезды определить потери массы в разных ситуациях в разных этапах эволюции и рассмотреть как эволюционирует активность на звезде когда она уже попала на главную последовательность ну я хочу сказать что вот те параметры с которыми звезда приходит на главную последовательность они мало меняются но они несколько различаются и определяют дальнейшую судьбу в общем эволюции активности оценки энергии осевого вращения достаточно чтобы обеспечить развитие активных процессов ну вот здесь мы делали некоторые оценки что для излучения поддержания излучения короны в активном солнце на уровне 1027 в секунду достаточно энергии этого вращения на примерно 10-8 лет сейчас мы на самом деле находимся в той ситуации когда у солнца очень слабая корона по сравнению с такими же звездами его же возраста поэтому в общем эта оценка достаточно актуальная вот собственно связь вращения с активностью первым показан ну было показано в работе Эндрюс Куманича который до сих пор работает и собственно развивает эту идею она широко используется и послужила основой методы гирохронологии когда по темпу вращения можно оценить возраст значит вот самый первый левый рисунок его из его работы который показывает затухание эмиссии кальция нижнепрямая вращение этого синус и обилие лития на протяжении нескольких миллиардов лет значит от ну от 1 миллиона до 10 миллиардов сейчас ясно что эта зависимость она работает только для звезд с возрастом после 1 миллиарда лет для более ранних этапов развития звезды нужно все-таки учитывать то что там эволюция активно вращение происходит неравномерно и с этим связано то что мы можем каким-то образом определить этапы эволюции и наконец вот последние работы которые уже сделаны по магнитным полям звездам они определили эмпирические тренды с возрастом и вращением где в общем тоже видно виден закон затухания который примерно такой же если в законе Скуманича показатель степени 0,5 то здесь 0,65 66 это в общем очень похоже то есть это на самом деле основа такой магнета хронологии то есть оценки возраста звезды по интенсивности магнитного поля но с полями ситуация сложнее поскольку там есть спектрополириметрические измерения есть измерения другого типа которые меряют разные компоненты магнитного поля которые вносят разный вклад в развитие активности поэтому здесь это не так однозначно ну вот наблюдение областей звездообразования и молодых рассеянных скоплений показывает что на стадии гравитационного сжатия звезда сначала ускоряется вот период уменьшается там от 8 допустим до примерно 2 дней в течение там 10-20 миллиардов лет и это примерно время когда звезда попадает на главную последовательность и дальше происходит небольшое ну небольшое тоже ускорение а потом начинает работать вот замагниченный звездный ветер и периоды начинают расти то есть звезда тормозится это впервые было показано когда посмотрели на сравнили звезды Ашка проекта который был инициирован для анализа долговременной хромосферной активности в 65 году Олином Вилсоном и был реализован уже к середине 90-х годов о чем я тоже буду говорить и сравнили тоже с анализом вращения звездных скоплений первая картинка это данные Сёдор Блома и Барнеса относящиеся к 81-му году и вот это совсем новая картинка по большему количеству скоплений которая показывает что быстрые звезды очень в смысле быстро вращающиеся звезды и скопления исчезают на протяжении ну нескольких миллионов лет сотен миллионов лет то есть если я не знаю видны ли здесь цифры но здесь вот плеяды геады и солнечные окрестности мы видим что звезд периодами вот один день становится все меньше и меньше по мере того как мы переходим к более старшим более взрослым звездам грубо говоря примерно то же самое видно и на этой картинке то есть здесь области звездообразования и очень молодые скопления и по мере увеличения возраста остаются только периоды то есть периоды сутки исчезают и остаются периоды в десятки дней ну вот есть была предложена тоже недавно модель улучшенная модель эволюции углового момента потери углового момента которая вот здесь для звезды солнечной массы видно что собственно вот потеря момента идет очень неравномерно и мы можем говорить о чем-то более или менее ну вот совпадающем с гирохронологией с Куманич только после одного миллиарда лет а до этого времени ну здесь разные модели но при этом вот для солнечной массы это происходит где-то на 30 примерно миллионах лет до этого это можно считать что это раннее солнце потом это молодое солнце и так далее а здесь для звезд разной массы вот это солнечная картинка а это звезды меньшей массы которые эволюционируют гораздо медленнее сами по себе и эволюция активности у них происходит ну тоже совершенно в другом темпе грубо говоря то есть для них вот этот период быстрого вращения период молодости он затягивается до по самой не могу и чтобы как-то исследовать физические характеристики звездной активности это короны и хромосферы для звезд разного возраста был организован в начале 90-х годов проект солнца во времени the sun in time для которого было отобрано несколько звезд вот здесь представлено 5 звезд включая солнце для которых проанализированы рентгеновские ультрафида фиолетовые наблюдения было показано что чем мало вот здесь на правой верхней картинке данные потоки на одной астрономической единице для мягкого рентгеновского излучения для звезды ЕК дракона эта оценка была 130 миллионов лет затем звезда с возрастом 300 миллионов КПЦ это 750 миллионов лет и далее более старшие более старые звезды и последняя звезда старше солнца видно что потоки в жесткой области они ослабляются по мере старения звезды и ну то есть молодая звезда имеет более жесткую более жесткий спектр коронального излучения чем чем даже солнце и так далее значит вот в середине рисунок который показывает температуру корон солнечных аналогов в зависимости от возраста и тоже видно что чем там внизу потоки рентгеновского излучения и температуру корон и можно сказать с уверенностью что чем звезда моложе тем у нее более горячая корона это же видно вот на распределении меры эмиссии вот температуры которая была выполнена для звезды эпселина и редана для к звезд двух к звезд активных и сравнена с активными областями на солнце вот допустим кривая красная это ну более-менее спокойная активные области на солнце имеют максимум где-то около 4 миллионов градусов более спокойное солнце это 2 миллиона и для к звезд это в общем достигает 6 5-6 миллионов градусов то есть короны активных звезд заведомо горячее чем солнечные то же самое эффект обнаружен был в поток ультрафиолета по данным галикса для здесь данные по линии О6 это данные извините другой инструмент фузы О6 и О3 значит и видно что по наблюдениям выполнен только для красных карликов тоже связь довольно очевидная нами была выполнена оценка потока для примерно в этой не в этой же а в области 1300 1750 ангстрем для того чтобы сравнить это с современным солнцем да хорошо скоро скоро кончу в общем мы показали что у раннего солнца поток в ультрафиолете в 7 раз выше чем у современного а это существенно поскольку в ту эпоху формировалась земля и жизнь на земле и это важно для всяких оценок появления биосферы значит нами выполнена была построена диаграмма которая показывает возможные пути эволюции активности сопоставления хромосферного и кронального излучения с учетом данных по литию из которого видно что гирохронология все-таки хороша но она представляет интерес для звезд уже с периодами вращения больше 10 дней что касается более молодых звезд то вот здесь есть уровень насыщения который в общем-то куда попадают очень молодые активные звезды и видно что существует в общем некий путь эволюции активности в связи который показывает что хромосферные потоньки падают гораздо быстрее чем излучение короны то есть мы видим много звезд с сильным рентгеном и с довольно слабым хромосферным излучением а хромосфера связана с крупномасштабным полем то есть здесь можно говорить о том что крупномасштабное поле затухает быстрее чем мелкомасштабное исследование коронального излучения всех звезд показало существование режима насыщенной активности и режима когда не зависит от вращения поток рентгеновского излучения в короне и режима солнечной активности где явная связь с вращением существует и мы полагаем что ветвь где есть связь с вращением мы ее называем активностью солнечного типа и там происходит формирование цикла когда мы рассмотрели более детально для разных спектральных классов мы поняли что вот в работе Низамова что для G звезд это на периодах вращения около одних суток для K звезд трое суток а для M звезд циклы могут начинаться после периодов 7 суток мы сравнили солнечные результаты которые показаны здесь справа по анализу долговременной перемены 120 140 летний цикл площадей солнечных пятен в которых четко виден 11-летний цикл активности и сравнили с примерно такой же длительностью данных для звезды V833 Тельца где фактически отсутствует такой выделенный пик но существует много мелких таких как вот допустим здесь для солнца если мы ограничим наш ряд допустим двумя циклами совершенно вышло время уже хорошо все на вопрос вычерпали все хорошо значит вот этот цикл обнаруженный магнитный на к звезде и этот цикл который на будущем солнце грубо говоря когда солнце затормозится до ну вдвое медленнее здесь мы оценили параметры звезд на разных этапах эволюции активности для близнецов молодого солнца для раннего солнца ну в общем эти данные собственно есть мы их уже публиковали это есть иллюстрация эволюции трехмерной моделирования звездных ветров которые тоже показывают что со временем распределение полей меняется и естественно меняется тогда форма альфиновских поверхностей истечение может на 2-3 порядка превышать современные солнечные значения ну и собственно вот выводы которые мы я в этой работе могу сделать это то что вот звездный магнетизм определяет эволюцию активности по крайней мере начиная со 150 миллионов лет и можно эпоху эволюции активности разделить на эпоху раннего солнца где солнце вращается в 10 20 раз быстрее чем сегодня эпоху молодого солнца где вдвое быстрее чем теперь эпоху медленного солнца так что в каждой эпохе разные индикаторы активности ведут себя по-разному и нужно это учитывать ну и есть режим насыщения и мы можем сказать что все невероятные все что выходит за рамки солнечно-звездных аналогий на звездах оно относится к эпохе режима насыщенной активности когда работают в общем возможно работают другие механизмы я хочу сказать что в этих эти идеи были развиты вместе с Михаил Аркадьевичем Лившицем которого не стало три года назад и в общем он был ближайшим учеником Соломон Борисовичем и мы собственно обсуждали они свои вопросы и проблемы буквально за несколько дней до кончины так что спасибо за внимание вот я еще раз показываю книгу где содержатся многие вещи о которых я говорила и где собрана фактически это есть энциклопедия того о чем мы занимаемся в настоящее время спасибо 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 ну время вышло сильно но один вопрос пойму так я прошу там вот переговоры по другим докладам не ведите в общем чате это неправильно по отношению к докладчику к отцов так один вопрос пойму так нет вопроса ну Майя Михайловна спасибо вам большое значит следующий доклад у нас будет в зале это Александр Владимирович Гетлинг вариации подфотосферы зональных и меридиональных течений 24-го солнечной активности доставай доставай Так, нас слышно? Какая разница? Так, коллеги, нас слышно? Да, вас хорошо слышно. Отлично. Так. Если кто не знает, где это? Я хочу рассказать о том, что удалось извлечь из геористомологических данных по крупномасштабным течениям на Солнце. Я должен подчеркнуть, что я все время объединяю, ставлю рядом эти слова зональная и медианальная, или там дифференциальное вращение, медианальная циркуляция. Потому что это две стороны единого процесса, единого круга явлений. И, наверное, только вопрос времени, чтобы появился термин, который объединял бы все это одним словом. Так же, как электричество и магнетизм. Были понятия электричества и магнетизм, потом появился электромагнетизм. И это точнее, потому что это все две стороны одной медали. Я хочу напомнить, что с тех пор, как стали изучать достаточно детально картину дифференциального вращения Солнца, обнаружилось, что наблюдается картина бегущих таких крутильных волн, чередование широтных зон, ускоренной и замедленной. Вот первой работой была работа Фоот де Лабонт 80-го года. А медианальная циркуляция тоже при начале измерялась по поверхностным данным. А вот, начиная с 2002 года, тут применили уже метод кольцевых диаграмм, обнаружили, что имеется какая-то добавочная циркуляционная ячейка под поверхностью, очень изменчиво. Потом дальнейшее развитие этих исследований показало, что вот действительно какая-то есть еще высшая гармоника в этом самом картине нерезионального течения. Мы работали с данными пространственно-временной гелиосейсмологии по наблюдениям HMI инструментов. И поскольку тут очень быстро идет накопление данных, то, в общем, приходится к одним и тем же вопросам периодически возвращаться и протягивать эти самые временные ряды на новые периоды, на более длительные. Вот у нас здесь рассмотрен интервал с мая 2010 года по сентябрь 2020. Данные относились к 8-ми подфотосферным уровням. Вот они здесь выписаны. Глубины от половины мегаметра до 19-ти. Обрабатывались они таким образом, что вот брались такие вот широтные поясочки зональные, усреднялись и VX, и VY, и азимутальные компоненты, и меридиональные. Усреднялись по этим поясам и по широте и по долготе. А потом для полученных величинам применялась процедура вычисления скользящих средних. Вот это X и UY – это скользящие средние от этих значений с разными окнами от 45 суток до целого года и шагом в 10. А потом из каждого полученного поля вычитали средние за весь рассматриваемый период. Что показал анализ дифференциального вращения? Вот сейчас я буду показывать вот такие диаграммы. Время широта. Здесь вот по горизонтальной оси годы отложены, по вертикальной широты. Первая картинка относится к магнитным полям. Магнитные поля изменяли. Вот, кто тут обращает на себя внимание, то, что очень хорошо виден период наибольшей активности и его широтное расположение. Это вот в основном все в 2014 году. Ну, ничего, постепенно растало к 2014 году. На нижней картинке здесь уже данные о дифференциальном вращении. Цветом показана величина. Вращение на величина зонального течения на данной широте. Кроме того, здесь наложен график красной линии. Это вот число 5. Эта картинка относится к усреднению по 45-суточным интервалам. Поэтому здесь все-таки просматриваются в полярных областях вот такие вот максимумы с интервалом в один год как раз. А в южной полярной области они тоже есть, но они сдвинуты на полпериода, сдвинуты по фазе. Эти вещи, так сказать, естественным образом интерпретируются как результат изменений наклона оси Солнца к нашему лучу зрения. Поэтому к физике Солнце оно отношения не имеет. И мы дальше рассматривали только данные, усредненные за годовой период, где эти самые флюктурации исключены. Вот что показало анализ данных вот этого усредненного значения. Значит, здесь у меня так. Вот эти четыре диаграммы, они все относятся к отклонениям от среднего, я имею в виду среднего, по всему периоду наблюдений. А четыре картинки – это четыре глубинных уровня. Видите, полмегаметра, четыре мегаметра, восемь с половиной и девятнадцать. Ну, прежде всего, бросаются в глаза вот эта вот характерная картина крутильных колебаний, такие кореновидные структуры ускоренного течения и замедленного. Синенькое замедленное, красное ускоренное. Ну, если говорить не только о широтном распределении, а уже и о самих скоростях, которые, конечно же, цветом не так четко передаются, но все-таки уловить можно. Видно, что вот здесь вот самые большие скорости приходятся на период высокой активности солнечной. И причем не только по времени совпадает, но и по широте с зонами пятнообразования. Вот эти вот мелкие такие фигурки, эти контурочки маленькие – это среднемесячные значения магнитного поля. То есть тут красная линия – это пятна, а красная кривая вот эта вот. А наложены на диаграмму контуры магнитных полей, и видно, что здесь очень хорошее совпадение и по широте, и по времени. Причем вот у нас главный максимум активности, здесь самые большие скорости. А здесь вот то, что я называю вторичным максимумом, более короткий по времени. И здесь тоже наблюдается, так сказать, локальный максимум этих самых течений. Видно, что вот эти самые структуры протягиваются на очень большие интервалы. То есть вот все это ложится, уже раньше была высказана идея, что полный период этих самых крутильных колебаний – это, в общем-то, два солнечных цикла. Примерно 22 года их это называют расширенным солнечным циклом. Вот здесь это все очень хорошо прослеживается. Ну, конечно, 22 года мы здесь не охватили. Нужно еще несколько циклов вообще подождать, чтобы с уверенностью обо всем этом говорить. Но, по крайней мере, вот видите, вот эта структура тянется сюда. Вот она отсюда буквально идет от начала. Точно так же эта структура, связанная с замедленным вращением, она вот откуда простирается. Ну, и если так это постараться проэкстраполировать, как-то вот так вот эту кленовидную структуру, то как раз и получится расширенный солнечный цикл 22-летний. Вот эти все картинки более-менее похожи на всех глубинах, просто чисто визуально совпадают, и можно уже, так сказать, на них больше не останавливаться. Пойдем дальше. В первом приближении дифференциальное вращение симметрично относительно экватора, то есть представлено четной функцией. Ну, это в первом приближении. Предыдущие картинки уже показали нам, что на самом деле там асимметрия довольно большая. Самые большие скорости были в южном полушарии. И вот здесь представлены две компоненты. Значит, это самое полное дифференциальное вращение зональной скорости представлены в виде суммы симметричной относительно экватора составляющей и антисимметричной. Вот верхняя картинка – это симметричная, и нижняя картинка – антисимметричная. Что здесь интересно? Что вот эта самая антисимметричная составляющая, она тоже больше себя проявляет в период большой активности. Вот внизу здесь графики среднеквадратичных значений этих самых двух компонентов. То есть это, в общем-то, грубо говоря, амплитуда той и другой составляющей. И вот видно, что все это, вот эти самые амплитуды, амплитуда симметричной составляющей, то есть основной, она несколько спадает к минимуму активности, а потом начинает быстро нарастать. То есть вообще вот и здесь же нарастают сами скорости. То есть вот приближение нового солнечного цикла отмечено, во-первых, ускорением этих самых зональных течений, и, во-вторых, их симметризацией. Вот этот быстрый рост. Видно, что здесь симметричный компонент уже во много раз превосходит по амплитуде антисимметричную. И вот это, значит, можно трактовать как предвестник нового цикла активности. А это вот тоже самое, на более глубоком уровне. Тут все очень похоже. Теперь меридиональные течения. Здесь у меня картинки так расположены. Слева, собственно, сами течения усредненные на двух глубинах 0,5 и 4 мегаметра. А справа отклонения от среднего. Если дифференциальные значения там были только отклонения. Да, там я показывал отклонения. То есть здесь вот и полные значения, и отклонения. Что здесь интересного? Вот видите, здесь, к сожалению, мышка плохо видна. Вот здесь вот... Что? Ничего, хорошо. Да, вот перед этим как-то было. Опять же, здесь есть некая особенность в период большой активности. И состоит эта особенность в том, что мы видим. Вот здесь вот скорость течения к полюсу понижена, здесь вот повышена. Здесь вот тоже повышена уже к другому полюсе, здесь понижена. То есть это такое впечатление, что наложена вот эта самая вторая гармоника. Но если здесь на близи поверхности знак скорости все-таки не меняется, то есть вот здесь течение тоже направлено к полюсу, но несколько медленнее, чем здесь, то вот на большем глубине здесь происходит уже обращение. Здесь, видите, вот знак изменился. Здесь голубеньким видно, это уже отрицательная скорость. Здесь желтеньким, это положительное, то есть направленное к экватору. То есть вот под поверхностью уже мы видим эту самую высшую гармонику, которая даже настолько большую амплитуду имеет, что она меняет знак полной скорости. Вот. Но здесь вот отклонение от среднего. Здесь это все тоже можно прослеживать. На большей глубине вот это тоже видно такое обращение. Вот. А если говорить о симметричной и антисимметричной компоненте, то, значит, вот здесь можно так. Тут ведь уже будет наоборот. Основная составляющая антисимметричная, то есть нечетная функция широты, а на нее накладывается симметричная. Так вот здесь, значит, амплитуда этой самой антисимметричной компоненты много больше, чем амплитуда симметричной, не очень сильно влияет со временем. Есть некоторая такая вот депрессия в период высокой активности. А вот здесь вот, если взять отклонение... Да, здесь, значит, это полная скорость, а здесь вот составляющие полной скорости, а здесь отклонение. Вот видите, здесь антисимметричная, она вот... И симметричные более-менее меняются одинаково, и ход их похож на ход числа пятен. А вот здесь вот с периода от минимума к началу среднего цикла симметричное возмущение, оно слабеет, слабеет, зато антисимметричные очень сильно возрастают. Ну, это вот тоже самое на более глубоком уровне. В качестве выводов можно сказать, что, ну, во-первых, что эта общая картина хорошо согласуется с представлением о расширенном цикле. Скорости в ускоренных этих полосах были максимальны в эпохе и на широтах наивысшей аксивности. Это вот эти пятнышки на диаграмме. Быстрый рот зональных скоростей и симметризации зональных течений выглядели как предвестники начала 25-го цикла. В меридиональном течении наблюдалась высшая гармоника меридионального течения. И, значит, симметричная компонента меридионального течения была мала в период минимума активности, а расширенный солнечный цикл проявлял себя в реакции к меридиональной цикликуляции. Ну, так же, наверное, как все, кто знал Соломон Борисовича, я считаю большим подарком судьбы то, что мне довелось с ним контактировать. Самое интересное, моя первая с ним встреча произошла, когда мне было 15 лет, и он меня консультировал по вопросам наблюдений солнца. Так что вот можно только гадать, с каким бы энтузиазмом отнесся бы Соломон Борисович, если бы он застал эпоху гелиосейсмологии, как бы активно, наверное, включился в эти исследования, может быть, сам приложил руку к разработке этих самых гелиосейсмометодов. Все, спасибо. Спасибо. Попросы кто-нибудь хочет задать? А можно спросить? Вот нас этих самых, те, кто занимается теорией динамо, больше всего волнуют даже не сами скорости, а градиенты скоростей. Что-нибудь по поводу градиента дифференциальной скорости вращения? Вы можете сказать? Ну, где он максимальный, какой средний? А, ну, это, знаете, что я так вот с лету вам сразу не опишу словами. Грубо хотя бы, грубо. Ну, грубо. Хорошо, попробуй. Сейчас. Так, ну, я все закрыл. Там порядки величин, неважно там как. Ну, порядки нет, я так скажу, не скажу. Надо смазать и оценивать. Что, подвинуть? Да назад я хотел промотать. Ну, вот крутите колесико. Ну, да, да, да. Ну, вот видите, собственно, так вот видно, что там, где вот эти все картины резче, там, естественно, эти градиенты больше. Вот. Здесь можно это проследить вот по этим самым… А, нет, ну, здесь не широтный, здесь временной код. Просто надо анализировать вот эти самые диаграммы. Здесь вот я говорю, просто кредиент проявляет себя в этой самой врезкости этих полосок ускоренного и замедленного вращения. Вот. Ну, а числа – это уже второй вопрос, это я, конечно, не готов вам сразу сейчас сказать. Спасибо, Владимир. Большое спасибо, мы должны двигаться дальше. Я тут получил замечание от участника, что мы не даем времени на дискуссии. Извините, прошло пять докладов. Из пяти докладов, из пяти докладчиков уложился в регламент один. Вот. Мы сдвинуты уже во времени практически на полчаса. У нас сегодня не очень длинное заседание по сумме, и оно закончится должно где-то, ну, в половине четвертого, если учитывать уже имеющуюся задержку. Если председатель, действующий на второй половине заседания – это буду не я – устроит в конце дискуссии, он в своем праве, будем рады. Вообще, конференции, тут говорилось в пользу онлайн-конференции, я скажу против онлайн-конференции. Смысл конференции, кроме всего, это общение людей в кулуарах, чего сейчас, увы, мы с вами лишены. Так, идем дальше по программе. Следующий доклад у нас – это Наговицын-Певцов. Юрий Анатольевич, вы здесь? Да. Вы готовы загрузить диссертацию? Да, конечно. Презентацию? Презентацию. Из любой презентации можно сделать диссертацию, но ему уже не надо, у него уже все будет. Ну вот, я нажимаю «демонстрация», не проходит. Так, у вас открыта сама демонстрация? Открыта, открыта. Вы после этого должны нажать зеленую кнопку «демонстрация экрана» и выбрать. Вам на выбор он появится. Она предлагает выбрать, надо выбрать. Надо выбрать. Во, есть. Во, уже лучше, уже лучше. Полный экран, давайте. Так, все. Калинин, пошел. Название доклада вот здесь видно. Это наша совместная работа с Алексеем Певцовым, в которой мы уже давно сотрудничаем. Я начну вначале, просто расскажу, что такое модели цитричности. Вообще, построение математической модели цитричности имеет очень большую историю. Это конец 19 века, начало 20 века, где семена не комбо есть, например. Наиболее часто использовался гармонический подход в различных модификациях. То есть, солнечная активность представлялась как совокупность гармонических компонентов. Ну, чуть больше 20 лет назад нами была представлена математическая модель солнечной цитричности на основе уравнения Дуффинга с кубической неренейностью. С теренейным гемпфированием. Вот здесь приведена амплитудно-частотная зависимость для этой модели. Здесь нехорошо, что нехорошо. Вот тут две ветви. Возможно, это связано с тем, что версия солнечных пятен в те времена была недостаточно хорошей. Сейчас она улучшена. И вот мы решили для более надежных данных снова повторить эту работу. К тому же, как отмечал Илья Условский в своей работе, ранние оценки Шоуа для Мандеровского имениума были несколько завышены. А сейчас появились более хорошие данные. Задача этой работы – повторить исследование на основе новых данных и новых результатов. Вначале немножко об основных законах, правилах и особенностях солнечной циклинических. Ну, первое – это широко известный закон Швабе-Вольфа, 15-летний цикл существует на Солнце. Второе – это правила Гневышева Оля и закон Хейла. Гневышев и Оль показали, что вот в парах четный и последующий нечетный, и во второй паре нечетный и последующий нечетный, коррелирует хорошо первая пара и плохо коррелирует вторая пара. Это позволило факторам сформулировать положение о том, что есть не является не 11-летний, а 22-летний цикл. Ну и тем более, что в соседних циклах по закону Хейла полярности меняют знак. Таким образом, изменение активности в двух соседних циклах можно представить со знаками плюсов, минус, формира, тем самым знака перемен, 22-летний, мобильный цикл. Это не новая мысль. Это впервые сделал Андерсон, потом сделал Брэйслер в середине 60-х годов. Этим часто пользуются теоретически. Следующая проблема – цикл номер 4. По вневышевую волю их правила имеют исключение. Пару циклов 4 из 5. В то же время, если предположить, что на ветви спада весьма длительного цикла номер 4 существует малый, потерянный, так называемый цикл, что впервые отметил Ведяус Соскин, то правило вневышевой воли восстанавливается на всем наблюдательном материале. Далее, правило Вальдмайера. Вальдмайер сформулировал правило, чем короче ли это просто один средний цикл, тем больше его амплитуды. Это свойство может быть интерпретировано, если рассматривать в солнечной цикленности в рамках теории колебаний как зависимость амплитудных характеристик цикла от временных частот, что указывает на нелинейные циклы колебания. Мы знаем, что для линейных колебаний амплитуда и частота не взаимосвязаны, они определяются частотой свойствами системы, амплитуда начальными условиями, а вот для нелинейных колебаний уже образуется некая связь. Далее, поведение частоты амплитуд цикла. Котове и Соланке показали, это была интересная очень работа, что изменение длины 11-летнего цикла предшествует изменению последующей амплитуды. То есть, в рамках теории колебаний временные частотные изменения при порядке к амплитуде. Далее, цифреческ на большой временной шкале. Мы знаем, что кроме 11-летнего цикла существуют еще и более длинные циклы, циклы Альберг, циклы Зюса, еще более длинные циклы, вплоть до цикла Хальштадта. Молчаливо предполагается, что они аддитивны. Ну и вот последнее. Ряд чисел Вольфа и Гильбо-версий. В 15-м году на Генеральной Ассамблее МАЗ в ГНЛУ были предложены по-новому структуированные версии. Рядок чисел Вольфа, Sunspot Number, и групп 5, с Вальгардыша. Теперь немножко поговорим о слабонелинейной колебательной системе с внешнепериодическим воздействием, то есть уравнении Дуффинга. Уравнение Дуффинга представлено вот здесь. Ну, прежде всего, оно похоже на уравнение линейных колебаний, ну, кроме вот этого члена. Что такое этот член? На самом деле, вот этого х и х в кубе это разложение в порядке Макклорена возвращающей силы в их механической аналогии. Здесь нет члена х в квадрат, поскольку предполагается, что возвращающая сила симметрична. Если был бы х в квадрат, она могла бы быть несимметрична. Мы предлагаем именно вот такое решение. Для таких систем слабонелинейных уравнений давно уже разработаны асинтетические методы решения Крылова-Боголюбова. Важным способом представления решения этих уравнений является амплитудно-частотная зависимость, которая характеризует как бы портрет системы принтер-канер. Вот здесь вот это уравнение и вот ее амплитудно-частотная партнета. Оно показывает, как изменяется решение в зависимости от изменения частоты внешнего воздействия. То есть вот здесь есть основная ветвь. Вот это. Есть вторичная ветвь. При увеличении частоты при достижении точки Б амплитуда срывается на нижний ветвь. Дальше может идти сюда, либо сюда. И дальше может вернуться на главную ветвь. Это так называемый гистерризис. Вот. Но нужно еще заметить, что уравнение только не просто служит амплитудно-часто, но и дается цикл. Оно выводится в частности вот в работе Лопеса 2014 года из украшенных уравнений динамо. Лоу-ордер и динамо-модель. Данные для интервала с 1700 по 2017 год мы используем версию 2.0 с Unspot Number. Для 17 века мы используем новую версию с Вальгардой Шаттой. Для совмещения используем некоторое линейное соотношение. Согласно предыдущим работам, которые мы уже упоминали, упоминали, добавим на ветви спада цикла 4 дополнительный слабый цикл. Таким вот числом Вальгардой. Создадим знакопеременные альтернированные. Вот здесь у меня закажу. Для оценки локальных эмпирических частот амплитудно-составной компонентной колебания пойдем методом близким к ЕФД-Хуану известным методом и предложенным чуть раньше мною. Для вычислений частот и амплитуд цикла ЖИ используем моменты его экстремумы на всем предыдущем. Изначение в этих экстремумах. Для основной компонента оценим локальные частоты амплитуды какого. Таким образом, таким образом. Далее для более длительных периодов поливания используем мотивированные компоненты медленными и применим глобальный кубический сплайдер и рассчитаем частоты амплитуды следующего компонента. Вот что у нас получается. Основная компонента. Следующий компонент. Еще более следующий компонент. Теперь сопоставим амплитуды и частоты. Уже для ряда чисел вольфа однагопеременов. Вот. Получается вот такая вот зависимость. Вот я теоретическое преуравнение дурина. Вот практическое эмпирическое. Здесь серыми точками показано, как как проходила активность дольтиновский цикл. Дольтиновский мини-кл. Но что вот таким образом сорвалось вниз и вышло снова на основную вельну. Вот. Ну еще тут нужно сказать, что амплитуды по отношению к частотам отстают на 11 лет. Это соответствует вот тому, что в свое время Хатавей подтвердил Салант. Можно посчитать скорость задействия системы внешним возбуждением получается порядка метров в секунду. Это достаточно маленькая скорость. Вот. Относительно этого амплитуды частотного портрета можно сказать следующее. Что как вот точка Б определяет некоторые экстремы. первое это экстрем по амплитуде он получается 230 и по частоте по частоте срыва на нижнюю на нижнюю вельну. Это она получается порядка 5,8. Или 17 лет и 8,6 для 11-летнего цикла. То есть при циклах меньше 8,5 лет можем сорваться на нижнюю лет. Ну вот здесь представлено каким образом циклизис входила в режимы глобальных минимумов. Вот это у нас вот та самая критическая частота. Вот для Маундера она возросла синий возраст. Для Дальтона ненамного возросла. И вот обратите внимание вот в минимуме который был в начале 20 века она очень далека от того может взорваться на ту самую ветвь глобальных минимумов. Даже как и сейчас. Выводы. Процесс солнечной циклисти может быть представлен математической моделью Дуффенбургского осциллятора. Рассмотрение потерянного малого цикла на ветре спада цикла номер 4 позволяет выявить еще одно обстоятельство подтверждающее Дуффенбургскую математическую модель циклической демонстрировал срыв амплитуды колебаний на нижний век характерный для уравнения Дуффенбургского В целом эмпирическая зависимость указывает на два циклических нормальных вот это основная и режим гранд-мининг когда амплитуда становится очень маленькой. Наше рассмотрение подтверждает результат нашей работы с Абритой Кулешовой о предельном характере амплитуд сообществ цикла для альтернированного ряда чисел Вольфа это амплитуд составляет порядка 230 среднегодовых числей скорость которой осуществляется действительной подробности системы динамо внешних возбуждений имеет порядок около метра в секунду что на порядок меньше чем например скорость нафигиональных течения в ходове амплитуды вековых циклов при осмотрении знака переменного ряда невелики это его в корне отличает от обычного ряда чисел вольфа основной механизм вековой модуляции это изменение возбуждающее число с типичными временами 120 до 150 лет в конце еще немножко задача какова физическая природа внешних воздействий синусоидальной силы поскольку в правой части стоит синус ну вот здесь приведены некоторые измышления но мы все-таки считаем что это прежде всего взаимодействие с его крупномасштабным участком и полный и квадропольный компонент и пятен на поле практические приложения это работа это прогноз поскольку временные изменения частот предваряют руплеток мы можем предсказать после последующего цепента ну и второе наоборот назад конструкция поведения солнечной активности прошла по низкошеродным численности низкошеродных полярных сияний данных мы можем конструировать фазовые частоты и по ним определить руплеток ну и последний прогноз цикла номер 25 который начался если максимум наступит в середине 24 года это порядка 140 если в начале 25 года это 120 если еще позже то чуть поменьше но напомню что в предыдущем цикле было 113 114 вот ну и наиболее вероятно правила высшего воля будет выполнено вероятность вхождения глобальной спасибо большое спасибо большое спасибо Юрий Анатольевич он вот другие докладчики возьмите пример он за три слайда до конца написал выводы в результате председатель его о времени напоминал решив что он заканчивает но он обманул ждем вопросов Юра а кубический член чем вызван какая физика у него Лева значит смысл такой вот есть механическая аналогия возвращающая сила да разложим ее в ряд маклариев будет член х х квадрат х дальше мы считаем что это слабо нелинейная силы остальные чудо мы отбрасываем х квадрат мы отбрасываем потому что мы считаем что она симметрична остается два симметричных члена х и х это просто разложение нелинейных нелинейных зависимостей совершенно слабо нелинейных слабо нелинейных понятно Юрий Анатольевич можно еще вопрос да еще один вопрос можно у вас картинка похожа на гистерезис вот да я сказал вот здесь какая-то физика должна быть вот именно вот гистерезисная она так сказать да забавно вот так да вот вот совершенно верно вот гистерезис это вот известное свойство уравнения гистерезиса то есть при возрастании и преодолении вот этой точки она сваливается в глобальных минимумов а когда она назад идет уменьшается она не здесь выскакивает а вот здесь да типичный случай да спасибо большое спасибо мы вынуждены идти дальше Ишков на связи Ишков я его я его вижу он здесь ну пусть он начинает Виталий а черт я же не включил включили включили вас слышно все все так так мы не слышим вас пока Виталий Никитич скажите что-нибудь нам мы видим вашу презентацию но вас не слышим вовсе Виталий голос звук подай голос Виталий провери микрофон у тебя микрофон не работает так ну что мы будем делать давайте вот как мы попросим Виталия Никитича разобраться со своим микрофоном а пока предоставим слово звука все равно нет в чем дело ну он пытается микрофон наладить но мы его не слышим Виталий может быть вы на кнопочку нажали на какую-нибудь F где у вас вторая функция отключения микрофона посмотрите так а что сейчас на экране черное так вот у него звук максимальный стоит но это звук да это не то презентация есть презентация есть голоса нет работать так нельзя кто там следующий доклад какой-то звук я услышал это что может вы меня услышали так давайте вот что сделаем Виталий Никитич вы меня я думаю слышите значит мы сейчас переходим к следующему докладу должен отключить мы вас сейчас отключим он должен смех все все значит скажите пожалуйста Старченко Яковлева докладчики имеются у нас Старченко Яковлева Старченко точно здесь был вопрос из-за того может отошел так не понял это он не он не он не пошел он не запустил он не пошел даем слово вам загружайте презентацию и даем слово вам к тому докладу вернемся я как раз отошел странно так ладно мы не смогли тот доклад запустить мы его видим но не слышно а меня слышно да сейчас слышно презентации все презентация появилась все хорошо вперед что-то натормозит а вот все было все хорошо сейчас опять исчезло все хорошо даем давайте начинать так ну здесь вот я попытаюсь рассказать о совершенно новой на мой взгляд статистическому анализу чисел вольфа их временных производных и времен вариаций там хитро скомбинированных вот ну что у нас это самое является так что является исходными данными ну всем естественно знакомые числа вольфа вот и их производная что-то у меня тут тормозит а вот все числа вольфа они вот такие красноватенькие а производные черненькие но полезность производным тут видно сразу невооруженным взглядом то есть как бы они такую еще даже прогностическую ценность имеют и вот их шкала вот здесь естественно с отрицательными с учетом отрицательных этих самых величин приведена на правой стороне а шкала для чисел вольфа она на левой естественно в штуках а здесь соответственно в единицах на год вот это вот исходные данные и что же мы нового такого сейчас с ними сделаем вот есть такая метод стима энд лиф который очень так активно используется ну скажем так слегка гуманитарных науках а в точных науках почему-то он совершенно не используется хотя очень красивая штука особенно полезная когда у нас распределение сильно отличается от нормальных вот в чем ее суть собственно заключается вот эта вот замечательная таблица мы берем значит допустим у нас мы расположим естественно все числа вольфа не по времени как они там появлялись а от меньшего к большему то есть вот берем начинаем от нуля и соответственно вот этот вот каждое значение это будет некий листик на вот такой вот ветке которая вот эта горизонтальная линия это ветка а вертикальная линия это ствол или стебель вот которая просто разбивается на отдельные разряды то есть первый разряд вот например от нуля до девяти второй разряд от десяти до девятнадцати ну и так далее и так далее. То есть очень простая такая методика. Это получается, что мы из чисел устраиваем такую диаграмму из чисел. Вот видно, что наиболее вероятный вот этот скачок, вот он здесь, а внутри него наиболее вероятная величина там, где больше всего какой-нибудь листик повторяется. То есть вот здесь повторяется 8, 8, 8. Это фактически означает 18, 18, 18, 18 и так далее. То есть это сразу же наиболее вероятное. И вот этот весь столбец, он как бы в среднем тоже наиболее вероятный. Вот. Потом, значит, появляются такие вот Q1, как у нас иногда оценивают в этом самом в ПРНД и прочих местах. Вот. Квартили. Тоже, кстати, называется квартили. Первый квартиль – это 25% реализации. Второй квартиль – это Q2, это уже 50% реализации. И что интересно, что это тоже самое, это медианное значение. Ну и, наконец, третий – 75% реализации. Ну, то есть доверительный интервал вот отсюда до суда, вот по этим черненьким линиям. Вот. А дальше уже пошли всякие хвосты. То есть здесь вот у нас примерно 2 сигмы, а здесь вот еще уже сразу 3 сигмы. И вот здесь у нас как бы внешняя граница, и тут всякие выбросы уже у нас рисуются. Ну, вот, в принципе, очень красивая штука, и мне кажется, по ней можно… Ее можно использовать, естественно, и в других местах, не только считая пятна, а все что угодно. И она очень дает такую внутреннюю структуру, статистическую, всего чего угодно. Но если немножко ее обрезать и перейти к более привычной, то есть по этой штуке построить гистограмму уже вероятности распределения чисел Вольфа, тут сразу же что бросается в глаза? Ну, для сравнения здесь приведена и нормальная составляющая с аналогичной дисперсией и с такой же. Вот. Видно, что отклонение от нормальной, ну, просто жуткое, особенно при малых значениях. Вот. При малых значениях. При малых значениях чисел Вольфа. Тут они как бы вообще-то как бы и все собрались в кучку. Вот. Ну, как бы, то есть получается, что какой-то определенный процесс, в принципе, управляет этими числами Вольфа. Если вот как был предыдущий, докладчик рассказывал, что вот он придумал какое-то простое уравнение, которое все объясняет. То есть, ну, какая-то действительно должна быть простая закономерность, поскольку это самое все-таки оно от этого сильно отклоняется. Но, тем не менее, вот еще также вот труднопрогнозируемые еще надо ответить вещи. А труднопрогнозируемые это вот такие вот хвосты, причем в сторону больших значений. То есть, тут довольно сильные хвосты. И причем наглядно все эти хвосты и прочие штуки, вот такие нестыковки с нормальным распределением, они еще изображаются в такой вот... Если это была диаграмма ствола листа, то вот это вот диаграмма бокс-плот или бокс-викскер-плот. То есть, ящик с усами ее еще иногда называют. Она тоже очень наглядно нам демонстрирует, как тут все устроено статистически. То есть, вот эти вот крайние грани вот этого ящичка, это вот эти самые квартиры. Тут есть среднеарифметическое, тут есть медиана, и тут есть, конечно, хвосты. Ну, или усы, как англичане больше их любят называть, наши за ними. А вот выброс, пожалуйста. То есть, получается, в сторону больших есть выбросы, а вот в сторону малых, ну, практически нет. Вот. Это, значит, у нас были сами числа Вольфа. Немножко, как бы, пооптимистичнее, что ли, если так можно выразиться. Распределение для производных, временных производных, естественно, от чисел Вольфа, то есть, в единицах на год. Вот. Тоже такую же штуку строим для этих вот вещей. И что у нас получается? У нас получается, что у нас, в принципе, это самое получается, ну, довольно близко к нормальному. То есть, вот тут нормальное тоже для распределения предназначено. То есть, совершенно неожиданный такой сюрприз, что оказывается, что сами числа Вольфа, они очень довольно далеки от нормального, причем сильно. А вот производная числа Вольфа, она, ну, вот, довольно близка к нормальному распределению, поэтому его можно, соответственно, моделировать каким-то простым, преимущественно случайным процессом. Ну, конечно, есть и отклонения. Особенно, опять же, в сторону положительных значений, больших значений. А в сторону малых значений, ну, какие-то такие обратные отклонения. Видно, что, наоборот, здесь вот оно внизу, а здесь вот оно превышает. Ну, и, наконец, давайте, как с последней вишенкой на торте, то есть, это вот мы немножко еще не доделали, но доделаем. Вот себе пока только что есть, что для времен вариации. А как мы устроим времена вариации? Идея очень простая. Мы берем уже вот перед этим обсужденные числа Вольфа сами, делим на производную, и получаем некое характерное время. Ну, то есть, если бы это время, например, было бы константа, то это было бы как раз время, за которое экспоненциально в Е раз у нас функция или уменьшится, или увеличится. А что значит уменьшится? Уменьшится – это когда у него отрицательный знак, увеличится, когда положительный. То есть, тут получается такое очень богатое время, которое может выйти положительным и отрицательным. И вот построен этот общий график. Тут уже полный караул, потому что от нормального распределения уже просто жуткие отличия. То есть, как бы у нас такая эволюция происходит. Во-первых, тут бимодальная структура. То есть, вот один пик, вот второй пик, и причем положительный пик, вот он выше. А нет, вернее, отрицательный должен быть выше. Да-да, отрицательный пик он выше, а положительный пик он ниже. Ну, это значит, что, ну, наверное, все это знают, что у нас, соответственно, ветвь роста, она гораздо короче, чем ветвь спада. Вот. Ну, и вот здесь все эти квартили тоже изображены, границы, куда… Вот здесь вот идут совершенно жуткие выбросы. Вот. А что интересно, что если даже мы выхватим вот здесь вот из серединки вот такую штуку отсюда до сюда, то есть, ну, как бы такую малую часть, ну, к самому главному. Ну, а вообще самое главное еще короче, она вот здесь вот находится, вообще очень узкая. Ну, чтобы нам как-то разрешить вот это дело, то мы можем получить вот такую врезку, которая вот здесь желтым обозначена, да, и в этой врезке у нас видно, что вот здесь вот как раз вот на точке перелома у нас выделяется вот такой провальчик, такой весьма заметный. И где-то это в районе полугода, плюс-минус, соответственно. Вот. А то, что симметрично они расположены, это как раз говорит о преобладающей… Ну, и вот видно, что все наиболее вероятные эти самые времена, вот эти вот экспоненциальные времена, подчеркиваю, что это не периодические времена, а это вот скорее экспоненциальное некое время, которое вот из такой естественной оценки получается. Вот. Они все в районе одного-двух лет. Ну, полгода – это минимум. И вообще минимум просто меньше не может быть, по модулю, естественно. Вот. Так, что мы не перелистываем. Так, ну теперь давайте сведем весь хаос воедино. То есть вот здесь сводная статистическая таблица. Значит, что у нас получается? У нас, если мы посмотрим на сами числа Вольфа, что среднее значение, m – это среднее, что медианное, что среднее квадратичное, в общем-то, не сильно отличается. И по этим показателям уже вроде как начинаешь сомневаться. А что же это оно вдруг от нормального так сильно отклоняется? А вот где собака порылась, это вот здесь вот у нас среднее квадратичное отклонение. Ну, или дельта, как ее больше любят называть. Вот оно аж 63%. Вот. То есть вот… Ой, нет, не 63%, а 63% в абсолютном выражении. То есть оно практически 100% получается. Вот. Ну, также здесь приведена максимальная величина, наиболее вероятная величина. Вот. Ну, немножко интереснее ситуация с производной. Тут первое, что вырастается в Гландарш, что среднее арифметическое практически ноль. То есть у нас, ну, очень сильно преобладает циклический процесс, и поэтому, значит, у нас вот это вот среднее арифметическое ноль. Вот. А медианное, если взять медианную и сравнить со среднеквадратичной, то оно, видите, по модулю, опять же, оно на порядок меньше. Оно на порядок меньше. Это говорит о том, что оно супертяжелое хвосты. Вот. У производной. Ну, как, собственно, мы это и отмечали в Гландарш. Но не тяжелее. Но если уже говорить о временах, то тут еще тяжелее хвосты. Тут, видите, уже чуть ли не на два порядка разница. Вот. Ну, и, соответственно, значит, тут, вот что можно сделать? Можно вот самая такая интересная штука – это вот это вот минимальное время. Его можно оценить как полгода, и отсюда можно оценить некую такую, соответственно, максимальную скорость. То есть если брать радиальную по полутолщине конвективной зоны, то получится где-то 6 метров в секунду. А если взять, соответственно, половину ширины по широте или по долготе, то мы можем получить какой-то некий максимум медианной скорости или азимутальной скорости. Ну, вот что-то получилось 24. Тут тоже замечательно согласуется где-то два доклада назад. Были как раз оценки аналогичных величин и той, и другой. И вот они вот примерно довольно хорошо согласуются. Ну, и самое такое, как говорится, приз в студию. Давайте теперь рассмотрим отношения вот уже средних величин. Вот. И вот если мы рассмотрим отношения вот этих самых средних величин, то мы это самое увидим, что среднеквадратичное число Вольфа, деленное на среднеквадратичное от производных от числа Вольфа, получается 2,7 лет. Или аналогично из этой же величины мы можем оценить некий альфа-эффект, который, с одной стороны, может быть использован в теории среднего поля и хорошо с ним согласуется в порядке одного метра в секунду, а точно так же может быть использован и в упрощенных уравнении. То есть доклад назад как раз говорилось, что порядка вот некая такая, даже может быть не альфа-эффект, а некая такая усредненная скорость, она вот как раз соответствовала тоже порядка одного метра в секунду. Но здесь вот я в скобках сделал такую загадочную ремарку, что если мы умножим на 4 вот эту вот среднюю величину, и не только ее, в принципе, все вот эти вот, которые уже непосредственно получаются от отношения, от характерных времен, если мы умножим на 4, мы, естественно, получим наши вожделенные 11 лет, то есть солнечная цикличность. Откуда вообще вот это берется? Две минуты. Две минуты. Можно объяснить. Можно объяснить, если проинтегрировать у нас… Две минуты, да? Если проинтегрировать на интервале монотонности отсюда до сюда вот такую функцию и аппроксимировать дальше, то у нас получится как раз вот из этого нашего экспоненциального времени получить теклическое, мы должны нашу умножить на 4. И тут, соответственно, еще появляется масса других периодов. Вот, ну и перехожу к выводам. Вот. Ну, в принципе, я думаю, и так я уже достаточно концентрированно все изложил, поэтому выводы желающие могут просто прочитать, ну, а, соответственно, лучше оставлю время на то, чтобы мне задали вопрос. Вы закончили? Да. Спасибо большое. Вопросы? У меня вопрос, может быть, как гилетанта. Я помню о том, что нормальное распределение предполагает выборку из случайных и независимых элементов процесса. Мы точно знаем, что солнечная активность никакого отношения к случайным выбросам независимого другого не имеет. Есть некая зависимость регулярная, которая нестабильна, нелинейна, и относительно ее, да, возможно, какие-то разбросы случайные и независимые. Поэтому я исходно не понимаю, как можно рассматривать числа Вольфа и даже при производной от них, ну, грубо говоря, как сферического коня бакууми. Как процесс случайный и независимый. Ну, это самое, как, так, ну, дело в том, что, ну, что получается, то получается, как говорится, я, ну, ну, как раз получается для самих Вольфа, действительно, числа Вольфа у нас отклонения от нормального самые большие. И для временных зависимое для числа Вольфа. Вы говорите, это любое другое распределение, и оно бы тоже… А вот если взять производную, то оно, как ни странно, довольно близка к нормальному распределению. Ну, это сферически понятно. А уже… Нет, не перебивай. Извиняюсь, а то, что я говорю, что вот если оно близко к нормальному распределению, и его можно аппроксимировать случайным процессом, но это в некоторой степени моя фантазия. То есть, в принципе, мы можем аппроксимировать, если говорить более точно, да, то мы только часть процесса вот этого можем аппроксимировать случайной зависимостью. Но мы имеем право. Есть еще вопрос один. У меня вопрос. Давайте. Продолжение. Вот взятие производной отряда, оно, в принципе, предполагает некоторую процедуру сглаживания, иначе как бы ошибки растут. И в данном случае совершенно неудивительно, что получается нормальное распределение, потому что там ряд исходно меняется негладко, и производная его, соответственно, будет тоже уже случайным образом варьироваться. Вот как вы сглаживали? Ну, мы просто использовали среднегодовые значения, если так честно. То есть, вот единственное сглаживание, которое было использовано, это среднегодовые значения. Понятно. Так, большое спасибо. Давайте мы продолжим наши игры с Ишковым. Виталий Никитич, подключился ли у вас мелкофон? Давайте. Вы меня слышите? Да. Да, да. Все, спасибо. Так, выгружаем ту презентацию, грузим вашу. Вот. Вот. Вот и все хорошо. Время пошли. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, ну, долгожданный 24-й солнечный цикл, первый цикл второй эпохи пониженной солнечной активности, кончился. Он практически лег. Его характеристики легли в те пределы, которые мы могли установить для солнечных циклов пониженной солнечной активности. Ну, в своем, значит, в январе 2009 года начался, в апреле 2014 года был максимум, и в декабре 2019 года, соответственно, закончился. Статистика достоверных наблюдений солнечных пятен дала нам сценарий солнечной цикличности. Ее свойства, характеристики и правила развития на временной шкале 180 лет, 17 полных солнечных циклов. Достоверный ряд солнечных пятен показывает удивительное постоянство в основных проявлениях развития отдельных 11 и 22-летних циклов. Структура цикличности подразумевает периодическую смену эпох повышенной солнечной активности. Вот. Космическая эра началась как раз в эпоху повышенной солнечной активности. Очень много, все получены результатов, и, к сожалению, солнечники никак не могут приспособиться или перейти, что мы в 24-м цикле вступили в совершенно другую эпоху, эпоху пониженной солнечной активности. Первая эпоха была 12-16 цикл, и сейчас 24-й до 28-го она должна продолжаться. Между этими эпохами наблюдаются переходные солнечные циклы, периоды, во время которых меняется характер пятнообразовательной активности, то есть режимов генерации магнитных полей в пятнообразовательной зоне Солнца. Они перестраиваются под следующую. Здесь приведен ряд чисел Вольфа, и вот с 1849-го вот это достоверный ряд. Очень видно четко, что эпоха повышенной солнечной активности, переходной цикл, эпоха пониженной солнечной активности, переходной цикл, вторая эпоха повышенной солнечной активности, и мы сейчас вступаем в эпоху, не вступаем, а живем в эпоху пониженной солнечной активности. Ну и, по моему мнению, использование полного пронумерованного ряда чисел Вольфа просто недопустимо для научных исследований. 23-й цикл солнечной активности стал переходным перестройки режима генерации магнитных полей в конвективной зоне Солнца от эпохи повышенной к эпохе пониженной солнечной активности. Эти эпохи сильно отличаются друг от друга. Вот это сглаженные за пять циклов по эпохе повышенной солнечной активности площади пятен, ну плюс здесь два переходных цикла 17-й и 23-й, а вот это эпоха чистая, эпоха пониженной солнечной активности. И мы видим, что генерация активных областей совершенно на разных уровнях. Это же относится и к беспятенным дням. Вот это эпоха первой эпохи пониженной солнечной активности, и вот это мы вступили в эпоху второй пониженной солнечной активности. Значит, основной особенностью этих эпох пониженной солнечной активности – это запрет на высокие солнечные циклы. Непременное выполнение основных наблюдательных правил, в том числе гневовшего Оля. То есть следующий 25-й солнечный цикл на данной статистике должен быть обязательно средней величины. Число беспятенных дней сильно превосходит этот параметр эпохи повышенной солнечной активности. 24-й солнечный цикл стал циклом низкой величины, как и ожидалось, вспышенная активность которого существенно ниже всех предыдущих солнечных циклов космической эры. Здесь приведено развитие 24-го цикла, вот эта черная кривая. Соответственно, все фазы и ветви цикла приведены здесь. И я имел честь во время развития 24-го солнечного цикла на ежегодных конференциях в ИКИ все время давать, как развивается цикл и что можно ждать в следующий год. Ну, в общем-то, у меня практически здорово все совпадало. Особенности 24-го солнечного цикла по сравнению с солнечными циклами первой эпохи пониженной солнечной активности. Ход развития показывает, что с июня 16-го года реализуется фаза минимума. Отсюда следует, что ни в одном солнечном цикле первой эпохи пониженной солнечной активности первый пик максимума не проявлялся так четко и с такой разницей в пиковых значениях. Разница в числах Вольфа 15, а с учетом спада после первого пика промежуточный участок роста занял интервал в 30 единиц чисел Вольфа. Рекордная длительность ветви роста для солнечных циклов первой эпохи пониженной солнечной активности и всего достоверного ряда, которое составило 5,32 года. 24-й солнечный цикл имеет наименьшее количество больших, очень больших групп и очень больших групп пятен, не только среди, но во всех достоверных циклах. Интенсивность потока радиоизлучения в 24-м цикле стала самой низкой за всю историю наблюдений с 47-го года. Наименьшее время жизни групп пятен наблюдалось. 24-й цикл лидер по количеству групп однодневок и пятен-одиночек. Среднее число пятен в группе, средний размер отдельно взятой группы, а также среднее число регистрируемых пятен и групп являются наименьшими среди всех солнечных циклов космической эры. Это я ссылаюсь на работу кисловодских коллег. За весь цикл не осуществилось ни одной магнитной бури классов G5 и G4. У меня завтра будет доклад на космической погоде где-то в это же время, где я покажу, как по КАА-индексу в одной системе был получен результат, который меня просто, например, сильно-сильно удивил. Перестройка общего магнитного поля к уровню эпохи пониженной солнечной активности привел к цепочке изменения магнитных полей всех структур на Солнце. А отсюда и в характеристика солнечных активных явлений. Самыми значимыми наблюдательными изменениями на Солнце стали значительное отражение примерно на 700 гаусс от уровня 1998 года величины магнитных полей в тенях пятен до уровня 2050 гаусс. Вероятно, за счет значительного увеличения относительного количества групп пятен малого размера. График Ливингстон-Пен Ливингстон, соответственно, приведен здесь. Вот это падение, которое когда-то очень сильно всех удивило. Смена режима изменений полярных магнитных полей. Величина полярного поля около 7-8 гауссов для фаз минимума предыдущих трех циклов и только 4-5 гауссов в последнем 2008-2009. Здесь я обращаю внимание на уровень по полушариям полярного магнитного поля. Избыток появления групп пятен по полушариям Солнца складывался следующим образом. До середины 2013 года у нас преобладалось пятна северного полушария и первый максимум связан с ними. Приходится на октябрь 2011 года. В 45,5 гауссов, когда поднялась паника среди солнечников и ожидали, что это вообще будет самый низкий. Затем картина резко меняется и группы пятен чаще появляются в южном полушарии. Ну, соответственно, здесь могу сказать, что до начала 25-го цикла не было заметно никакой асимметрии в появлении пятен нового 25-го цикла. Однако с октября 2020 года южное полушарие пошло полное преобладание. Кэмп развития и уровень вспышечной активности в 24-м цикле существенно ниже пяти предыдущих солнечных циклов. Ну, здесь перечисляются, сколько вспышек были, все великолепно знают. Вот здесь иллюстрация вспышек балла Х в последних циклах. Здесь протонные события. Значимо упало число солнечных протонных событий. Значит, 98 против 149 в 23-м и так далее. Особенно больших 8 и очень больших 5, а также количество возрастаний, два всего, на нейтронных мониторах вспышки в космических лучах. ЖЛЕ события. Количество семьи стало меньше по сравнению с 23-м солнечного цикла. Незначительно, но меньше. Их угловая ширина заметно увеличилась для событий равной скорости распространения, что привело к уменьшению геоэффективности семьи в 24-м цикле. Фон космических лучей чуть-чуть не достиг рекорда предыдущего минимума, но остался вторым за всю историю наблюдения космических лучей. Это вызвало при низком уровне вспышной активности повышение радиационной опасности в стратосфере для самых высотных самолетов. В то же время на высотах паралетов гражданской авиации в среднем она осталась примерно постоянной. Самой, на мой взгляд, интересной было появление первой большой группы пятен в октябре 2014 года, которая была очень большая, 2740 миллионов долей полусферы, обладала очень высокой вспышенной активностью, но не привела... Но, так как общая конфигурация этой группы большой была чисто биполярной, то появление мелких всплывающих потоков, более мелких, они не мелкие были, они достаточны для больших вспышек, привело к тому, что семей не выходило. И на уровне очень многих, значит, 5 вспышек балла Х, 26 балла М, геоэффективность ее практически была низкая. Здесь просто пример протонных событий сентября 2024 года, когда были 10 числа, соответственно, произошло второе гле-событие, мощная магнитная буря, корональные дыры, заметное уменьшение величины магнитного поля корональных дыр до 0,2,7 гаусс, средняя, ну, здесь средняя, в общем, сильно упало, и, соответственно, что привело к уменьшению их геоэффективности. Но вот есть такой каталог Химера, которым приводят величину магнитного поля, можно сказать, от корональных дыр, можно сказать, что если меньше единицы, то корональная дыра будет неэффективной, и если меньше 1% площади, она тоже будет геоэффективной. На расстоянии 2,5 радиуса Солнца средняя радиальная компонента беспланетного магнитного поля в годы минимума 2007-2009 года стала меньше на 33% по сравнению с минимумом в полярных областях. 36% на средних широтах и 11% на экваторе. Две минуты. Параметры. Две минуты. Хорошо, спасибо. Все, значит, параметры межпланетной среды и, соответственно, солнечного ветра очень сильно упали, что создало совершенно новые условия для распространения всех высокоскоростных потоков и всех параметров солнечного ветра. Ну, здесь приведены некоторые цифры. Зарегистрировано столько-то магнитных бурь, из которых 186 малых, две очень большие. Заметное уменьшение числа рекуррентных малых магнитных бурь связано с корональными дырами. Вероятно, можно объяснить заметным уменьшением величины магнитного поля в корональных дырах, что сказалось на характеристиках высокоскоростных потоков с ними связанных. Во-вторых, количество семей уменьшилось незначительно, но их угловая ширина заметно увеличилась для событий одинаковой скорости. В-третьих, изменение практически всех параметров солнечного ветра межпланетного магнитного поля и, как следствие, характеристик магнитосферы привело, опять же, к уменьшению влияния Солнца на магнитосферу. Выросло число периодов спокойных. Итак, сравнительно небольшое уменьшение вдвое фоновых значений общего магнитного поля привело к тем вещам, о которых я рассказывал. И уроки прошедшего 24-го цикла солнечной активности. Сценарий солнечной активности по достоверному наблюдательному ряду солнечных пятен показал, что использование пронумерованного ряда, состоящего из достоверного установленного ряда, вносит много искажений в истинную картину природы солнечной активности и недопустимо для научных исследований. В данной статистике работающий сценарий солнечной цикличности дает основание считать, что солнечная динамо работает в двух режимах, обеспечивающих эпоху пониженной и повышенной солнечной активности. Длительностью порядка 50-55 лет, в общем, 11 циклов. 11-5 солнечных циклов. И, соответственно, переходные периоды, примерно в 17 лет, полтора солнечных цикла, во время которых общее магнитное поле меняет режим пятнообразовательной активности в соответствующей эпохе. Собственно, небольшое уменьшение вдвое фоновых значений общего магнитного поля, соответственно, привело к принципиальным изменениям магнитного поля всех без исключения активных явлений на Солнце, отсюда параметров гелиосферы и околоземного космического пространства, понизив их геоэффективность. Следует предположить, что внутри эпох солнечной активности работают все наблюдательные правила и закономерности развития солнечных циклов. Отсюда следует, что по правилу гневающего Оля следующий солнечный цикл будет средней величины, но вот 120 плюс минус 10 в старой классической системе и в новой системе 145 плюс минус 15. Спасибо за внимание. Вот эпоха вторая, вторая эпоха пониженной солнечной активности, ну, будет примерно вот так выглядеть. Высоких циклов не будет, малый, низкий, средний, низкий, средний, низкий, переходной, 29-й, когда мы вернемся к нашим родным условиям повышенной солнечной активности, в которой началось эра космических исследований. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Можно вопрос, замечание? Конечно. Вот на том графике, где у вас показаны корональные выбросы массы, там видно вот зеленым, что их число стало больше. И это хорошо известный факт. Гопал с вами говорит и так далее. И также хорошо известно, что хоть число этих дыр... Я просто оговорился, больше в 24-м цикле было. Больше, да, намного больше. И активные области стали как бы более кмеоэффективными. Спасибо. Последнюю фразу не понял. Ну, на каждую активную область приходится большее число корональных выбросов. Ну, корональных выбросов, но они-то не геоэффективные, корональные, поэтому говорить о геоэффективности здесь не приходится. Они широкие, они проходят и ничего не вызывают в околоземном космическом пространстве. Да, это да. Так, еще кто-то хочет что-то сказать? Да, есть вопрос. Давай. Виталий, Гнастин, насколько я правильно понимаю, 24-й цикл показал, что уменьшение числа пятен, примерно в два раза относительно к предыдущему, уменьшает вообще все. Количество вспышек, количество того, 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 того. А вот раньше такое было, ведь такие небольшие... Ну, мы в 12-й, в 12-й, 16-й солнечных циклов. Там такое же правило. Таких наблюдений. А параметры аудитории какие, что-то я пропустил. Алёк, если говорите, то погромче, пожалуйста. Микрофон. Это не я. То есть ты хочешь сказать, что это возможно есть и в 12-м, и в 14-м, но данных тогда не было. И сейчас мы просто можем только на 24-м говорить это утверждение. Что уж падает, так падает все. Правильно я сформулировал? Алло, Виталий, я тебя не слышу. Виталий. Теперь исчез звук. Виталий, выключи свой звук. Вы случайно выключили микрофон у себя? Нажали на кнопку. Вопрос можно? Так, дерзкий он ответит, потому что его слышно опять не очень. Давайте вопрос, пожалуйста. Виталий, а с чем связано существование двух режимов Динамо? Два режима из статистики достоверных солнечных циклов. Получается, что на Солнце существует две эпохи солнечной активности. Повышенная и пониженная. Между ними четкий переход. Отсюда можно сделать выводы, что Динамо работает чисто в двух уровнях. А дальше дело теоретиков. Я ничего не могу сказать. Так, еще кто-то хочет что-то сказать? Тогда вот что. Мы сейчас сделаем здесь в зале перерыв. Сейчас без 22. Делаем перерыв до двух. Мы не выключаемся. И желающие это время потратить на обсуждение, пожалуйста, обсуждайте. Позвольте, поскольку председательствовать после перерыва буду я, меня слышно? Да. Я думаю, что по окончании среди тех, кто не разбежится, мы можем еще минут 15-20 провести дискуссию. Это тоже возможно. То есть во время этого перерыва и в конце заседания. А теперь перерыв. Да. Может, перерыв? Да, сейчас сделаем. А там есть кто-нибудь из администрации? Так, чтобы попробовать презентацию, можно? Пожалуйста, пробуйте. Можно, да? Ага, спасибо. Так, как? Я нажимаю демонстрацию экрана, да? Вы должны открыть презентацию, после чего нажать на демонстрацию экрана. Нажала. Вот я ее вижу, но тут много чего всего видно. Вы должны выбрать ту презентацию, которая вам нужна. Щелкните по ней. Видно? Да, вот видно. Я ее вижу. Это Беленко. Да, да. Только это не в режиме демонстрации. Надо будет потом нажать кнопку на F5 или на... Все время вылазит какое-то верхнее меню. Нет, потом нужно нажать на показ слайда. Вот. Ага. Все. Спасибо большое. А вот прекрасно, прекрасно действует. Спасибо большое. Хорошо. Так. А как ее убрать? Ага, убрала, убрала. Хорошо. 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 Спасибо. Извините, Коля, я просто пропустил, до какого времени вы имеете в виду? До двух, все, спасибо. Извините. Так, Лехт не сегодня, да, у нас получается? Нет. Лариса Кашапова есть? Я не вижу ее. Ты посмотри в списке участников, есть она? Окошко есть, но она может меня не слышать. Ну, может, конечно, не слышать. Маша, раз ты тут, раз есть возможность поговорить, слушай, я, по-видимому, чего-то не уловил. Вот у нас поток массы, потеря массы, считается на 4,5 миллиарда лет, и там получается что-то 2 на 10 минус 11 потеря массы. Правильно? Нет, нет. А сколько? Ну, современные, нет, но это значение солнечного ветра. Ну, хорошо, но скажи, пожалуйста, если вы должны затормозить от одного дня до 20 дней не за 4 миллиарда, а за 30 миллионов лет, так это же должна быть гигантская потеря момента? Каким образом? Да, а там, в общем, механизм пока не, ну, я не могу даже ответить на этот вопрос, но там это, во-первых, ну, там торможение примерно от 10 дней до 2, то есть это не 20 раз, а всего 4. Нет, от 2 до 10, ты хочешь сказать? Нет, ну, ты какой интервал возрастов? Я имею в виду интервал, солнце вышло на главную последовательность, оно еще с оборотами, там, дни. Да, 2 дня. 2 дня, а потом через 30 миллионов лет установились десятки, 10, ну, скажем, 10 дней, пускай будет 10 дней, 5 раз. Ну, 5 раз, да. Потеря момента гигантская, как это должно привести к гигантской потере массы? Нет, ну, там еще есть диск вокруг. Нет, в это время диск, он уже фрагментирован. Ну, все равно достаточно большая масса, за которую цепляется. Да, за которую цепляется, я это понимаю, но это все равно отток, отток вещества, отток магнитного поля. Это должно иметь гигантское значение для Земли, то есть на Землю будет налетать поток солнечного ветра значительно более сильный. 10 минус 11, да. 10 минус 11, но у тебя 10 минус 11 получалось за 4 миллиарда лет. Нет, 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 нет. Как раз вот... Хорошо, а сегодня сколько? Ну, 3 на 10 минус 14 ветер-то. А, вот так. Ты лучше меня знаешь. То есть такая вот гигантская величина, это очень много. Это должно иметь очень важные последствия для... Для планетной системы, да. Да, для Земли, для возникновения жизни, для климата Земли и так далее. Поэтому мы пытаемся определить как-то эти значения для этих эпох. По вашей же заявке, извините. Да, это очень важно. Так, и второе. Владимир Нухимович, извините, на секундочку, это Лиза. Да, Лиза. Да, да. А вот всегда забываем о том, что ведь увеличивается и радиус. То есть это тоже влияет на момент. Нет, за это время радиус не увеличивается. То есть он увеличивается равномернее, да? Радиус за 4,5 миллиарда лет увеличивается там на 30 процентов. И то меньше гораздо. Это даже не радиус, нет, гораздо меньше. А за несколько сот миллионов лет он не меняется. То есть расширение идет равномернее, чем потеря массы. Вот у меня вот это вот, да? Да, 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 конечно. То есть импульс нам расширилась, а потом расширялась медленно. Это вот я. Спасибо. Так, Маша, и второй вопрос. Все-таки из доклада у Соскина я как бы пришел к выводу, что в общем-то проблемы особой с супервспышками в общем-то нет. Постепенно рассасывается. То есть да, с одной стороны звездники свои претензии на 10.36, они как-то так резко понизили, уже существенно меньше. А с другой стороны оценки, которые делает Усовский, дает значение уже не так далеко. То есть отличие уже не на 3-4 порядка, там то, что раньше говорилось, а порядок полтора. Ну, полтора, да, полтора, хорошо, если два даже, ну, в пределах полутора. Да, но полтора и одновременно все-таки продолжительность существенно больше. Ты знаешь, ненамного, на самом деле. Вот сейчас анализ всех этих данных показывает, что там, ну, часы, максимум часы. Хорошо, часы. Но на Земле вспышка все-таки, ну, как минимум раза в 3-4 быстрее кончается. То есть получается, что энерговыделение в секунду, если распосчитать, оно уже вообще отличается в разы, так? Ну да, оно и раньше отличалось в разы. Просто там, я же повторяю, что они, во-первых, уточнили, ну, вернее, Илья сказал более правильно, они уточнили понятие солнечно-подобных звезд, и там действительно сильно изменилась эффективная температура, гравитация и так далее. Поэтому ограничился круг этих потенциальных вспыхивателей. Понятно, понятно. А то, что реально есть, вот сколько бы мы ни смотрели, там больше, чем несколько единиц на 10-35, бывает крайне редко. А вот последние, ну, данные, на которые он сослался, там 4 на 10-34, полная энергия для всех солнечно-подобных звезд. Ну, это уже, так сказать, существенно легче жить, хотя и не так интересно. То есть, нет гигантской загадки. То есть, загадка, конечно, остается, но ее уже можно как-то... Ну, правильно, но просто... Пропасть сузилась, и ее легче перепрыгнуть. Да, но просто, ну, первая сенсация была действительно феноменальная, а дальше остальные смягчения пошли уже гораздо тише. И надо выискивать, ну, просто по публикациям это дело. Понятно. То есть, они сами молчат, они переоценили кое-что, там, привлекая других людей. И тихонечко на тормозах спускают. Но на тормозах спускают японцы, да? Ну, да. Да, это японцы. Собственно, они же и дали 37 там 10, а сейчас-то... Ну, хорошо. Дело в том, что 37 оно и есть, только это звезды совершенно не солнечного типа. Понятно. На гигантах там есть и 37, и 38. Ну, да, но там же объемы другие, размеры другие. Ну, конечно. Но, с другой стороны, там, ну, довольно сложно, понимаешь? Хорошо сделать импульсную вспышку на красном карлике, который имеет радиус в десятую долю солнечного, и высоту однородной атмосферы гораздо более такую компактную. И там вот этот, ну, отклик будет гораздо жестче, чем на гиганте, где все размазано. Понятно. Поэтому там другие проблемы с тем, как делать континуум. Тоже хорошо, тоже интересно. Да, но иначе. Так, кто-нибудь еще хочет пользоваться возможностью поболтать? Так. Лариса не появилась? Я не вижу. Меня беспокоит, что я не вижу и Язева, который первый докладчик. Понятно. Но Ларису, я окошко ее вижу. И она уходила, но обещала вернуться. Просто действительно, вот месяц назад вышла репринт их работы, где они на солнце как звезду посмотрели вот с точки зрения вот этих вспышек. Это, ну, солнечникам в головы редко приходит, а нам это очень полезно. Поэтому вот я, собственно, и привела их данные. Ну, это любопытно, хотя я не очень понимаю, в общем-то, расчет полной энергии. Когда-то, так уже в туманном прошлом, была у Сароватского, Никольского и Корчака была концепция холодных токовых слоев. И была идея, что если, в общем, просчитать, просчитать, то есть такое белое излучение, которое надо просуммировать, и оно будет видно заранее, до вспышки. Даже не обязательно белое, оно, по-моему, было и в жестких лучах. Но потом оказалось, что этого, в общем-то, это очень маленькая величина. И для прогностических задач это совершенно непригодно. И, в общем-то, так и понемножку затихла эта идея. Статья в чате. Статья Кашаповой в чате. Посмотрите в чате. Просто вот я хотела сказать, что область, которую они выбрали, там 1600 ангстрем, 304 ангстрема в континууме в ультрафиолете, она соответствует области белых вспышек на Солнце. И поэтому вот временное поведение вспышек на фоне полного излучения Солнца в этой области, оно будет соответствовать белым вспышкам в континууме. И вот это очень важно. Маша, надо посмотреть. Эту вещь считал Женя Иванов. Да считать нам не надо, нам наблюдать нужно. А он именно это и сделал. Тогда он был в Польше. Он посчитал по реальным наблюдениям, проинтегрировал по наблюдениям в ультрафиолете. Чьи там тогда были данные, я не знаю. Он просуммировал все пикселы и получил, какая будет величина. Эта работа есть у него. Ну, хорошо. Просто это работа, дай бог, каких-то 70-х годов. Да, да. Ну, в Польше этим Ромпольд, по-моему, занимался. Ну, вот он как раз тогда был именно там. Начал работу еще с Якимцем. Еще находясь в Польше. Закончил в России. И после этого там публиковал. Я не знаю, где опубликованную. Нет, ну, ссылку дашь хорошо. Лариса, добрый день. Здравствуйте, Мария Михайловна. Как ваше здоровье? Спасибо, ничего. Я вот рекламировала вашу работу, очень полезная для нас. Спасибо. Очень приятно, что именно вы рекламировали. Ну, я не знаю, наверное, еще есть потребители, но я основной действительно. Нет, ну, вы как бы мэтр по этим вспышкам, по этим вещам. Так что очень приятно, что она вас заинтересовала. Мы старались. Спасибо, очень хорошее. Просто я просматриваю, на самом деле, регулярные Тастропеичи, смотрю солнечные вещи, которые могут нас касаться. И, в общем, мы молодцы. Если нужны какие-то профили или что-то еще, я могу прислать. Они у меня есть. Могу в текст, в текст могу. Ну, спасибо. Может, для иллюстрации это полезно, действительно. Да, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Ну, я рада вас видеть. Да, взаимно. Так, еще вопросы. Вы не собираетесь никуда? А, уже отключилось. Я? Никуда не собираетесь пока? Ну, вот, наверное, в магазин завтра и собираться. А, ну, дальше магазином мы всех. А куда? А куда? У нас официально до 17-го все командировки, ну, официальных нету вообще. Понятно. А что-то будет? У нас даже дата не определена, поэтому ничего сказать не можно. Не, ну, у нас вот как бы ставят этот, ну, как бы, надежду, а потом отодвигают или не отодвигают. Нас уже перестали. Не обнадеживают, а просто до лучших времен, что называется. Ясно. Ну, а что-то будет, по-моему, будет вот даже вот этот Cool Stars, они сейчас проводят. Стар дистанционно будет, да. Дистанционно. Ну, так а вы туда не пробовали? Ну, Лена, постер. Мы пока вот возились, мы долго, вот эта статья, она буквально была принята чуть ли не 3-го января. Мы все еще думали-думали, мы были так заняты. Вот. А когда все это произошло, ее буквально вот получилось или не успели мы. Сейчас попытаемся постер, но, не знаю, посмотрим. Ну, так, наверное, еще или вы не регистрировались? Нет, мы не регистрировались. Мы же до последнего с рецензентом, у нас рецензент был достаточно такой жесткий, и он сказал, что нам нужно больше физики. Ну, это он слишком. Там не нужна физика в данном случае. Он сказал, что он хотел, чтобы мы энергию оценили, но мы показали, что энергию мы не можем оценить. А почему, кстати? А потому что у нас абстрактные такие профили. То есть у вас не абсолютное значение? Нет, у нас значение вот в этих вот, там же для оценки энергии, там же нужно, во-первых, энергию все оценивали. Для короны. В короне они померили меру эмиссии, оценили температуру и все. Здесь мы энергию более-менее можем оценить, там более как-то. А как мы меру эмиссии-то оценили? То есть нам нужно каждую вспышку померить размер. Потом ее надо как-то оценить, эту меру эмиссии. А вот по 1600-1700 мы как это, меру эмиссии? То есть нам надо уходить вверх, а вверх это не низ. Ну понятно, да. Это понятно тогда. Мы вначале, когда 1700 выбрали, ну вот будет, сейчас мы сразу почти к фотосфере уедем. А когда вот взяли и вот эта статья вот этого Паула Симойша как попалась, мы как глянули, нам стало грустно. Понятно. А ширина полосы там какая вообще? На 1700? Да. Я могу вам показать, там вообще, как это, слона? Ну, большая должна. Очень большая, очень большая. То есть там порядка получается, ну, сейчас я просто посмотрю, ну, там огромная паула. Коллеги, надо бы начинать заседание. Язев здесь, Язев или Томозов, ребята? Ваш доклад сейчас. Томозова точно нету. Язев не знаю. А он вообще функционирует, Володя? Нет, доклад был заявлен. И на предыдущих заседаниях Томозов появлялся. Нет, Томозов не мог появляться. Ну, в общем, он до того, как начинается конференция. Язев, в принципе, выходил на связь со мной и сравнительно недавно. Сейчас его нет. Ну, сейчас поверяют. Есть Язев? Сергей Аккевич. Проблема с микрофоном, может быть. Ну, с микрофоном, но не видно, чтобы... Вообще не видно. Его среди участников не видно. Кстати, насчет участников, ребята, ну, пожалуйста, умоляю, ставьте нормально свое имя и фамилию, а не какие-то таинственные ТР, еще там Елена. То вчера ко мне обратился с вопросом, тоже там, Сергей. А тут у нас, по крайней мере, пять Сергеев. Давайте... У нас был замечательный участник кто-то, уже два раза. Ну, так же нельзя, незачем создавать такую неудобство. Ну, что, похоже, Язева нет. Язева нет. Купряков здесь. Что? Купряков вот, вот, вот идет. Он готов. Вот он тут у нас. Ну, давайте начнем с Купрякова. Если Язев появится, значит, потом дадим ему слово. Прошу вас, ваш доклад. Ставьте вашу презентацию. Включен в программу доклад анализа руптивного события после вспышки 7 июня 2011 года. Прошу вас. Секундочку. У вас видно презентацию? Все видно. Все видно. Прекрасно. Добрый день, дорогие коллеги. Позвольте представить вам доклад по анализу руптивного события после вспышки, которая произошла 7 июня 2011 года. Значит, авторы Купряков, Котрич, Кашапова и Горшков. Первое, что я хочу сделать, это показать вам... Так, момент. Момент, момент, момент. Я хочу вам показать вид этого события в линии 34 Ангстрема с СДО. А, пардон. О, все заработало. Прекрасно. Значит, я сейчас еще раз повторю. Значит, вот происходит вспышка. Летит протуберанец. И мы видим корональный дождь. Значит, несколько слов о вспышке. Пардон. Значит, вот здесь представлены данные по радио, рентгену и ультрафиолету. Значит, как мы видим, кривые достаточно подобные друг к другу. От вертикальной линии на радио отмечен момент импульсной фады радиоизлучения, когда он начался. Он соответствует 6-24 минутам всемирного времени. Значит, на радиотелескопе Анджеевской обсерватории на единичной фреквенции 3 ГГц мы видим вот эти квазипульсации. В рентген, вот ГОИС показывает, такой стандартный ход кривой вспышки, там резкий подъем и достаточно плавный спад. Данные с Хинаде мы использовали для того, чтобы подлить момент максимальной интенсивности рентгеновского излучения. Значит, он оказался в момент 6-22-11. Затем мы перешли к данным с СДО-335-Ангстрем, выбрали этот момент максимума 6-22-39 и из всех снимков вычли снимок вот в этот момент. Как вы видите, на снимках видно хорошо ударную волну, которая достаточно контрастно заметна, и в принципе диаметр ее можно померить. Так, здесь вот это сделано как мув. Сейчас посмотрим, заработает. Работает. Вспышка интересна еще тем, что над активной областью располагался спокойный протуберанец. И если мы вернемся к предыдущей картинке, мы увидим, что вот этот протуберанец высвечивается, вернее высвечивается нить вот рядом с ним, и протуберанец вот летит. По этим снимкам мы определили скорость. Скорость лежит в диапазоне от 1150 приблизительно до 750 км в секунду. Второе, что мы сделали. Значит, у нас имелось два спектрографа. Один спектрограф, многоканальный спектрограф, и второй спектрограф – это ХСФА-2, позволяющий наблюдать в нескольких спектральных линиях. Вот здесь приведены снимки со спектрографа многоканального из Анджеева. Значит, с левой стороны у нас слиджо, или другими словами, это фильтрограмма в линии H-альфа. Вот видно, что вспышка была двухленточная. Протуберанца, соответственно, здесь никакого мы не видим летящего. Нити горизонтальные две – это для масштаба. Вертикальная линия соответствует положению щели, а с правой стороны мы видим спектр в линии H-альфа. Одновременно нам представили данные с обсерватории HIDA, это университет Киото в Японии. У них наблюдение можно было вести с лайн-шифта и наблюдать в полосе плюс-минус 1 и 2 ангстрема, 0,5 и 0,8 ангстрема. С левой стороны вот эти спектры – это у нас минус, с правой стороны плюс, и здесь дана суперпозиция этих снимков. Значит, все снимки сделаны практически на один момент, это 0,6, 45, 21, 28 и 34 минуты, секунды вернее. Вот видно, все, что синее, соответственно, движется к нам, все, что красное, движется от нас. Используя спектры, которые были получены на многокамерном спектрокове в Анжеве, мы определили скорости, которые выглядят таким образом. Значит, вот в верхней части вы видите положительные скорости, в нижней части отрицательные скорости. И, соответственно, заметно, что до момента, с момента 0,6, 43 до момента 0,7, 0,4 у нас наблюдается как синие, так и красное смещение, а потом уже наблюдаются в основном красные смещения, то есть плазма падает на диск. Также нас интересовал корональный дождь. Вот вы видите здесь видео коронального дождя, очень хорошо заметно здесь. Вот падающая плазма и высвечивающиеся вот эти яркие области. Вот снимок с ХСФА, который позволяет наблюдать в кальции, инонизованном, в линии H-бета, D3, H-альфа и кальция инфракрасном 8542-анкстрема. Верхний снимок – это у нас линия H-альфа, и вот здесь мы видим блок или капельку вот этого падающего, падающей плазмы на хромосферу. Здесь тоже ее видно, но достаточно плохо. Она вот здесь у нас расположена. Сейчас я покажу следующий снимок, на который она видна лучше. Вот, пожалуйста, здесь ее видно лучше на этом снимке. Вот она. Она просто… Снимок сделан так, что вот он переконтрастирован. Здесь показано с правой стороны поле – это слиджо. Как мы видим на слиджо, в фильтрограмме слиджо мы не видим ничего совершенно. А вот этот блок, вот его положение, отмечено вот этими красными двумя линиями, виден достаточно хорошо. Мы сделали разрезы, профили, получили профили этих спектральных линий. И вот коричневым цветом отмечена область H-альфа. Вот здесь зачерненная, заштрихованная площадь – это как раз есть линия соответствующего блогу. И вот в нижней части на спектре кальция. После этого мы аппроксимировали эти спектральные линии гауссом. Вот это для H-альфа, это для H-бета. И получили доплеровскую полуширину, что позволило нам определить температуру и турбулентную скорость. Вернусь обратно, поскольку забыл вам… А вот здесь не видно, я не знаю, да, там не будет видно. Но это в конце я скажу. Значит, там мы определили массу блога и так далее. Значит, наблюдения также велись в линии H-бета. В H-бета видно блог. Но спектр настолько зашумлен, что мы сделали попытку, но положительного результата не получили. И последнее. Мы обратились к данным Ласко, Ласко-3, С2 и С3. Сейчас я покажу, как это выглядит на видео. Вот этот выброс с Ласко-С2 и с Ласко-С3. Вот полученные значения скоростей с использованием этих фильмов. Значит, красные точки… Цвет не виден, наверное, да? Плохо, да? Вот. Ну вот эти точки, они соответственно относятся к Ласко-С3, а голубенькие точки – это С2. И, кроме того, на момент, это уже не окончание вспышки, вспышка там кончилась значительно раньше, а на момент движения вещества, вот в интервале 8.01-8.06, значит, мы по данным со спектрографа ХСФА-2 построили график такой скоростей. И, соответственно, определено ускорение. И в заключении хочу сказать, что, значит, мы получили значение скоростей порядка 500 км в секунду, с учетом диаметрии, соответственно. Это лежит где-то в диапазоне между звуковой и альвеновской скоростью. Для падающей плазмы, для вот этой, для этого блоба, мы получили диаметр 176 км, массу 4 на 10,21 грамма, температуру 7880 кельвина и турбулентная скорость 18,7. И также хотел еще сделать такое замечание, что по нашему представлению там скорости могут быть больше, чем мы получили, то есть больше 500 км в секунду. Но, к сожалению, приборы, которые используются как на Земле, так и в космосе, просто по своим параметрам позволяют это увидеть и оценить. То есть, это движение выходит просто за границей фильтров данных этих приборов. Все. Большое спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Прошу вопросы. Есть какие-нибудь вопросы, замечания? Можно вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. А как вы определили диаметр этого блоба, что он равен 176 км? Очень просто. Значит, мы определили ее из геометрии. Сейчас я вернусь к этому снимку. Мы определили из геометрии, зная масштаб в спектре, мы определили из геометрии этого блоба, с учетом масштаба, определили его размеры. Спасибо. Так. Если вопросов больше нет, прошу следующего докладчика. У нас следующий доклад. Минутку. Я посмотрю в программу. Следующий доклад. Беленко. Беленко. Ирина Антоновна, прошу вас, откройте вашу презентацию. Отлично. Сделайте нормальный демонстрационный, тот самый, для удобства. Все, начинайте доклад, слушаю вас. Время, я за счет. Звук. Звук, вы не включили звук. Включите звук, пожалуйста. Есть. Вот так. Доклад посвящен исследованию влияния солнечных магнитных полей на корональные выбросы массы и радиосплески второго типа. Радиосплески второго типа были впервые идентифицированы Пайн и Скотт в 1947 году. В 1950 году Вилт с коллегами уже выделили их как отдельное явление и получили они название радиосплески второго типа. Но долгое время оставался вопрос физического объяснения, как могут генерироваться радиовсплески, как могут генерироваться радиоволны. В общем, было непонятно, поскольку на спектрограммах, радиограммах было видно, что агент, который ответственен за это излучение, движется со скоростями в короне порядка тысячи километров в секунду. А чтобы реализовывался плазменный механизм, чтобы генерировались плазменные волны, ну и шел последующий процесс трансформации в электромагнитные волны, необходимо, чтобы скорость этого агента превышала локальную тепловую скорость. И вот в этой работе Пикельнера и Гинсбурга, которая называется «Механизмы радиосплеска второго типа солнечного радиозвучения», они как раз и решили эту проблему. Они пишут, это вот статья вышла в 63-м году в русском издании, в 64-м была переведена на английский язык. Они пишут, что для объяснения радиосплеска второго типа использовались модели с формированием радиоизлучения на ударных волнах. Однако эти волны и эти все механизмы рассматривались в отсутствии магнитного поля. И в этой работе они впервые предлагают интерпретацию генерации радиосплеска второго типа как радиационное излучение в бестолкновительной плазме с присутствием магнитного поля. В этой работе они обратили внимание на тот, вообще-то известный на тот момент из теории плазмообстоятельства, что на фронте ударной волны электроны в присутствии магнитного поля, дрейфующие относительно ионов плоскости фронта со скоростями определенными, которые при достижении больших магнитных чисел Маха, они становятся, вот эта скорость становится больше тепловой. И этот эффект может иметь существенное значение для процесса генерации всплеска второго типа. Поскольку в этом случае система из этих двух потоков становится неустойчивой относительно возмущения типа плазменных волн, и эти волны имеют частоту близкую к плазменных, к частоте лингмировских волн. В дальнейшем, когда были открыты корональные выбросы массы и было измерено, что довольно высокоскоростные имеют скорости порядка 1000 км в секунду, как и частотный дрейф радиосплесков, то они стали и до настоящего времени остаются лучшими агентами, объясняющими генерацию радиосплесков. Появилось много моделей, которые с помощью этого механизма объясняют генерацию радиосплесков на фронтах ударных волн, за фронтами, на флангах и так далее. Значит, у меня не меняется. Не листается презентация? Не листается. Боюсь, что мы вам ничем не можем помочь. Так, одну секунду. А, вот, леснулась. Видно с такой задержкой. Да, перелеснулась. Да. И вот корональные выбросы массы и практически все модели связаны с генерацией радиосплесков, связаны с корональными выбросами массы. На этом слайде представлены корональные выбросы массы, которые наблюдались в 23 и 24 цикле, то есть весь и известный на сегодняшний день массив данных. Точки – это каждое событие, тонкие линии – это усредненные за коррингтоновский оборот и толстые за 7 коррингтоновских оборотов – это все события. Вот здесь показано, какие. Видно, что число событий в 24 цикле значительно выше, чем в 23. Но при этом следует обратить внимание, что изменилось не только число, но также их распределение по диску, оно стало более равномерным. Их скорости стали значительно ниже. Угол раствора ведет себя совершенно иным образом. Если в 23 цикле это был колебательный характер, то в 24 это больше напоминает традиционные числа Вольфа. И ускорение также – сильно осциллирующий характер на фазе спада 23 цикла и ничего подобного в 24. Увеличилось число маломассивных, малоэнергичных событий. Если же мы рассмотрим изменение числа радиосплесков, то за исключением вот этого выброса, который соответствует октябрю 2003 года экстремальным событиям, видно, что их число, общее число за коррингтоновский оборот практически остается постоянным и в 23 и в 24 цикле. В 23 цикле они как бы равномерное такое оплато, никакого повышения, то есть ничего общего с числом Вольфа они не имеют. А в 24 это и есть некоторое подобие чисел Вольфа. Общее число корональных выбросов массы в 23 цикле составляло 13 924, в 24 15 тысяч, более 15. То есть больше, чем на тысячу. А радиосплесков второго типа в 24 цикле 170, а в 23 более 300. То есть при большом росте числа корональных выбросов число радиосплесков значительно меньше. Ну, чтобы и вот этот рост числа корональных выбросов, он вызвал большую дискуссию, поскольку в 2004 году произошла смена режима регистрации этих корональных выбросов командой «Ласка». Они стали учитывать узкие и слабые корональные выбросы. А в 2010 году прекратилось использование данных, но остановили прием данных с ЕИТ в связи с переходом на СДО. И каналы телеметрии были переданы команде «Ласка». Основная задача была поставлена для регистрации высокоскоростных корональных выбросов. И поскольку ранее некоторые высокоскоростные корональные выбросы они не регистрировали, поскольку было порядка максимально 60 изображений в день. А когда они получили эти каналы ЕИТ, регистрация возросла до 104 изображений в день. Но оказалось, что как раз число высокоскоростных корональных выбросов резко снизилось. Здесь показана двумерная диаграмма. Цвет – это число, значит, больше – это более светлое, меньшее число – более темное. В малых интервалах для каждого параметра здесь шагом 5 градусов по широте, 100 километров в секунду для скорости, 5 градусов для раствора, 10 метров в секунду квадратных – это ускорение, ну и так далее. И видно, что возросло число слабых действительно, особенно большие вопросы вызывает вот этот выброс. Это вынесено для корональных выбросов с углом раствора меньше 25 градусов. Масса энергии не показана, поскольку этих данных в этом каталоге для этих событий, для слабых событий просто нет. И видно, что возрастает не просто число событий, а меняется их распределение по диску, то есть наблюдается асимметрия в северном и южном полушарии. Возрастает число корональных выбросов с углом раствора более 40 градусов. Возрастание ускорения также асимметрично больше ускоренных, чем замедленных, причем где-то на порядок. И возрастание не просто, что при регистрации 2004 года были слабых событий, оно возросло и держалось на каком-то уровне. Имеются как бы импульсы возрастания числа этих событий. Оно наблюдается и в скорости, и в углерастворе, и оно несимметрично в северном и южном полушарии. То есть это не может быть объяснено просто сменой режима регистрации. Кроме того, следует обратить внимание, что на фазе спада 23 цикла наблюдается также большое число радиосплесков. Это как бы подтверждение реальности вот этого как бы подъема на фазе спада числа корональных выбросов массы. Это наблюдения проводились на спутнике ВИНД и никакого отношения к СОХО не имеет. Так что это как бы независимое подтверждение реальности роста наблюдаемого событий. Наравне, конечно, с некоторым влиянием и изменением режима регистрации, что повышение рост числа событий в 24 цикле объясняется каким-то физическим процессом. Но интересно, что рост, он не просто возросло число событий. Здесь показаны толстые линии. Это число событий, которые имеют параметры, которые расположены на низких широтах, имеют скорости больше 700 км в секунду с большими углорастворами и большими ускорениями большой массы и энергии. А серыми линиями показаны слабые события, которые расположены на высоких широтах, с малыми скоростями, малыми углами раствора, ускорениями и так далее. И видно, что они изменяются совершенно по-разному. Те, которые превышают эти лимитные значения, они практически мало изменяются от 23-24 цикла. Это сами значения, а это их процентное отношение, их вклад в общее число. И возрастают именно слабые события, причем значительно. И вот этот пик, который в минимуме наблюдаются корональные выбросы, он связан тоже только со слабыми событиями. А сильные, они, по-видимому, связаны с пятиной активностью, ну с сильными магнитными полями. И почти остаются на одном уровне, масса энергии немножко понижается только. Значит, чем это может быть объяснено? Вот в этой работе предлагается, что это может быть объяснено различным поведением фотосферных магнитных полей, различной напряженности. Значит, на этом слайде представлено это общее положительное отрицательно-магнитное значение магнитного поля на фотосфере, полученное по синаптическим картам обсерватории Кит-Пик. А пунктирная линия – это процент этих полей. Значит, на этом слайде поля больше 10 гаусс, здесь меньше 10 гаусс. Среднее значение этих полей и площади, соответственно, пунктирными линиями, которые они занимают. Здесь это для полей больше 100 гаусс и менее 100 гаусс. Более 500 гаусс и менее 500 гаусс. И поля максимального значения. Вот этот пик, который виден, это тоже где-то с 2003 года, это они перешли с КПВТ прибора на СОЛИС. И вот этот пик – это, конечно, артефакт. Для сравнения, что при максимальных значениях примерно остается на одном уровне, показаны значения СОХа, это толстая линия, насколько они были. И ВСО. ВСО за все время своего существования не меняли приборы, поэтому у них можно доверять, что уровень здесь примерно остается тот же. Но понижение в 24-м цикле можно объяснить тем, что у них апертура намного больше, там 3 минуты, и они захватывают слабые поля, которые как раз их число, их площадь, занимаясь слабыми полями, сильно возросла, а их напряженность уменьшилась. То есть вот видно, что начиная со 100 гаусс, примерно на одном уровне остается и в 23-м, и в 24-м цикле значение напряженности максимальных полей. Это может объяснить как раз тот факт, что вот эти сильные, что корональные выбросы мощные, с большими скоростями, ускорениями массы и так далее, они связаны с сильными магнитными полями, и они вот и остаются на том же уровне. И также радиосплески, хотя радиосплески наблюдаются большей частью со вспышками класса М, но все-таки они связаны с сильными магнитными полями. Это может быть одним из объяснений. И на этом слайде показана зависимость параметров корональных выбросов массы от значения магнитного поля в 23-м цикле и в 24-м цикле. Это значение для параметров. Красное – это для тех, которые превышают лимиты, синее – для тех, которые ниже лимитов, а черное – это для суммарных значений. Практически все эти параметры растут и в 23-м цикле, и в 24-м, ну кроме ускорения в 24-м цикле, с ростом напряженности магнитного поля на фотосфере. Но в 23-24 цикле они занимают меньший диапазон магнитных полей, поскольку само поле магнитное в 24-м цикле намного ниже, чем в 23-м. Это гистограммы для тех же значений. Ирина Антоновна, Ваши 15 минут истекли. Да, все практически закончено. Значит, здесь пока… Это было для всех, а это для радиосплесков. Здесь показано, что зависимость от магнитного поля другая. Здесь нет этого роста с магнитным полем. И они как в 23-м, так и в 24-м цикле концентрируются к одним и тем же значениям магнитного поля. То есть дальнейший рост магнитного поля не ведет ни к росту параметров, ни к росту их величин. То же самое для самих параметров радиосплесков. Ну и выводы. В 24-м цикле число корональных выбросов, сопровождающихся радиосплесками, значительно ниже, тогда как общее число КВМ намного выше. Рост числа радиосплески на фазе 23-го цикла является подтверждением реальности роста числа корональных выбросов в этот период. И объясняется сохраняющимися сильными магнитными полями, которые отсутствуют на фазе спада 23-го цикла. Корональные выбросы массы с параметрами выше определенных пределов ведут себя различным в 23-м и 24-м циклах. Число корональных выбросов с параметрами выше этих значений следует циклическим измечением сильных магнитных полей и остается приблизительно на одном уровне в 23-м и 24-м циклах, а с параметрами ниже резко возрастает в 24-м цикле. Наряду с влиянием изменения режимов детектирования, различие поведения корональных выбросов разных типов и радиосплесков в 23-м и 24-м циклах является следствием различия динамики сильных и слабых фотосферных магнитных полей. Сильные магнитные поля остаются на одном уровне в обоих циклах и наблюдаются более продолжительное время в 23-м цикле. Средняя напряженность слабых магнитных полей ниже в 24-м цикле и площадь, занимаемая ими, больше. Все. Благодарю за внимание. Спасибо. Ну, скажем, один вопрос я еще могу допустить. Если кто-то хотел бы что-то спросить, прошу. Нет. Тогда переходим к следующему докладу. Следующий докладчик у нас Галина Валентиновна Якунина. Якунина здесь запустила демонстрацию. Прошу вас, начинайте свой доклад. Не слышно ничего. Сейчас слышно? Сейчас слышно. Сейчас слышно. Хорошо. Добрый день. Доклад мой посвящен хромосферным приколам второго типа. На эту работу меня, в общем, воодушевила работа с ОМОН Байща Пиккинера, опубликованная в 1969 году. Но прежде чем к этой работе перейти, я очень была удивлена, когда я прочитала ссылку в его работе на более старую работу Беккерса «Совер физик» в 1968 году. Это был большой обзорный доклад на конференцию, содержащий более 60 страниц. И вот одну из цитат этого доклада мне очень хотелось бы вам зачитать. Беккерс сказал, что спикулы не очень хорошо развешаются в линиях кальция, но существует другой тип хромосферных структур, который лучше всего виден в спектрах, снятых на больших высотах. Эти структуры имеют ширину в линии около 1,3 ширины обычных спикул. А вот два астронома Атеи и Бесей полагают, что эти протяженные и узкие спектральные области присутствуют во всей хромосфере. Видимость узких увеличивается вверх по отношению к широким, что делает их лучше всего видимыми на больших высотах. Широкие структуры как правильно совпадают со спикулами, поэтому их уместно назвать спикулами. А название узким спектральным линиям, структурам не было дано. И вот Беккерс предлагает, за неимением лучшего названия, я буду называть эти спикулы типа 2, а нормальные спикулы спикулами типа 1. Вот впервые в 68 году появилось такое разделение спикул на первый и второй тип, но потом это очень долго применено не было. И вот работа Пикиния 1969 года, чем она заинтересовала, поскольку там разработана модель формирования хромосферных спикул, основанная на представлениях о пересоединении магнитных силовых линий. Эта модель до сих пор, в общем, актуальна при объяснении спикул и ее активно используют, хотя моделей очень много. Вот этот рисуночек, который здесь вот с левой стороны, образование и подъем спикул показывал вчера Юра ЦАП. И в принципе, вот это образование и подъем спикул связано со сложной структурой магнитных полей, перемешиваемых крупной конвекцией, крупномасштабной конвекцией. А с правой стороны показана ячейка хромосферной сетки с грубыми узелками, а по краю грубых узелков мы видим группу очень тонких волоконниц, которые окружают эти грубые узелки. И, вероятнее всего, поле вот этих грубых узелках имеет совсем другой знак, чем вокруг них. И образуется граница хромосферной сетки. Так она видна из спикулы, видны она в центре диска, а так видны на краю солнечного диска. В настоящей работе я использовала данные наземных телескопов и космических телескопов. Здесь перечислены данные по телескопам на Земле и телескопы, запущенные в космос, которые занимаются изучением хромосферы и хромосферных структур. Хромосферы, структуры хромосферные были спикулы, открыты в 1877 году сетки и названы много позднее, в 1945 году спикулами. Это тонкие джетоподобные динамические образования, отчетливо видные на лимбе солнца в виде колышущихся листочков и образующих на диске солнца своеобразную как бы испещленными мелкими крапинками картину спокойных областей и в виде фибрил в активных областях. Вот посмотрите такую вот анимацию этих картинок, такая впечатляющая картиночка для спикул, видимых на лимбе солнца. Хотя спикулы были обнаружены уже почти 150 лет назад, они по-прежнему остаются одним из загадочных явлений солнечной атмосферы. Однако до сих пор не представлено ни убедительного численного моделирования, ни аналитических моделей. Поэтому проблема все еще остается открытой и для обсуждений, и для наблюдений. Многие десятилетия спикулы считались источником нагрева короны, а вот до 80-х годов, а в 80-х годах было обнаружено, что пазло в спикулах не достигает хромосферной корональной температуры. И, в общем-то, теория вышла из моды. Многое изменилось с полетом космического аппарата Хинаде, который был запущен в 2006 году и позволил обнаружить гораздо более динамичные спикулы, которые были потом названы спикулами типа 2. Эти спикулы повсеместно распространены и находятся на границах ячейки хромосферной сетки, что говорил и Пикельнер, и Деккерс. И возможно, что предыдущие наблюдения с временным и пространственным разрешением порядка 30 секунд и около одной угловой секунды пропустили большую часть динамичных спиков второго типа. И интерпретировали наблюдения как суперпозицию множества спикул, а не как одну спиковую, даже как фоновую хромосферу. Вот, в общем-то, отсутствие таких высококачественных и пространственных и временных наблюдений помешало лучшему пониманию спикул и связи их с короной. В классических спикулах первого типа наблюдается подъем и опускание вещества. Они более долгоживущие, более широкие, меньшей скорости имеют. А спикулы второго типа исчезают через десятки секунд, возможно, из-за прогрева и ионизации, наверное, поэтому температура у них действительно очень большая. Не обнаруживают опускание вещества, очень тонкие, короткоживущие. Кроме опускания и подъема вещества в спикулах, наблюдаются колебательные, вращательные, торсионные движения. Все это очень затрудняет идентификацию коэффекта из спикулы. Дополнительные осложнения, конечно, вносятся эффектом переналожения отдельных спикул друг на друга. И что здесь еще мне хотелось бы сказать, что два типа хромосферных спикул внутренне связаны с эволюцией магнитного поля, но легко различаются по их различному динамическому поведению. Понимание динамики солнечной хромосферы, конечно, спикул является фундаментальным в вопросе в солнечной физике. Спикулы второго типа оказываются наиболее распространенными. Их можно увидеть и в активных областях, но их там, они мелкие, их довольно трудно разглядывать. Но больше всего, лучше всего они видны в областях спокойного солнца, а в корональных дырах они наиболее протяженные. И вот роль спикул второго типа в короне в последние годы стала предметом многочисленных исследований и дискуссий. Вот здесь на этом слайде приведены внешний вид спикул первого и второго типа. Они с правой стороны приведены, что спикулы медленные первого типа, долго живущие, короткие, с толстыми диаметрами столбики. А спикулы второго типа очень быстрые, короткоживущие, длинные, тонкие. Лучше всего их наблюдать на спокойном солнце в корональных дырах. Вот эта картиночка спикулной хромосферы получена в 2014 году на телескопе СОХА. И вот посмотрите, как здесь ячейки хромосферной сетки описываются этими кустами спикул второго типа. На измеряемые свойства спикул значительное влияние оказывает качество наблюдений. Это и пространственные, и временные данные. А вот предыдущие наблюдения были получены, в общем-то, с не очень хорошими, ненадежными разрешениями, временем. И свойства спикул не так точно измерялись. И вообще были ненадежные эти измерения. Они показывали более грубые результаты скорости до 25 километров, время жизни более пяти минут. И вот все изменилось, когда появились хорошие наземные телескопы и телескопы, которые в космосе. Вот на этом слайде я хочу вам показать, как можно видеть спикулы на телескопе Бигберер-обсерватории. Четкие, хорошие спикулы, наложенные на изображение H-альфа. А если полосу, функцию сгладить, то вот на правом снимочке получается как раз спикулы, описанные Беккерсом. Вот такие размазанные, очень трудно, так сказать, соединить эти наблюдения друг с другом. Сейчас мне хотелось бы еще с вами остановиться на спикулах второго типа и короне. Вот в 2008 году Хара проанализировала наблюдения, полученные на Кинаде, и обнаружено асимметрию в корональной линии. Эта асимметрия указывала, что в короне существуют потоки плазмы, плазмы направленные вверх со скоростями десятки километров в секунду. А при наблюдении этой же площадки на лимбе величины скорости были значительно меньше. Разница результатов, полученных при наблюдении в центре диска и на лимбе, можно объяснить эффектом проекции. Она очень хорошо демонстрируется на следующем слайде на схеме, предложенной Депонтье. И еще раз подчеркнул, что спикулы второго типа более высокие и направлены более отвесно к поверхности Солнца. Вот Степана вчера показывал тоже вот такой слайд. И здесь видно, как наблюдатель, если смотрит с одной стороны на эти спикулы, если они у него в центре диска, то профили линий совершенно отличаются. Депонтье в 2009 году использовала наблюдения Хинаде и Суха и получила одновременное изображение, проанализировал спектры площадки в характерной мифологии. И так называемые мусы, которые располагались в бледе оснований горячих петель. И авторы построили карты сине-красной асимметрии и нашли, что потоки, направленные вверх, возникают преимущественно в областях ног корональных петель. А потом наблюдения на Суха также предоставили доказательства существования больших потоков со скоростями до 120 км в секунду, которые пронизывают хромосферу, переходную область и нижнюю корону. То есть те слои, для которых характерен широкий диапазон температур от 100 до 600 тысяч кильвина. Причем эти потоки наблюдаются повсюду, возникают в факельных площадках, активных областях, в ближайших границ хромосферной сетки, спокойном солнце, корональных дырах. Вот на этом слайде это все и показано. Вот это первое изображение, это трейс, основание холодных структур муссов. Это изображение в линии 274 железа 14, горячие корональные петли, а это профиль корональной линии железа. И вот площадочка, где видно, что в основании вот этих вот ярких петель находятся области, как раз составляющие структур муссов и составляющие переходную область. Здесь на этом слайде я хочу остановиться только вот на этих гистограммах. Вот здесь показана величина средней скорости спикул на Олимбе и величина средней скорости на Солнце в центре солнечного, короне на центре солнечного диска. Вы видите, что эти величины средних с Россией очень близки. И это вообще-то является одним из доказательств того, что спикулы второго типа могут играть значительную роль на время короны. Спикулы очень трудно наблюдать. Они очень динамичные, быстротечные, колебания в них большие. И очень многих астрономов, солнечников заинтересовали, когда были открыты двойники спикул второго типа. Конечно, это подогрело особо интереснее. Спикулы второго типа – это тоненькие, удлиненные, яркие структуры над лимбом. А синие структуры, видимые в синем крыле, это тонкие, удлиненные, яркие структуры, но на диске, видимо. Сначала были обнаружены события излишней синей интенсивности в крыле. А позднее удалось обнаружить и события с превышением интенсивности в красном крыле. Вот на основе наблюдений на спектрологии в Сакламенто-Пик были обнаружены быстро развивающиеся со временем, меньше одной минутки, характеризующие профили кальциолинии сильной асимметрии, структурки, наблюдаемые по всему диску Солнца. Вот подобие свойства поведения этих структур позволило сделать предположение о связи событий на диске со спикулами типа 2. А наблюдения еще более высокого качества на шведском телескопе в Ла-Пальме подтвердили связь вот этих синих смещений со спикулами второго типа. Также это было на шведском телескопе подтверждено позже, в 2010 году. В результате излучения большого количества синих смещений было определено время их жизни около 84 секунд, скорости до 50 км в секунду и поперечная скорость до 10 км в секунду. Причем было выявлено, что H-альфа, вот эти голубые смещения, являются продолжением кальциевых смещений, что можно вот хорошо увидеть на следующем слайде. Это вот изображение в центре линии H-альфа, а это крыло линии H-альфа, но на это крыло наложено изображение вот этих голубых смещений в линии кальция красным цветом, в линии H-альфа зеленым цветом, а желтым цветом это места переналожения этих структур. Вот такое исследование было проведено, вот и было понятно, что спикулы не исчезают, они просто исчезают, например, из кальциевой линии, а поднимаются значительно выше, их можно видеть уже в других линиях. Валентина Валентиновна, ваше время истекло. Истекло, да, но я вас тогда вот вам сейчас покажу, как мне кажется, вот очень интересные наблюдения на нескольких телескопах одновременно, вот две минутки буквально. Вот здесь большие картиночки есть, когда соединили наблюдения на Ирис, Хинаде и СДО, и посмотрели, как эти спикулы выглядят на диске. Вот здесь я думаю, что всем будет интересно, что вот более, так сказать, размазанное изображение на СДО в гелии и на телескопе Соткинаде, а вот Ирис дал вот такие замечательные изображения спику уже с большими, с подъемом на большие высоты. А вот здесь совершенно замечательно видно, что спикулы в кальции Ашальфа, исчезновение в кальции вызвано быстрым нагревом до более высоких температур, они не исчезают, дальше они начинают светиться и поднимаются очень-очень до больших высот. Что мне еще хотелось вам еще как бы показать магнитные поля и связь спикул с магнитными полями, это вот на солнечном телескопе Бигбер на изображение Ашальфа были наложены карты магнитных полей. И вот здесь можно видеть структуру и динамику на всех уровнях в солнечной атмосфере. Это фотосфера грануляции, а это наложение, излучение коронального линии, которое появляется только в верхних частях спикул. Вот еще одно, вообще-то первое исследование, таких исследований до сегодняшнего времени не было, соединение наблюдений Альма-Телескопа и Ириса. И это дало возможность видеть, что характеристики Альма вообще согласуются со спикулами Ириса. И вот этот исследований, он очень хорошо показывает структуру, вот эта линия есть, они видны здесь вам, пунктирная линия, это солнечный лимф, а детальки, которые возникают на Альма и на телескопе СДО и Ирисе, в общем, они согласуются. Это первое наблюдение. Вот мне хотелось вам подчеркнуть, что мне этот доклад хотелось показать вам, что как изменилась вообще техника у нас, численные расчеты, многие компьютеры суперсовременные, которые позволяют вообще приближиться к тайне и разгадке и не только температуру солнечной короны, но и самые загадочные области солнечной атмосферы – хромосферы. Процесс вообще, конечно, может быть достигнут в результате и наблюдений, и в результате моделирования. Вот большие надежды, наверное, все солнечники возлагают на телескоп Де Кист, телескоп ИНОЭ, который обещает более высокое разрешение в Ашальку, чем в шведский однометровый телескоп. Летает зонд Паркер. Ну, в общем, у нас с вами впереди очень интересная жизнь. Хорошо, все, спасибо. Спасибо за внимание. Прошу прощения, но время для вопросов исчерпано. Давайте переходим к следующему. Хорошо, спасибо. Презентацию снимите, пожалуйста, свою. Так, следующий докладчик Костюченко. Ирина Георгиевна, прошу вас, где вашу презентацию? А, я слушаю, сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Что-то не помнит. Так. Так. А, одну секунду. Так. А где же демонстрация экрана? Что-то я не вижу демонстрации экрана у себя. Внизу должна быть такая кнопка зеленая. Да, должна быть, но что-то ее нет. Курсерная, видите? А, сейчас, секундочку. Вот. Демонстрация экрана. И... Вот так. Появилось? Нет. Нет? Странно. А что же делать? Вроде я экран включила и демонстрацию экрана включила. Минуточку. Появился какой-то экран. Получился, да? Опять исчез. Опять исчез. Да. Странно, странно. А что можно сделать? Ну, так еще раз нажмите на демонстрацию. Открыта презентация, которую вы хотите. Да, открыта. Открыта она. Тогда зеленую кнопку и выбираете ту презентацию, которую хотите показать. Так. Вот сейчас нажала на демонстрацию экрана. Там должна появиться список. Да, вот. Вот это. Ну, запускайте. Выбирайте в демонстрации. О, 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 о. Открытилось? Очень хорошо. Сейчас. Отлично. Теперь полный экран даете и вперед. Ф5. Не хочет почему-то он мне полный экран давать. Так. Ну, тогда вот здесь. Вот. Нет, это не оно. Вот оно. Да. Все, хорошо. Значит, доклад посвящен особенностям активности в фазе минимума. И мне кажется, что интересно рассматривать фазу минимума по той причине, что в это время активных образований на солнечном диске довольно мало. И можно их эволюцию и распределение по солнечному диску детально изучить. А вот здесь есть. И кроме того, модель Динамо дает для солнечного диска. А вот там разговор идет, который довольно здорово мешает. Нельзя как-то убрать его в локальное какое-то общение. Кроме того, для фазы минимума модель Динамо дает предсказание того, что глобальное поле должно быть депольным. И поэтому можно, изучая структуры на солнечной поверхности, проверить, насколько симметричной является картина глобального поля. Вот здесь я продемонстрировала два последних цикла и, соответственно, два последних минимума. Предыдущий между 23 и 24 и текущий. И видно, что текущий даже более продолжительный и, по крайней мере, не более активный, чем предыдущий. Вот это картинка, график площадей солнечных пятен в северном полусаре, красная в южном. И видно, что, как Виталий Ишков уже отмечал, в предыдущем цикле и в минимуме особенно, в основном вся активность сосредоточена в северном полушарии. Казалось бы, поскольку активность очень слабая, из общих соображений, казалось бы, что активные области должны на некороткое время появляться достаточно равномерно по долготе. И вот если посмотреть на первый взгляд, это так и есть. Вот здесь вот график по оси Х время, по оси У корректоновская долгота. И действительно более-менее равномерно все распределено. Однако, если посмотреть на то, как распределяется магнитный поток, а это график верхний, это результаты, полученные из синаптических карт обсерватории Вилках с магнитного потока. Это просто последовательные измерения, проводимые в узкой щели на центральном меридиане. Вот это последовательность этих измерений. И видно, что существуют такие очень короткие всплески, которые вроде бы более-менее регулярны. Что говорит, скорее всего, о существенной долготной неоднородности магнитного потока. Внизу представлен график спектра мощности вот этого временного ряда. И видно, что на частоте вращения Солнца действительно достаточно высокий пик. Но он имеет небольшую плату, которая от 26,6 до 27 дней. И это примерно скорость вращения поверхности Солнца на экваторе. Если посмотреть, как устроена динамика синаптических карт. Вот здесь по оси Х каринтоновская долгота, а по оси У наложенная друг к другу каждая строчка – это каринтоновский оборот. Карта синаптическая в скале, где максимум поле магнитный поток – абсолютное значение. И максимальное значение – это красное, а минимальное из наблюдаемого – это синие. Время, то есть корректоновские обороты идут снизу вверх. Каждая строчка, как я уже сказала, это одна карта. А каждая точка – это абсолютное значение магнитного потока, интегрированное в полосе широт от 0 до 45 градусов. Это карта для северного полушария, это для южного. И вот по этой карте видно, что существуют достаточно долгоживущие последовательности центров активности, которые смещаются по каринтоновской долготе, что означает, что они вращаются со скоростью выше каринтоновской. И можно оценить смещение примерно 8,4 градуса за каринтоновский оборот. Ровно такую же скорость имеют, но гораздо более слабые активные центры в южном полушарии. И они расположены относительно по долготе ровно так же. Поэтому можно сделать вывод, что у них есть единый источник, который находится в области солнечного экватора. Теперь, если сравнить это с долгодным распределением групп солнечных пятен, то, в общем, картина похожая. И если сделать поправку на вот эту скорость вращения активного центра этих активных областей предполагаемого источника, то можно построить гистограмму, которая показывает, что действительно все сосредоточено, вся активность пятенная, также сосредоточена примерно на одной каринтоновской долготе, но с поправкой на то, что она, скорость вращения источника выше каринтоновской. Если вот такой выбор дает возможность выделить те группы пятен, которые гистограмму образуют, и по ним определить тоже более крупными пятнами, точками обозначены те группы пятен, которые дают максимальный вклад в гистограмму, и по ним можно также оценить скорость вращения. Она оказалась несколько меньше 26,9 дня для источника этих групп пятен, а для источника вот этих повышенных магнитных потоков 84 градуса, то есть 26,6 дня. И это более-менее хорошо совпадает с тем, что получается из спектра мощности. Таким образом, выявленная структура магнитных потоков указывает на возможность существования их долгоживущего локального подкстосферного источника, вращающегося синагической скоростью, близкой к скорости вращения солнечной поверхности на экваторе. А выраженная долгоживая асимметрия магнитных потоков флокул и пятен указывает на наличие в фазе минимума солнечной активности неосимметричной компоненты глобального магнитного поля Солнца наряду с дипольной. Дальше было проведено сравнение этих магнитных потоков, их вариаций долгоживых, то есть их долгоживой неоднородности и, соответственно, вариаций во времени с вариациями полного излучения Солнца и его ультрафиолетовой составляющей в диапазоне, вот это ультрафиолет в диапазоне от 115 до 180 нанометров интегральной. И видно, что вариации очень хорошо повторяют вариации магнитного потока и максимальный магнитный поток приходится на существование пятен. Кроме того, надо отметить, что существуют такие примерно протяженностью год несколько таких волн увеличения магнитного потока, более длительных, чем вращение Солнца, которые очень хорошо совпадают с вариациями как ультрафиолета, так и полного солнечного излучения. И еще что хотелось бы отметить, что обычный и привычный всем известный эффект блокировки из областей солнечных пятен в данном случае в минимуме достаточно низкий, что, скорее всего, говорит о довольно слабом поле в этих группах пятен, которые в этот момент наблюдались. Можно еще другим способом посмотреть на такие корреляции, более аккуратным. это построить вот такие графики, где поток... Да, я забыла сказать, прошу прощения, что вот здесь вот магнитный поток, это не такой, как был показан ранее, а это интегральный поток по всему диску в полосе плюс-минус 45 градусов. И он, соответственно, суммированный абсолютное значение. Вот то же самое, вот этот магнитный поток интегральный в полосе плюс-минус 45 градусов интегрированный по солнечному диску здесь по оси Х, а по оси У в данном случае ультрафиолетовое излучение в полосе от 115 до 180 нанометров. На этом графике то же самое по оси Х, по оси У полный поток солнечного излучения. И здесь зависимость, связь между полным потоком солнечного излучения и ультрафиолетовым излучением в данной полосе. Вот такие выбросы, вот это, скорее всего, связано с эффектом блокировки. Здесь я хочу отметить, что не до конца это отфильтровано. Здесь есть вот эта полоска, например, связана с пропусками данных и их заменой на определенное конкретное число. С этими вот отдельными выбросами нужно разбираться еще. Но вот что хочется отметить, что разброс точек, на удивление, маленький. Если посмотреть, недавно совсем вышла работа, где такие же картинки, графики рисовались для более длительного диапазона, включающего более активные фазы солнечного цикла. И там разброс точек просто невероятно большой. А вот в минимуме видно… У вас осталась одна минута. Да, хорошо. Хорошо, что зависимость от магнитного потока, причем средне-широтного магнитного потока излучения, достаточно ярко выражена. Хорошо, тогда я перехожу сразу. Я не буду говорить о… Я просто хочу сказать, что ранее нами были исследованы все минимумы солнечной активности, для которых есть значение площадей солнечных пятен. И оказалось, что вот такая ситуация с выраженной долготной асимметрией, она наблюдается во всех минимумах, причем вот были получены вот такие зависимости. Чем более глубокий минимум, тем больше асимметрия, и чем более глубокая асимметрия, тем меньше будет значение числа Вольфа в максимуме следующего цикла. Ну, выводы, собственно, я сказала, добавить к нему нужно только то, что вот такая явно выраженная периодичность в ультрафиолетовом потоке и в полном потоке солнечного излучения с неизменной фазой в течение очень долгого времени в принципе может быть источником какого-то такого постоянного воздействия на земную атмосферу. И это может представлять интерес для тех, кто изучает связь между солнечным излучением и процессами глобальной земной атмосферы. Все, спасибо за внимание. Прошу вопросы, если есть у кого-то. Не слышу. Нет вопросов. Нет вопросов. Ну, было многое ясное и понятно, и хорошо представлено. Прошу следующий докладчик. Михаил Иванович Девликеев. Вы здесь? Здесь, здесь. Да, да, здесь. Ага, вы в зале. Прошу. Это же, да? Механизмное выделение. Спасибо. Отлично. Прошу, начинайте. Вспышки, вообще большие вспышки наблюдали, в основном, большие вспышки, которые максимальной энергии 3 на 10, 32 эрго. Но кроме этих больших вспышек существуют маленькие вспышки, которые в основном большое количество, минимуме активности Солнца. Их энергия составляет примерно 10, 26 эрго. На поверхности Солнца они видны как маленькие образования, яркие, так и как во флокулах с пятном и беспятенной структуре. Их количество большое по отношению всех вспышек составляет 90%. Наблюдения в рентгене, аппаратах КОЭС, они видны в маленькой интенсивности, и бывают разные излучения в рентгене. Вот здесь показаны рентген ГОЭСу на 20 число. По горизонтали это время, а по вертикали интенсивность. Синие линии, это жесткий рентген, 0,4. И красные, это да, красные, это мягкий рентген. Но бывают вспышки, это маленькие вспышки, конечно, и бывает, что в этих вспышках некоторых жесткого рентгена вообще не наблюдается. Идет фон, как обычно это самое, без вспышки. Вот здесь показана другая вспышка. Это в этом году, в январь. Какой-то я точно не помню, тут плохо. Вот маленькая вспышка вот здесь. Вначале вот это, тут почти то Б выходит. Вот это маленькая, в мягком рентгене он наблюдается, а жесткого рентгена практически ничего не видно. Вот еще вот этот самый март, ноябрь, 5 ноября 2019 года, здесь красные и желтые линии, это мягкий рентген. А синий, вот это широкий, это жесткий рентген. Здесь абсолютно уже нет, это самое, не видно жесткого рентгена. Ну, это были аппараты тут, это самое, пятый, то есть пятнадцатый, КОЭС-15, КОЭС-14. У них чувствительность была похуже, и поэтому шумы дали. А современные, сейчас, где-то в прошлом году начались вот эти хорошие записи. Вот эти. Вот тут только шумы, это самое, в жестком рентгене видно. Эти шумы связаны вообще тоже с излучением Солнца, как бы на поверхности Солнца появляется вроде спику, много-много таких одновременно. Поэтому они дают эту дорожку. Теперь по изображениям СДО, которые дают онлайн изображения, можно было проследить, как это самое, что происходит, ну, как начинаются эти вспышки, и что происходит, когда есть жесткий рентген, когда нет его. Когда жесткий рентген отсутствует, то всплывает во флокуле новая область, которая видя арте, ну, вот это самое, вот маленькие совсем образования. И здесь, как это самое, еще предложил это самое Соломон Борисович, что эти магнитные структуры маленькие поднимаются в хромосфере, и которые нагреваются за счет волн в этих трубках. Поэтому тут, поэтому жесткий рентген, который вызывает тормозное излучение электронов, их практически нет. Стало быть, можно считать, что здесь только именно волновое нагревание. Теперь, если есть это самое излучение жесткого рентгена присутствия, то там активная область в начале вспышки, потом сразу, через примерно 10 минут, разгорается в этой области вспышка. Это небольшая тоже, это бэг, ладин, что ли, вот так, рентгеновская вспышка. Но происходит все вот в этих образованиях, которые были уже видны. Ну, стало быть, ну, стало быть, поступают нетепловые электроны, и они прокрывают эту плазму в шкуте и излучают рентгеновское излучение. Таким образом, вот, это самое происходит, начало вспышки. Вот здесь, в линии 171 ангстрем показано, это в максимуме двухленточная, это самая маленькая вспышка. Это, в этой линии видны только основания этих петель невысоких, вот, и дальше оно разгорается, вот, образуется, уже тут видны петли нагрелись, вот, и дальше будет это самое ослабевать это излучение. Ну, тут и других линий тоже. Теперь, вот, 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 вот. Да что, что? Все, это, 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 никак, это, не могу. Сейчас. А, вот, 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 этот самый, тут, март. Это уже было. 20-го года. Сколько? Вот тут видно только основание светится, так, петель. Вот, вот, это, они присутствовали, вот, раньше, тут тоже видно, их было, а просто разгорается за счет уже поступления горячих, недепловых электронов. Так, все. И еще я бы хотел сказать несколько слов по поводу вот этого колебания ударной волны в этих, ну, что Касович выступал первым, что они образуются, вот, маленькая вспышка происходит или соединение, или разрыв, скорее всего, соединение двух, этих самых образований, вот здесь, вот это в начало, тут видно одна, но если в других линиях посмотреть, вот здесь, они, тут две такие есть, и происходит, по-моему, как бы слияние в одной точке, и возникает ударная волна. Да, ну, источник этой волны находится вообще в нижней хромосфере, ну, в общем, по крайней мере, в хромосфере. И это колебание только именно этого тонкого слоя, а общее солнце не затрагивается, потому что это маленькая вспышка совсем, вот, и есть, наблюдаются вспышки такие, которые захватывают несколько слоев. То удар распространяется, волна ударная именно, именно в нескольких слоях, потому что видно, скорость распространения в разных слоях волны разная, поэтому периоды вот этих ударных волн в одном слое одна, в другом слое она совсем другая частота, должны быть одинаковые. Ну, это замечание поэтому. Относительно вот этого энерговыделения малых вспышек, это, считаю я, вот, когда всплывает, это именно волновая энергия используется, когда это самое уж в старых областях происходит вспышка, то там именно не тепловые электронные, или токи. Есть у кого-нибудь вопросы? Нет. Спасибо за доклад. Так, теперь Язев, как я понимаю, так и не появился. Сейчас позовем его, может он есть. Язев есть? Вообще-то громче надо до Иркутска, чтобы было слышно. Ну, знаете, это был анекдот старый в ГАИше. Говорит, а что это за шум на первом этаже? А это Миронов с Алма-Атой разговаривали. А что, по телефону нельзя? Вот именно. Так, похоже на то, что на этом сегодняшняя программа официальная закончается. Так, несколько минут для желающих что-нибудь сказать в дискуссии. Есть такие? Те, кто еще сохранили бодрость, силу и физически на месте. А Якунина присутствует? У меня вопрос к ней. Якунина на месте или ушла? На месте. Вот на месте, Якунина на месте. Вот задавайте ей вопрос. Галина Валентиновна, у меня вопрос к вам. Не конкретно по спикулам второго типа, а вообще по спикулам. Вот как, на ваш взгляд, или по вашим исследованиям, расположены спикулы равномерно или случайным образом на лимбе солнца? Мне кажется, что совершенно случайным образом. И на лимбе их трудно смотреть, потому что там и спикулы первого типа, и спикулы второго типа. Вот я вам показывала вот это радио, мне по нему очень, по Альме, немного пришлось сказать, что вы видите, когда это самое, вот сейчас, как бы такой шум у лимба, а уже детали, которые видны, они видны много выше, много дальше. То есть это надо очень хорошее разрешение иметь. А так вообще спикулы, вообще-то мне кажется, что они равномерно. Вот картиночку Соха я показывала, вот супергранулы же, они по всему диску вы видите. И также в ячейке эти обрамлены вот этими кустиками, вот такой сеточкой этих спикул. Дело в том, что я сейчас работала над полярной корональной дырой и прочитала большое количество статей. Вот у Зельхорста, который исследовал именно полярные корональные дыры, они одновременно наблюдали и в рентгене, в ультрафиолете и в радиодиапазоне на 1,7 сантиметра, на биямо радиотелескоп. И строили модели. И получилось так, что хорошее согласие оптики и в радиодиапазоне на лимбе именно, в корональной дыре с Северного полюса, получалось тогда, когда они распределяли спикулы случайным образом по лимбу, но вводили еще межспикульные дыры. Вот это меня... Нет, это очень интересный вопрос. И действительно, вот это межспикульные дыры или пространство. Вот сейчас про это очень много вообще статей есть. Если я покопаюсь и найду, я встречала это. Это, в общем-то, это места, вот это взаимодействие, вот такая диффузия, как бы просачивание между петлями вещества. Вот оно в динамике и в моделях, и в нагреве очень большую роль играет. Хорошо. Я так поняла. Да, вот межспикульные вот эти пространства. Отлично. У меня тоже вопрос, который меня просил выяснить Назар Робертович. Здесь присутствует кто-то, кто вчера задавал ему... То есть, да, вчера задавал вопрос ему про коротационный радиус магнитосферы Земли. Помните, кто это задавал? Здесь присутствует или его сегодня нет? Думнин или... Мне тоже кажется, что это был Думин. Это правда? Думин, да. Он даже где-то здесь фигурирует. Но, по-видимому, фигурирует только его карточка. Значит, Думин. Мне тоже помнится, что это был Умин. Хорошо. Так, что еще кто хотел бы вспомнить? Нет, я чего хочу Ольге Голубчиной ответить, если... Ну, только не так подробно, пожалуйста. Нет, нет, подробно нет. Не превращайте это во второй доклад. Нет, не буду. Что у меня есть ссылка на полярную дыру в Южном полушарии, по-моему, где вот как раз это спикулы и радио связаны, и смотрели это. Это просто я статью перешлю. Ладно, Оль? Спасибо. Думин включит микрофон. Думин сейчас включит микрофон, он сообщил. У меня вопрос к Марии Михайловне. Можно пока задать? Ну, задавайте. Мария Михайловна, вы говорили о эволюции звезд и о замедлении-замедлении-замедлении, и вдруг прозвучала цифра под рисунком, что речь идет о 20 миллиардах лет и 100 миллиардах лет. Возможно, оговорились, это были миллионы. Да, все, потому что я как-то думал, неужели мы уже настолько научились? Нет, нет, миллионах, конечно. И если, а Наговицына тоже нет, я не успела фиксировать, какую частоту он считает критичной для формирования крайне низких циклов, но если кто-то помнит, может, напомнить. А вот можно еще к Марии Михайловне? Я не помню, но его статья и презентация у меня есть, Маша. Спасибо большое, буду очень рада. И презентация, и статья. Сколько? 5,8. 5,8? Да, 5,8, 6,5. Да, по-моему, 5,8. А вот Юрий Думин появился. Это вы задавали вопрос? Да, да, да. Да, и он как-то невнятно ответил, он хотел бы с вами связаться. Вы позволите, что я ему... Да, конечно. Да, перешлите вот этот адрес. Только лучше не Гаишевский, вот Думин и Яхакова. Нет, подождите, какой адрес? Нет, как связаться? А? Как связаться? Ну, как связаться? По e-mail, наверное? Ну, по e-mail, да, перешлите ему. Да, у меня где-то должен быть ваш e-mail. Сейчас я напишу в чате. Или напишите ему сами. Сейчас я в чате напишу. Да, хорошо. Так, еще кто хотел бы что-то? Нет, еще. Я хотел бы спросить вопрос. Можно? Минутку. Юра Цап поднял. Да, Игорь Михайлович, по поводу вот чего я хотел спросить. Если в 775 году была какая-то такая, ну, такая была мощная очень вспышка, то почему, собственно, или там жизнь на Земле осталась? Если энерговоделение будет в 10 раз больше, то можно предположить, что и жизнь должна была бы на Земле закончиться. Ну, почему? Это еще не настолько большая... Жизнь не настолько хрупкое образование. Мы, ребята, устойчивые. Более того, обычно идет речь не об одном каком-то биологическом виде или бактерии, а о совокупности симбиозе. А у симбиоза выжимаемость по радиационному излучению в 10, а то и больше раз выше, чем у отдельного вида. Насколько я понимаю, 775 года вспышка, она все-таки считается сравнимой или чуть слабее, чем карингтоновская вспышка. А это уже просто было на нашей памяти. Сейчас скажу, скажу, минутку. Ну, это сложный вопрос. Есть люди, которые считают, что это оценка за вышли. Керингтоновская 28, по-моему, была. Или даже 45. Я могу взглянуть. А здесь это Х-30. Так что... Более того, по сравнению со вспышками на раннем солнце, два момента формирования жизни. Да, то есть они, в общем-то, сравнимы. Или даже 775-й Мирошниченко, который тоже специалист в этих вещах, тщательно анализировал, считает, что нет, она не превосходит карингтоновскую. Ну, просто... Так, кто-то еще хотел задать вопрос до Юры. Прошу. Нет. Еще кто... Прошу прощения. Это Голубчина опять. Вот здесь на экране написано запись, такая кнопочка. Это запись доклада, пустая, и где их можно прочитать или послушать. Это Коля Самусин. Вы здесь? Идется запись всех заседаний, будет выложено, будет сообщено на сайте конференции, где смотреть. Запись идет. Большое спасибо. Так. Желающие еще что-либо сказать, на этом тогда кончаем. Приглашаю всех завтра в 10 часов. Будет секция физика межзвездной среды. Там тоже будут очень интересные и хорошие доклады. Следите, пожалуйста, за программой. Пока что, насколько я понимаю, особых изменений нет. Солнечникам межзвездная среда тоже интересно. Приходите. Все. До завтра. До свидания. До свидания. Все. 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 Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...